Виктор Нучкин. Слепое пятно. Анотация. Слепой – один из самых неудачливых сталкеров. Однако именно ему предлагает стать проводником известный ученый Дитрих Ван Демейер. Дитрих платит немного и склонен к почти самоубийственному риску. Но слепому, по сути, не из чего выбирать. Но вскоре этой странной команде предстоит выйти на очень необычайное дело. Расследование таинственных исчезновений сталкеров, снова и снова пропадающих в одной и той же области зоны. Что с ними сталось? Какой смертью они погибли? Этого не знает никто. Единственная наводка слепого и Дитриха – пьяный бред опустившегося бывшего сталкера, который клянется, что именно в этих местах находится участок, особенно богатый артефактами. Щетчик снова поднимет трезвон, ветер злится, листву обрывает. И уходит мой друг за кордон, за кордон. Друг мой близкий шагает, не зайти нам вдвоем в ресторан. Друг мой в зоне стал друг мой другим. Я сижу один, без водки пьян к потолку, пуская горький дым. За кордон, за кордон, далеко за кордон, Где ни бурь, ни зимы не бывает. Далеко за кордон, с перебитым крылом, Улетает мой друг, улетает. За периметром он навсегда, Старый друг не вернется из зоны. Я ж не смог, мне еще не пора, не пора Уходить за кордон. Ты помнишь, как шли мы и шли, Стараясь держать злые столы. И Припять лежала вдали, Столица отравленной зоны. За кордон, за кордон, Далеко за кордон, Где ни бурь, ни зимы, Не бывает. Далеко за кордон, Далеко за кордон, С перебитым крылом, Улетает мой друг, Улетает. За кордон, за кордон, Далеко за кордон, Где ни бурь, ни зимы, Не бывает. Далеко за кордон, С перебитым крылом, Улетает мой друг, Улетает. Поехал, Улетает по кордон, Улетает. Далеко за кордон, Улетает. 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 К Dog. Виктор Ночкин. Слепое пятно. Вы сволочь, Ван Демейр. Я постарался произнести эту фразу с чувством. Чтоб до рыжего дошло, какую глупость он сморозил. Но Дитрих только скалил зубы, он был вполне доволен собой. В общем-то у него был повод гордиться. Кабана свалила именно его пуля. Сейчас огромное тело, покрытое темным мехом, содрогалось тише и тише. Шерсть на загривке опадала. Но даже так, лежа на боку, зверь выглядел внушительно. Вы сволочь, Ван Демейр. Вы же не станете отрицать, что включили свой дурацкий прибор. Меня уже отпускало. Но я торопился высказаться, пока злость не прошла. Рыжий перестал улыбаться и демонстративно поднял эту хреновину с кнопками. Мол, выключен. Я слышал, вы щелкали тумблером. Да ладно вам, слепой. Я просто проверял. Проверял он, просто. В зоне ничего не бывает просто. Разумеется, кабана я заметил издалека. Эта здоровенная туша возилась в кустарники так, что не заметить было невозможно. Я для того и сошел с тропы, чтобы обогнуть на порядочном расстоянии заросли, где засел зверь. Кабан не опасен, если к нему не приближаться. Сам-то зверь без причины вряд ли побежит глядеть, кто проходит мимо. Но вот если привлечь его внимание, обязательно нападет. Тупая скотина. В общем, я сошел с тропы и двинул в обход, присматриваясь и держа на готове болт. Однако щелчок тумблера я слышал отчетливо. Вандемейр включил свой идиотский агрегат и привлек внимание зверя. Кабан попер на нас очень целеустремленно. Только треск пошел, когда животное стало ломиться сквозь подлесок. А я в таких ситуациях всегда нервничаю. Потому и не успел сообразить. Машинально отшвырнул болт, выдернул ПММ. Тут-то кусты по ту сторону тропы будто взорвались. Взметнулись ветки, разлетелась бурая прошлогодняя листва. Возникла громадная башка с налитыми кровью глазками. Копыта со стуком раздробили ветку. И я, честно сказать, принялся полить не целясь, навскидку. Не лучшая тактика. Пули Макарова только добавили кабану жару. Он с рыком махнул. Но не ко мне, а к Ван Демейеру. Гитрих отпрыгнул. Это движение яркого оранжевого комбинезона должно быть привлекло зверя. Я, опрыгнувшись, бросился в сторону, торопливо нащупывая обойму в кармане. Потому и не сообразил сразу, что мишень не я, а Ван Демейер. Как обычно, обойма никак не попадала на место. Рык зверя и треск веток раздавалось совсем рядом. Я чувствовал, не успеваю. И оттого нервничал еще больше. Тут-то и увидел фокус. Долговязая оранжевая фигура согнулась, отпрянула в сторону перед самым кабанем рылом. Зверь проскочил, не задев Дитриха. Захрапел. Копыта взрыли толстый слой гнили. Во все стороны сыпанула грязь и трухлявые обломки. Кажется, кабана свалили первые выстрелы. Четвертый был, как бы контрольным, что ли. Зверь повалился башкой в кусты. Инерция внесла его в заросли. За которыми, как я и подозревал, притаился лифт. Совсем маленький. И я болта приготовил, чтоб проверить. Такую тушу, как наш кабанчик, аномалия не смогла подбросить. Приподняла, крутанула и швырнула обратно. В полете зверя развернуло. Он шмякнулся передо мной, разбрызгивая во все стороны куски гнили. Тут-то я и обозвал Дитриха сволочью. Потом только сообразил, что рыжий рисковал больше моего. Да и кабана именно он прикончил. Две дырочки, из которых толчками выпрыскивается кровь. Нет, три. Третья точно в ухе. Молодец, рыжий. Кто бы мог ожидать подобной прыти от нескладного ученого. Я точно не мог. А вот и четвертое отверстие. В боку кабана, позади лопатки. Ай да профессор, мастерски завалил. Три пули в голову, четвертое в сердце. Но тем не менее я считал, что должен раз и навсегда выбить из Дитриха самоуверенность. Зона этого не терпит. Что значит проверял? Ван Демейр, мы же договорились. Сперва я возьму снарягу, остальной после. Снарягу? Мой подопечный будто попробовал слово на вкус, смешно растягивая последний слог. Ну, снаряжение, сокращенно снаряга. Привыкайте к профессиональному жаргону. А с этим я себя чувствую неловко. Этим я назвал пистолет. И только теперь сообразил, что так и не зарядил Макаров. Обойма по-прежнему была в левой руке. Я поспешно загнал ее на место и дослал патрон. Потом поискал под ногами пустую обойму, подобрал и сунул в карман. Дитрих помалкивал. Макаровый нам выдал прапорщик с украинскими нашивками в Вискове и Управе, где мы с Дитрихом оформляли бумаги. Не люблю я казенного оружия. Но это было одним из правил игры. К тому же прапор договорился со своими, чтобы нас подбросили к блокпосту на джипе. Во-первых, не пришлось от поселка пешком топать. Во-вторых, солдаты с блокпоста на нас поглядели. Мол, мы свои на казенном транспорте приехали. Это вовсе не лишнее. Проще будет миновать этих ребят на обратном пути. У них бывают приступы тоски. Тогда они принимаются палить во все, что приближается к периметру изнутри. Особенно, когда примут на грудь лишку. Очень уж способствует приступам меланхолии некачественная выпивка. От блокпоста мы двинули по тропе. Все было замечательно. Даже солнышко вышло. Все было просто отлично. Пока не попался этот несчастный кабан. Теперь я глядел Гитрихову добычу внимательней. Похоже, зверь молодой. Недавно ушел от стада, чтобы образовать собственную семью. Или как там оно у кабанов? Черт их разберет мутантов. Во всяком случае, других кабанов поблизости, вероятно, не будет. Зато слепые псы наверняка набегут. Тушу жрать. А у меня только Макаров с единственной обоймой. Нужно скорее двигать к тайнику. Ладно, я махнул рукой. Будем считать, что я вас отсчитал. Вы признаете свою вину и больше так не будете. Идемте скорее отсюда. Зачем же уходить? Скоро сюда придут собаки. Эти самые слепые псы, о которых я так много слышал в звезде. Они. Вот и прекрасно. Хорошо бы с ними был чернобылец. Рыжий схватился за ПДА и застрекотал кнопками. ПДА у него навороченный. Больше обычного. Пузатенький, с разъемом под клаву. Дитрих. Молчит, зараза. Ван Демейер. Да, слепой. Не прекращая треска клавиш. Я тяжело вздохнул и стал объяснять. Дитрих. Собаки придут на запах добычи. Первым делом они проверят территорию вокруг туши. Обнаружат нас и постараются разделаться. Вы понимаете? Они вычищают территорию вокруг туши, а потом пируют несколько дней. Нас тоже вычистят. Ван Демейер дотрещал на КПК последнюю фразу, только после этого поглядел на меня. Да, это очень удачно. Понаблюдать стаю в спокойной обстановке вокруг добычи. Для начала именно то, что нужно. Слепой. Я расположусь вон там, видите? Вижу деревья. Ну да. Достаточно далеко от дохлого кабана. Я снова вздохнул. Неизвестно, согласятся ли собаки с тем, что деревья достаточно далеко. Я сооружу... Эээ... Рыжий подбирал русские слова. Болтал он бойко, пока не требовали специальные термины. Эээ... За съидку, гнездо, специальное место. Вы идите к своему тайнику, берите, что требуется, а потом забирайтесь ко мне. Только подходите с подветренной стороны, тогда собаки вас не почуют. Следопыт хренов, натуралист. Еще учит. Если с ними будет чернобылец, он без всякого ветра почует. Но ведь вы будете вооружены. Ван Демейер был в самоуверенность. Хотя лучше бы вам удалось пробраться незамеченным, чтобы не помешать моим наблюдениям. Вы сволочь, Ван Демейер. Это я уже произнес без нажима. Я уже смирился. Идите, слепой, идите, повторил Дитрих. Я сейчас займусь. Только передохну немного. Я поглядел на Рыжего внимательней. Он побледнел. На лбу выступила испарина. Обессилел после часового перехода. Или приключения с кабаном так подействовало. Рыжий упрятал клавиатуру от КПК футляр на поясе. Выточил из нагрудного карманчика гигиеническую салфетку. И тщательно вытер лицо, потом руки. Салфеточку, между прочим, упрятал в другой карман, который после тщательно застегнул. Европа. Но выглядел Рыжий паршиво. Ван Демейер, я не уйду, пока не увижу вас на дереве. На то мы порешили. Через четверть часа я подсадил Дитриха, отдал ему часть груза из своего рюкзака, чтобы шагать налегке. Еще он попросил помочь ему устроиться, подать пару старых почерневших от гнили палок. Присмотрел поблизости. Потом я еще поглядел, как Рыжий чувствует себя на ветках. Обезьян из него бы не вышло, но держался Ван Демейер уверенно. Тогда я решился покинуть его и направился к тайнику. Теперь можно было возвратиться на тропу. Я зашагал быстрее. Свой тайничок я устроил неподалеку, в руинах. Трудно сказать, что там было прежде, но заброшенным домик стоит наверняка со времен первого взрыва. Тропа проходила как раз мимо развалин, так что там частенько останавливались на привал сталкеры. Вот я и рассудил. Подобном месте никто искать не станет. Народ располагался всегда в дальнем от тропы углу, под остатками кровли. А я свои вещички держал снаружи, там где гнилый стропила и сыпавшийся шифер образовали живописную груду. Завал порос травой и выглядел нетронутым. Так что если не знать секрета, то ни за что не придет в голову, что здесь что-то спрятано. А от тропы стены прикрывают. Такие тайники – вещь необходимая. Периметр лучше пересекать налегке, а припасы держать на территории зоны. Конечно, у профи все устроено иначе. Я имею в виду у тех, кто зону не покидает. Кто на бессрочной прописке, тем нет нужды мотаться за периметр, поскольку налажен контакт с перекупщиками. У каждого сталкера постоянный партнер. А я все же не настолько в зоне увяз. Я здесь не хозяин, а постоялец. Живу, можно сказать, на чемоданах. Вот как раз под старым, поросшим травой шифером мой главный чемоданчик. Конечно, я сперва проверил, нет ли у кого поблизости. Только потом отправился за дом. Что мне потребуется, я продумал заранее. Поскольку нас с Вандемейром интересовали мутанты, то тяжелое вооружение как будто не должно пригодиться. Тяжелое. Это я славно выражаюсь. Я ведь ни с кем войны не веду. Сдвинул дисшифера. Осторожно, чтобы дерн с травкой не потревожить. Я глядел содержимое. Вроде никаких следов вторжения. Ну и славно. Я вытащил МБ-5. Хорошая штучка. Легенькая, удобная. Не знаю, что за ребята были Хеклер и Кох, но постарались они на славу. Еще я прихватил пару магазинов. Потом подумал и взял еще один. С улучшенными патронами. Как-то очень уж легко Вандемейр с кабаном-то. Мне пришло в голову. Мало ли во что можно казаться втянутым, имея дело с этим парнем. На всякий случай не помешает иметь запасец. Еще я прихватил коробку патронов к Макарову и свою счастливую гранату. Наверное, у каждого есть маленькие странности. Личные суеверия и тому подобное. Вот я таскаю РГДшку. Ни разу не пользовался, но всякий раз беру с собой. Талисман, что ли, такой себе придумал. Взамен сложил в тайник казенные консервы, которые выдали в управе. Качество паршивое, но мало ли, на черный день сгодится. Тайник я аккуратно укутал полимерной пленкой, побрызгал из баллончика вонючими химикалиями. И, наконец, аккуратно водрузил на прежнее место шиферный лист зелеными насаждениями. Для верности пшикнул еще пару раз из баллончика. Минуту спустя запах выветрится настолько, что человек не почует ничего. Аэрозоль от крыс и слепых псов, твари прожорливые, могут и на ружейную смазку польститься. Огонь из баллончика должна их отпугнуть. Во всяком случае, раньше помогало. ПДА просигналил, приближаются два объекта. У обоих исправно работали собственные устройства. Так что я поспешил вернуться в развалины, чтобы выглядело так, будто я здесь отдыхал. Парой минут позже на тропе показались двое. Одного я знал, Паша-угольщик. Обычно он ходил в паре с молчаливым парнем, кличку которого я забыл. Сейчас с ней был незнакомый сталкер. Мы поздоровались. О, звездный десант! Ты тоже здесь на ночевку? Обрадовался угольщик. Хорошо, отоспимся по очереди. Нет, я сейчас двину. Да брось, слепой, куда ты на ночь глядя? Принялся уговаривать Паша. Оставайся вместе веселей. Не могу, меня напарник ждет. Все знали, что напарника у меня нет, поэтому я, не дожидаясь расспросов, пояснил. Временный. Ученый опыт и ставит. Я его вожу. Паша вздохнул. С ученым лучше. Но учти, сейчас на блокпостах приказ ученых тоже досматривать, если нет формы 16. Форма 16 означает, что ученый работает на военное ведомство. Это я уже слыхал. Ван Демейра, разумеется, этого удостоверения не имелось. Я в курсе. Придумал я кое-что для вояк. Ладно, счастливо оставаться. Я уже передохнул, и мне нужно засветло к моему профессору поспеть. Вообще-то я не был уверен, что Ван Демейр имеет эту степень. Просто мы частенько звали их братью профессорами. А, слепой. Ты слыхал анекдот? Приходит сталкер Петров к скупщику. Приносит оранжевый комбез. Вот, говорит, новые мутанты в зоне объявились. Крепкий, зараза, верткий. Еле взял его. Хорошо, хоть шкура легко снимается. Тут впервые подал голос Пашин-спутник. А лучше бери, профа, и двигай к нам. Я слышал собак, а где-то рядом стая бродит. Угу. Я сделал скорбное лицо и кивнул. Мой ученый как раз собачек и искал. Для опытов, как доктор Павлов. Паша, а где сапог? Сапогом звали Молчуна, с которым угольщик ходил прежде. Наконец-то я припомнил. Сапог пошел на свалку, хотел новую беретту опробовать. Обещал через пару дней возвратиться, да нет его. Вот мы с Каляном решили сходить, проверить. Мало и что могло случиться. Калян кивнул. Видимо, угольщик нарочно приглашает исключительно молчаливых спутников. Он во авторитете, с ним охотно ходит, так что выбирать может. Мы пожелали друг другу доброй зоны, я перекинул поудобнее ремень, чтобы гадюка была под рукой и двинул по тропе обратно. Оглянувшись, увидел, что Калян занялся костром, а угольщик собирает сушняк. Значит, эти двое в самом деле здесь заночуют. Иначе костер ни к чему. Через час темнеет. По дороге я свернул проверить электры, не выскочило ли что-то из аномалий, вспышка там или, может быть, бенгальский огонь. Рядом с тайником я помнил наперечет все аномалии. А отсюда до ЧАЭС так далеко, что не всякий выброс меняет их расположение. Артефактов не обнаружил. Может, Паша с Каляном уже прибрали, а может, ничего и не было. Пока я шагал по тропе, в отдалении несколько раз слышали завывания слепых псов. Голоса не злые. Их вой напоминает саркастический смех второразрядного комика в тишовом спектакле. О-хо-хо! Пока что стая была далеко, но курс держала верный. Смех раздавался все ближе. Последний раз совсем рядом. Ну и я к тому времени уже добрался. Небо затянуло тучами, срывался мелкий дождик. Однако в лесу капли не долетали до земли. Ветки над головой пока что удерживали влагу. Тем не менее, из-за туч стемнело раньше времени, и я не слишком хорошо разглядел гнездо, которое Дитрик соорудил на дереве. Только взобравшись к нему, я по достоинству оценил работу ученого. Вандемейр уложил три лесины в перекрестье ветвей так ловко, что вышла удобная площадка, на которой в тесноте да не в обиде вполне могли разместиться двое. Вандемейр тощий и костлявый. Я тоже не крупный. В общем, на место хватило, чтобы полулежать, прислонившись к стволу. Даже нашлось, куда ноги закинуть. — Сколько берете за номер вашей гостиницы, Вандемейр? — Не дороже, чем в звезде, — ухмыльнулся рыжий. Он прилаживал в листве над головой крошечную антенну. Я заметил, что ветки над нами Дитрих оставил, не стал обламывать для крепления настила. Даже набросил поверх какой-то легкий полок. Так что и крыша у нас, оказывается, была. Ненадежная, конечно, но в такой дождик и ее хватит. Ученый закончил возню с аппаратурой, присел рядом со мной. Я чувствовал его плечо сквозь несколько слоев ткани. — Я немного перекусил, не ждал вас, слепой, — признался Дитрих. — Это ничего. — Нормально. Да мне пока не хочется. Собаки захохотали совсем рядом. Значит, закончили обход территории, выгнали конкурентов, если такие имелись. И сейчас начнут жрать кабана. Нас они, как ни странно, не чуяли. Скорее всего, Дитрихов прибор действовал. — Вандемейр, вы ловко завалили эту зверюгу. Чувствуется практика. Где руку набили? — Все там же. Я, кроме Африки, нигде не жил подолгу. Представьте себе, носорог в несколько раз крупнее местных кабанов. Охота на носорогов запрещена. Я не понимал, Рыжий шутит или обманывает меня, или он нарушитель закона. Я считал, что для всякого европейца законы святы. — Сталкерство тоже запрещено, — напомнил Вандемейр. — Ага, нашел, что сравнивать. Мы же здесь, как правило, нелегально. — Мы не убивали носорога, — добавил Рыжий. — Специальная пуля. В ней капсула, смесь нервно-паралитического действия. Иногда эта отрава действовала не сразу. Приходилось повторять два, а то и три раза. Тогда и приходится скакать, как сегодня с кабаном. Но после первого попадания зверь сонный и медленный. Совсем стемнело. Из-за туч, затянувших небо, ночь подкралась незаметно. Серый день как-то постепенно сменился серыми сумерками. Потом округа погрузилась в темноту окончательно. Мы замолчали. Мне стало неловко, что я так на ученого набросился. Он, выходит, знал, что делал, да и наверняка догадывался, что зверь устремится на его яркий комбез. Так что для меня угроза была минимальной. Извиняться я не собирался, потому что, по большому счету, урок Вандемейеру необходим. Но захотелось как-то выразить приязнь. Я набил две обоймы патронами. Остаток решил предложить Гитриху. Вандемейер? Угу. Возьмите патронов к Макарову. Могут пригодиться. Благодарю, слепой. Поделиться боеприпасами. Что может быть лучше, когда хочешь показать человеку, что ты ему доверяешь. Расположен к нему. И вообще, чтоб проявить дружелюбие. Потом собаки захохотали совсем рядом. В руках Вандемейера что-то пискнуло. Над головой зашелестела антенна. Извините, слепой. Я займусь моей работой. Сказал Гитрих. Если хотите, можете отдыхать. Мне в самом деле захотелось спать. Я устроился поудобнее и объявил. Пожалуй, я посплю. Считайте Вандемейер своих ангелов. С Гитрихом Вандемейером я познакомился пару дней раньше, чем с безвременно почившим кабаном. В гостинице «Звезда» познакомился. Я, как обычно, сидел в баре на первом этаже, прихлебывал холодный кофе и занимался привычным делом. Пытался угадать, что какого цвета в убогом оформлении нашей гостиницы. Бар – это, конечно, громко сказано. Полутемный зал, скудно освещенный покрытыми пылью плафонами. Половина светильников отключена, так что помещение погружено в полумрак. Тихо, уютно. И все серое, как в зоне. За стойкой дремлет карман. Сперва он читал газету, во всяком случае шуршал страничками, но сейчас опустил голову на сложенные руки и затих. Стойка обшита пластиком, о котором недоподлинно известно, что он зеленоватый. Поверхность покрыта замысловатым узором царапин и пятен. Интересно, какого цвета вот эта клякса левее карманного локтя? Разумеется, будить карманной за такой ерунды я не стал. Пусть отдыхает. В конце концов, какая разница какого цвета? Колбочки. Все дело в колбочках. Сечатая оболочка глаза содержит три вида чувствительных рецепторов. Так называемых колбочек. Каждый отвечает за определенный цвет. У нас дальтоников, функции колбочек нарушены. Так что я не всегда могу отличить красный цвет от зеленого. Какая мелочь. Но из-за такой ерунды я не могу жить нормально. Проблемы с водительскими правами это само собой. Но сколько обидных недоразумений возникает в быту. Даже при выборе одежды. Я уж молчу о том, чтобы сходить, к примеру, в музей. Картины поглядеть. Какое интересное решение выбрал художник. Зеленый туман. Позвольте, но это же красная дымка. Ах, красная. Этот мир создан для людей с нормальным трехроматическим зрением. Все прилажено, все расписано, все предусмотрено. Сигналы светофора, кнопки на электронных устройствах. Зеленый пуск, красный стоп. Но попробуй разберись, если ты не знаешь, какая кнопка красная, какая зеленая. Казалось бы, почему так? Ведь дальтоников не так уж мало. 8% мужчин и около половины процента женщин на земле страдают нарушением цветового зрения. Та, дальтонизм – болезнь настоящих мужчин. Так я отшучиваюсь, когда сердобольный собеседник начинает дело нажалеть. Мне не нужны сочувствия. Лучше бы перестали маркировать кнопки красным и зеленым. Но что толку в причитаниях? Сейчас везде стали делать рядом с лестницами пандусы для инвалидов в колясках. Специально для них лифты с кнопками пониже и прочее. А сколько их этаких? Уж никак не 8% мужчин. Нет-нет, мир не желает приспосабливаться под наши нужды. Он для людей с трехроматическим зрением. Может, поэтому мне спокойнее в зоне. Там все серое, тусклое, палевое, вечная осень. Здесь нет светофоров и пультов управления с разноцветными кнопками. И права на вождение автотранспорта не спросят. Может, всеблагой Господь нарочно сотворил зону для нас, дальтоников. Как бы там ни было, а в зоне мне болезнь не мешает. И ущербный меня себя не чувствую. Нормально. Никто не насмехается, никто не попрекает. И что самое главное, никто не принимается сочувственно кудахтать. Тьфу, противно. Здесь, в зоне, совсем другое дело. Даже прозвище слепой меня не обижает. Наоборот, оно мне нравится. В этом есть стиль. А пятно возле локтя кармана, конечно, красное. Откуда бы здесь на стойке взяться зеленому? Большинство приправ подкрашивают под томатный соус. Это вроде традиции у тех, кто не страдает дальтонизмом. А мы, цвета аномалы, различаем еду по вкусу, а не на цвет. На нас эти ухищрения не действуют. Мы-то как раз ощущаем мир таким, каков он есть. Нас не проведешь химическим красителем. Гостиница-звезда не шикарное заведение, зато здесь спокойно. Вообще, эта звезда, она вроде меня. Неказистая с виду, зато с богатым внутренним миром. Если бар у нас никак не соответствует этому высокому статусу, то звезда в самом деле гостиница. Все чин-чином, даже вывеска имеется. По ночам горит фиолетовыми неоновыми буквами. Гостиница-звезда. Я здесь живу второй год, так что превратился в своего рода ветерана и хранителя традиций. Срок как будто невелик, но у нас люди не часто задерживаются и настолько. А я вот прижился. Владелец Гоша Кары иногда просит меня сопровождать его сотрудников. Это очень удобно. Я никто, я ни с кем. Будто бы сам по себе еду в электричке через два-три сиденья от Гошиного курьера. И посматриваю. Числюсь я экспедитором. Удостоверение могу показать. Если какая проверка. Так что свобода перемещений. Вообще, у нас везде. Каждый имеет какие-то бумаги, объясняющие присутствие предъявителя в особой зоне. Кто командировочный, кто числится служащим где-нибудь в поселке. Лучше всех устроился Моня. У него ксива областной газеты. Репортер, значит, имеет право куда угодно соваться. Через периметр его, понятное дело, с такой бумагой не пустят. Но вообще удобно. Можно даже пугануть. Мол, напишу про ваше злоупотребление, пан лейтенант. Или там господин лейтенант. Смотря чей патруль прицепится. Если повезет, и пан господин окажется не слишком наглый, то удостоверение работает. Ну и Гоша следит, чтобы постояльцы были с документами. Бомжей говорить не пускаю. Если уж совсем припечет, он может и отмазать от патруля. А то и звезду устроит рассыльным там или коридорным. Но за такую крышу он берет дорого. Есть варианты в несколько раз дешевле. В поселке любое предприятие держит по десятку работников. А то и по два десятка. Договориться всегда можно. Но это только ксивы Гошины дорогие. А снять номер звезде стоят гроши. К тому же кары смотрят сквозь пальцы. Если клиенты по несколько дней, а то и пару недель отсутствуют. Недели мы, конечно, редко в зоне пропадаем. В звезде народ не слишком бойкий. Смотался за периметр. Обошел округу. Цапнул что с краю. Да и назад. Кое-кто попросту груз носит перекупщикам. Консервы, батарейки, зажигалки, патроны и прочую мелочевку. Случаются артисты. Пробуют сами завести торговлю в разнос. Таким быстро объясняют, что территории поделены. И торговать в обход местного перекупщика – нарушение правил. И тем не менее, если перекупщику по-хорошему предложить товар с большой земли, возьмет с небольшой наценкой. Жить можно. Ну и разумеется, сувениры из зоны. Хотя о сувенирах разговор особый. Это необъятная тема. Эти правила действуют, конечно, поблизости от периметра. А в глубине зоны другие порядки. Но я вглубь редко захожу. Да и другие постояльцы звезды тоже. Тише едешь, дальше будешь. Мы – звездный десант. Люди тихие и обстоятельные. А я самый тихий. Мне, честно сказать, от зоны много не надо. Сходил туда, послушал тишину. Поглядел серые пейзажи. И назад. Я больше двух ночей подряд вне звезды редко провожу. Потому и заделался ветераном. Это понимаете, как хотите. Можно сказать, что я больше времени провожу в баре. Потому и числюсь старожилом. А можно сказать и так, что я меньше времени провожу в зоне. Потому до сих пор жив и числюсь старожилом. Раздались голоса. Заскрепел рассохшийся пол. Карман поднял голову, зевнул. Я допил кофе и потянулся. Начинается вечер в баре гостиницы «Звезда». Явился Костик. Щелкнул выключателем, пробуждая к жизни еще некоторое количество светильников под потолком. Костик задумчиво послушал, как потрескивают, разгораясь лампы дневного света. Почесался, оглядел зал и кивнул мне. Следом вошел Николка, сразу направился к стойке и протянул руку. Карман откашлялся, словно петь предстояло ему. И подал Коле гитару. Наш певец удалился в угол. Принялся там скрипеть колками и время от времени извлекать из струн зудящие вибрации. Иногда мне кажется, что профессионалы, когда настраивают гитару, нарочно исполняют на публике эти бесполезные номера, чтоб со стороны казалось, будто они понимают в инструменте больше прочих. Потом стали собираться постояльцы. Кутяк, Данилов, Буза. Кутяк только что из сходки вернулся, это сразу видно. У человека, который недавно из зоны, взгляд другой, внимательный, но слегка шальной. Вот и у Кутяка сейчас такой. Физиономия довольная. Сразу ясно, что вылазка прошла удачно. Точно. Сталкер сразу обратился к Костику. Мне бы с Гошей потолковать. Значит, Хабар при нем, хочет сбыть Караму. Даже ужинать не садится. Остальные-то сперва к карману заказали пожрать. Зараз. Кивнул Костик, повернулся и вышел в коридор, на ходу вытаскивая мобильник. Зато, когда вошел Демьян, я сразу понял, этому не пофартило нынче. Морда перекошена, уставился в пол. На Костика старается не глядеть, в дверях посторонился, пропуская. Демьян мужик бывалый, толковый. Вроде все знает, умеет, что положено. Но неудачливый, что ли? А может, слишком азартный? Я не раз замечал, как у него глаза загораются, когда чужой Хабар видит. Удача через чур азартных игроков только дразнит, а близко не подпускает. Ладно, кровней надо быть, спокойней, как я. Карман, мне бы, затянул Демьян. Садись, кивнул бармен, сейчас сделаем. Без слов понятно, денег у сталкера нет, но пару сосисок и пластиковый контейнер китайской лапши он получит. Ну и радионуклиды вывести из организма ему тоже помогут. Кстати, водка у Гоши в звезде всегда хорошая. Он сам дегустирует. Демьян кивнул и уныло поплелся за стол. Николка разобрался с инструментом и завел на пробу. Патроны АК на исходе Потерян с хабаном рюкзак Заглянул Костик, поманил кутика. Тот с готовностью кивнул, подхватил рюкзак и затопал к выходу. Значит, Гоша готов принять. Минуты позже потянулись Джордж и Катушкин. Карман утопал на кухню, там уже булькало и шипело. Гитара жалобно схлипнула над тяжелой долей сталкера. Слепой, а дальше как? Дальше я еще не сочинил, но вдруг пришла в голову идея. Я привстал и протянул руку. Дай. Николка с готовностью подал инструмент, и я выдал экспромтом. Бродяга к барьеру подходит, навстречу родимая мать. Спасибо, скажи контролеру, что мамку помог повидать. Спасибо, скажи контролеру, что мамку помог повидать. Нет, ты чего? Запротестовал Николка, отбирая гитару. Это не годится. Персонажу должно быть хреново факт. Но мать не годится, не надо на святое замахиваться. Подумай еще. А кого ж ему контролер покажет? Перекупщика, что ли? Возразил, входя Зорик. Невелика радость. Здорово, командировочные. Демьян тяжело вздохнул. Он давно на мели. И, кажется, успел испортить отношения с перекупщиками. Теми, кто держит точки в нашем секторе. Ему теперь что контролер, что перекупщик. Примерно одинаково. Сам виноват. Азарт нужно в узде держать. Вернулся Кутяк. Довольный. Сладилось у него с Карем быстро. Сталкер перехватил взгляд кармана и подмигнул. Сегодня гуляем. Бармен коротко кивнул. Ему известны вкусы любого завсегдатая. А ассортимент невелик. Так что карман хорошо знает, что кому. Кстати, о контролерах. Подал голос Катушкин. Слышали анекдот? Встречаются два контролера. Старый и молодой. Младший рассказывает. Я сижу на сталкерской тропе. Всех беру под контроль. Никто не проходит. Но вот как-то раз идет какой-то сталкер. Я его и этак, и так, и пугаю, и заманиваю, и всячески на него давлю. А он только в ухе мизинцем ковыряется. И говорит, развелось, мол, комаров. Пищат и пищат. Никак мне не удавалось его мозгом овладеть. Другой контролер. Сталкер ватники. Шапки-ушанки. Ага. Ну так это сталкер Петров. Он для нас, контролеров, неуязвим. Молодой. А почему? Старый. Так нет у Петрова мозгов. Пахихикали. Скрипнула дверь. Я думал, это Костик пригласит кого-нибудь на аудиенцию. Но заглянул сам Карый. Гоша не часто балует нас. Обычно он в бар не выходит. Торчит в кабинете, и охранники к нему нашего брата поодиночке приглашают. Демьян тут же скинулся. Гоша, я... Конечно, на прием его без хабара не пустят. А тут сталкер решил воспользоваться оказией и выпросить в долг. Покормить его карман покормит, слова не скажет. Но за постой платить надо. И снаряга для следующего рейса требуется. О таком кредите нужно особо говорить. Вот Демьян и засуетился. Не кипишуй. Гоша поднял ладонь. И Демьян замер, будто налетел на невидимую стену. Отступил на шаг. Сейчас потолкуем. Погоди. Слепой. Я удивился. Ведь не ради меня Карый сошел с Олимпа в зал к простым смертным. Слепой. Вот человек. У него разговор. Отнесись серьезно. Потом ко мне зайдешь. Гоша посторонился. И в зал вошел тощий долговязый мужчина. Рыжий. Одет как-то непривычно. Небогато, небедно. А непривычно. Куртка и брюки из толстой грубой ткани. Со множеством накладных карманов и карманчиков. В нашей дыре таких шмоток не носят. Мужчина огляделся, громко сказал «Добрый вечер» и направился ко мне. Я кивнул на свободный стул. Рыжий сел и протянул узкую ладонь. Дитрих Ван Демейер. Говорил он с легким акцентом. Но это я заметил не сразу. Вообще русский у него неплохой. Слепой. Я вас слушаю. Слепой. У Дитриха это прозвучало как «Слепоу». Странное имя. Однако к делу. Я представляю общественную организацию, заинтересованную в исследованиях на территории зоны. Я ученый и... Легальный доступ. Точно, мне нужен проводник. В общем-то, дело привычное. Время от времени появляются подобные типы. Тонкость в том, что обычно ученые действуют официальным путем. Тогда им обеспечена поддержка охранно-военных сталкеров. Изредка находятся и такие, кто избегает контактов с коллегами. Возможно, этот Ван Демейер один из них. Странно, что он обратился ко мне. Странно, что вообще пришел в звезду. У нас местечко не крутое. Легендарные герои обычно тусуются в других конюшнях. А этот почему-то хочет нанять сталкера из звездного десанта. Удивительное дело. Потому Гоша и заглянул лично, чтобы рекомендовать пришельца. Очень уж странным выглядит появление этого Ван Демейера. Проводник. Гоша с вами, конечно, обсудил общие вопросы. Гоша? Владелец гостиницы. Он вас сюда привел. А, господин Корчалин. Ого, настоящая фамилия Карова Корчалин. Но об этом мало кто знает. Не секрет. Просто фамилия его редко требуется. Только если на работу официально принимает и бумаги подписывает. Да, он вел меня в курс дела. Сказал, порекомендует лучшего проводника, снабдит необходимым оборудованием и прочее. Ван Демейер сделал неопределенный жест. Наверное, набросал ладонью в воздухе контуры прочего. Меня должно было подкупить почетное звание лучшего проводника. Ладно, идем дальше. Слепой. Э, взамен я должен кое-что сделать. Но господин Корчалин вам хотел сам рассказать. А почему вы не пользуетесь официальными каналами? Я же сказал, я представляю общественную организацию. Не правительственную. Вот как. Немного непривычно. Эта организация, ну скажем, скорее религиозная. Вам не следует беспокоиться. Мои полномочия здесь имеют силу. Вы получите легальный доступ за периметр в качестве моего ассистента. Можете пользоваться этой возможностью по собственному усмотрению. Гонорар, полученный официально, будет невелик, но... Я попросил уточнить. Рыжий назвал сумму. Немного, но легальный проход через блокпост сам по себе хорошая плата. Я подумал и сказал. Вандемейр, давайте на чистоту. Ваше предложение звучит заманчиво. Но опыт подсказывает мне. Обычно такое дело имеет какую-то особенность. Эээ... Негативную. Именно. Дело в том, что я серьезно болен. Неизлечимо болен. А-а-а... Чертик, сидящий у меня под языком, не мог упустить своей возможности. Понимаю, понимаю. Тяжелое детство, тяжелые наркотики. Вандемейр дернулся. Я с опозданием сообразил, что сморозил лишнее. Поэтому торопливо добавил. Извините. Ничего. Я знаю, как здесь относятся к моей болезни. Извините, Вандемейр, повторил я. Но я не знаю, что у вас за болезнь. СПИД. Синдром приобретенного иммунодефицита. Не подумайте плохого. Я работал в Африке. Шесть лет. По возвращении прошел тест. Ну и... Сам не знаю, когда и как это вышло. Но понимаете, там приходилось работать в довольно сложных условиях. Иногда делать хирургические операции без соблюдения всех мер предосторожности. Когда речь идет о жизни и смерти, и каждая минута может оказаться решающей. Словом, у меня СПИД. Я знаю, что здесь резко негативное отношение. В ходу всевозможные предрассудки. Но правда такова. Моя кровь для вас может оказаться ядом. Я говорю в переносном смысле. Но если какая-то ситуация, мы оба ранены. Поспешно помогаем друг другу. И во время перевязки. Любая царапина, капелька моей крови. И вы тоже. Я понял. Вандемейр уставился в сторону и добавил. Если вы откажетесь, я пойму. Это в самом деле есть серьезное опасение. Должно быть из-за волнения, его акцент прорезался сильней. И я сменил тему. Вы хорошо говорите по-русски. Я ведь работал в Африке, Сомали и Центрально-Африканская республика. Э? Что-то я не понимаю. Какая здесь связь? Там было много ваших. Военные консультанты, наемники. Вы не знали? Очень много людей отсюда. Приходилось контактировать с ними. В университете я изучал русский, как второй иностранный. Вандемейр улыбнулся. Знаете, наше университетское обучение русскому не дает реальных познаний. Разговорный язык совсем другой. Но я заговорил. Тут карман загремел посудой. Все задвигались. Ножки стульев заскребли по полу. Вандемейр, вы водку пьете? Рыжий улыбнулся еще шире. Господин слепой, я много общался с вашими соотечественниками. Карман выставил на стойку под носа стопками. Уважаемые постояльцы, ухмыляется. Нынче господин Кутяк предлагает всем выпить за его удачу. Мы подвалили к стойке и разобрали стопарики. За удачу, провозгласил счастливчик. За нее стоит выпить. Потом бармен выдал ему спецзаказ. Шашлычок, жареную картошечку. Горошек, зелень. Цвета которой я током не могу разобрать. Карман умеет сервировать так, что будьте нате. Даже дальтонник оценит. Но это оплачивается отдельно. Остальным обычный рацион. Сосиски, китайская лапша с приправами. Говорят, вредная она, но мне нравится. Или, может, я просто привык. Я прихватил порцию для иностранца и взял у кармана половинку. После того, как мы приняли по первой, заглянул Костик, поманил Демьяна, а мне бросил. Костик интересный парень со своими тараканами в голове. Собственно говоря, мы все тут слегка ненормальные. Костик отслужил несколько лет в неких особых частях. Где и кем именно, не знаю. Костик никогда не рассказывает. Но думаю, это была российская армия. Не знаю, с чего я так решил. Наверное, потому, что наш охранник – заядлый русофил. Себя считает русским и не любит хохлов. Но при этом разговаривает исключительно по-украински. Кстати, Костик прозвище. Фамилия его Костиков. Зовут Тарас. Но парень предпочитает кличку, потому что имя его хохлячее. Это сам он так говорит. Появился около года назад. Обратился к Гоше на счет работы. Не фиктивная, а по-настоящему. Что можешь, поинтересовался тогда Кары. Он как раз дегустировал вновь доставленную партию антинуклидной водочки и был на хорошей поддаче. Я эту историю отлично помню. При мне дело случилось. Но Костиков ответил. Любого можно побыты. Гоша, проверим. Костиков. Та хочешь зараз. Погодим до вечера, решил Гоша. Отметели ли Костика тогда крепко? Восьмером. Вернее, восьмером начали, заканчивали втроем. В те времена у Карова было восемь бойцов. Вот он и ждал вечера, чтобы ночная смена подвалила. Ну и велел, чтобы обе смены новичку испытания устроили. Пятерых Костик положил, пока его наконец свалили. Мне на это смотреть было горько. А Карому понравилось. Он Костика на работу взял. И из тех пятерых, что не сдюжили, четверых рассчитал. Выходное пособие выплатил, конечно, завидное. Мол, не серчайте, но сами видали, скольких новеньких здесь заменят. Бабок отвалил побольше, чтобы поправляли здоровье и новую работу искали без спешки. А Костик теперь охранник, на полном серьезе. Боец в неведомственной охране, удостоверение, все дела. Ему даже пистолет положен, травматический. Костик его баловством обозвал и ни разу при мне не использовал. С Дитриха мы посидели неплохо, но пить он не умеет, как выяснилось. Не знаю, чему его в Африке наши учили, но я только начал, а рыжего развезло. Он стал со слезой в голосе описывать, какие у него паршивые отношения с семьей. Фотки показывал. Тощая подтянутая баба и печальный мальчик. Рыженький малец, конопатый, в отца. Он любит меня, малыш, очень любит. Но жена считает, что я не должен появляться у них дома. У них? У нас, со вздохом поправился рыжий. Дом куплен на мои деньги. Я оплачиваю все, страховку, налог. Они не хотят меня видеть. Мои деньги им нравятся, а я нет. Плохой пример, малышу. Я отец, плохой пример. Эта болезнь делает меня изгоем. Слово мне стукнуло в голову, что мы с Дитрихом в чем-то схожи. Два больных человека, паре и в этом мире, созданном для здоровых. Я очень люблю жалеть себя, между прочим. Так что откровения пьяного доктора упали, словно зерна, в отлично удобренную почву. И мигом дали ростки. Я заказал вторую половинку, и к тому времени, как Костик пригласил меня к Араму, решение было принято. Я оставил Дитриха ронять пьяные слезы на фотографии родных и поплелся за Костиком на переговоры. По дороге видел Демьяна. Должно быть, Гоша увеличил кредит. Но условия выставил пожестче. Во всяком случае, я не заметил, чтобы сталкер был доволен. Впрочем, не мое дело. Воротила гостиничного бизнеса нынче тоже не терял времени понапрасну. И традиционной дегустацией занимался достаточно плодотворно. Костик постучал, бросил. Слипый тут. Давай, велел изнутри Гоша. Костик посторонился и кивнул. Кары нынче дегустировал под шашлычок. Стало быть, карман исполняя заказку тяка, и шеф усварганил порцию. Ну, как тебе, профессор? Коша сразу перешел к делу. Он называет меня господин слепой. Это очень трогательно. Это значит да, или это значит нет? Это значит да, если... Что если? Ну почему я из тебя по слову тяну? Говори, что не так. Работа не пыльная, клевент вежливый, обходительный, ну... А что за дополнительное условие? Мне Вендемейр сказал, что имеется дополнительное условие. А-а-а... Гоша успокоился. Так тебя это волнует. Ничего серьезного. Нет, в самом деле, очень простые дельцы. Вообще-то, я не люблю простых этих дельцев. Когда говорят простые дельцы, непременно, в конце концов, обнаруживается подвох. Но сейчас меня ждали едва начатая половинка и обходительный иностранец. Брат, по духу. Слово мне ответил. Если в самом деле простое, то я соглашусь. Я заказал химику сборку. Нужно встретиться с ним у сорняка, взять товар и принести мне. Тебе даже платить не надо. Я по своим каналам рассчитаю с сорняком, а он надаст химику. В общем, не твоя печаль. Ты только сборку мне принеси. Вы с профом периметры легко перейдете, а мне одной головной болью меньше. Сборками называют сочетание артефактов, обладающие уникальными свойствами. Изготовление сборок – дело непростое, требует немалого навыка. И не побоюсь этого слова определенного таланта. Химика я немного знал. Этот сталкер – большой мастак по сборкам и подобным фокусам. За что, по-моему, и прозвище получил. Нормальный мужик, хотя осторожный чересчур. И порядком себе на уме. Но с ним можно иметь дело. Это срочно. Слепой. Говорю же тебе, никаких подвохов. Неделя сроку, если хочешь. А если профессор пожелает надолго в зоне зависнуть, так хоть две недели. Я не тороплю. Дальше ты сам не захочешь там торчать, верно? Химик подвалит вовремя. Это я сорняком решу. Ну, лады. Гоша вытащил из-за стола вторую стопку и налил. Давай-ка за удачу. За удачу никогда не отказываюсь. Это принцип. Когда я вернулся в зал, Вандемер уже клевал носом. Увидев меня, встрепенулся и придирчиво оглядел свой стакан. Продолжим, объявил я. Господин Корчалин озвучил дополнительные условия. День или два вам придется потерять. Это ничего. Вдобавок к акценту пьяный Дитрих начал заикаться. Я в это время приведу в порядок мои результаты. Кстати, что за исследования вы будете проводить? Это довольно сложно, об, об. Объяснить всегда сложно, если пить не умеешь. Давайте лучше за удачу. Доброй нам зоны. В конце концов, Костик помог мне доставить Вандемера в его номер. Дитрих пребывал в прекрасном расположении духа, был рад всему, что попадалось на глаза. Балдел от Николкиных куплетов, но переставлять ноги самостоятельно не мог. Костик даже прикрикнул пару раз. Та шо ти липнеш де мене, як той пидор? Шагай собі. Надеюсь, Вандемер его просто не понял. Как относится к его болезні, он прекрасно знает. О работе моего будущего напарника мы поговорили утром. На всякий случай я по пути в бар зашел за Вандемером. Бедняге было так плохо, что я в самом деле усомнился, с русским ли он встречался в своей Африке. Или это были какие-то самозванцы, которые русскими только притворялись. Настоящий, его бы научили пить. Но как бы там ни было, минералка, которую я предусмотрительно прихватил, оказалась более чем кстати. Вандемер высосал треть баллона и только потом сумел просипеть слова благодарности. Я предложил ему одеться и спуститься со мной в бар. По кофейку, мол. Большинство наших предпочитает энергетик. Дейскать, в нем тоже кофеин содержится. Но я все-таки пью по утрам кофе. Это что-то вроде традиции. Мне заспанный карман сварил кофе. А Вандемер попросил нон-стоп. Наш бармен и тут не сплоховал. Продемонстрировал высокому гостю навыки. Излег откуда-то из-под стойки высокий бокал. Влил из баночки энергетик. Жестом профессионального фокусника присовокупил дольку лимона. И этаким особенно элегантным движением выставил перед ученым. Не знаю, произвел ли карман впечатление. Вандемера мучила жажда. Так что он быстро схватил бокал и тут же наполовину осушил. Но мне это представление понравилось. Я пару раз сдвинул ладони, чтобы изобразить бурные аплодисменты. Взял свой кофе и мы отправились в угол за мой любимый столик. Когда Дитрих слегка очухался, я напомнил, что он вчера собирался рассказать о своем заказчике. В какой области вы проводите исследования? Чем заниматься-то будем? Ну, эээ, с числением ангелов, пробубнил Вандемер и с тревогой глянул на мое лицо. Врубаюсь ли? На острие иглы я не ударил в грязь лицом, продемонстрировал похвальное владение предметом. Вроде того, трезвый Вандемер говорил чисто, почти без акцента, но очень уж уныло. Похоже, беседа о предстоящей работе не доставляла ему удовольствия. Организация, которая меня наняла, называется «Взыскующие слова». Это религиозная группа, что-то вроде «Свидетели иеговы». Нет, «Свидетели попса». Он так и сказал, попса. А «Взыскующие» выглядят более респектабельно, у них как-то солиднее, что ли, и работают не с массовым слушателем. Не то, чтобы это была какая-то закрытая ложа. Но, словом, они обычно обрабатывают людей с положением и стараются, чтобы участие в их организации выглядело привлекательно, элитарно. Благодаря такой тактике взыскующие обзаводятся высокими покровителями. Ага, понятно. Я за модой не слежу, поэтому о взыскующих не слыхал. Да и они мной не интересуются. А вот был бы я генералом или миллионером. Вообще их название от фразы «Вначале было слово» и «Слово было Бог». Вот этого слова они взыскуют, понимаете? Ну ладно, мне это ни к чему, каждый забавляется как умеет. А конкретно, что вас интересует в зоне? Есть такой анекдот. Идет по улице Сталкер Петров, подлетают к нему свидетели иеговы. Господь говорит с нами, Господь говорит с нами. Услыши ты его голос в своей душе. Господь говорит со всеми. Петров им в ответ, а вы его гранатой попробуйте. С контролерами это первое дело. Большинство анекдотов про Сталкера Петрова не смешные, зато верно ухватывают суть. Я сам придумал несколько штук, и они вполне успешно гуляют по зоне. А Ван Демейр задумался. Наконец, медленно подбирая слова, начал. Вы, конечно, знаете теорию о происхождении зоны. Прокол в континууме, прорыв наосферы. Слышал. Еще бы, об этом все слышали. Так вот, взыскующие полагают, что наосфера – это проявление Господа, Святой Дух. В таком случае, наиболее характерные мутанты зоны несут осязаемые частички его. То есть, они что-то вроде ангелов. Характерные мутанты. Неплохо звучит. Ничего себе. Нет, нет, не подумайте. Я не разделяю этих убеждений. Я не адепт. Я наемный работник. Платят взыскующие неплохо. К тому же, они оформляют отличные страховки. Поскольку работа в зоне – большой риск. Вы, наверное, даже не представляете, насколько большой. Ван Демейр, ваши взыскующие – неоригинальные. В среде сталкеров большой популярностью пользуется теория, что зона – прорыв инферно в наш мир. А всякие кровососы, полтергейсты и контролеры – это бесы, понимаете? Не ангелы, а бесы. Взыскующие хорошо платят. Этой фразой Ван Демейр подвел итог нашему так и не состоявшемуся религиозному диспуту. Итог закономерный. И, кстати, он меня вполне устроил. Дальше разговор пошел более конкретный. Речь идет о следующем – пси-излучение, ментальное воздействие и тому подобные штуки. Это не то, чтобы фикция, но во всяком случае больше теория, чем практика. Если нет специального оборудования, то измерению и контролю поддаются только электромагнитные колебания. Институт, который финансирует взыскующие, уже несколько лет занимается сбором и классификацией статистики. Пока что выводы таковы. Любому так называемому пси-воздействию соответствуют определенные электромагнитные колебания. Я не возьмусь утверждать, что пси-профанация. Возможно, электромагнитные возмущения – лишь побочный эффект. Но не менее вероятное и обратное – вот это мне предстоит проверить. Не является ли пси-эффект реакции организма на электромагнитные возмущения? Погодите, Ван Демейр, а при чем здесь ангелы? Потому что эксперименты я смогу провести только непосредственно в близости от мутантов, обладающих пси-возможностями. Полтергейсты, бюреры, контролеры. Ну да вы лучше меня знаете. Знаю, в основном теоретически. И никогда не стремился проверить свои знания на практике. Эти ангелочки зоны – такая сволочь. Меня как-то не тянет знакомиться с контролерами поближе. Пси-воздействия измерению не поддаются. А я слышал – поддаются. Мои наниматели не уверены, что сообщения о работе с пси соответствуют действительности. Не забывайте, они не совсем ученые. У них иной подход. Честно говоря, они попросту не располагают необходимым оборудованием, чтобы работать с пси. Потому и пошли иным путем и изучают то, что могут. От бедности, значит. Ну, на гонорары и страховку у них средств достаточно. Остальное меня не волнует. Я просто выполняю работу, за которую платят. Святые мутанты. Впрочем, если за этот бред платят, то почему бы и нет. После 12-ти мы отправились в управу оформлять бумаги. Нам выдали временные удостоверения. Комплект ТНЗ, Макаровы. По паре обоим нарыло. Кроме того, Дитриха снабдили полным набором барахла, какой таскает ученые. А на следующее утро мы загрузились в армейский джип, и унылый, непрерывно зевающий эфрейтор повез нас к периметру. Ван Демейр облачился в оранжевый защитный комбез, а я его персональный сусанин в привычные шмотки. Потом мы двинули от блокпоста по отчетливо выделяющейся тропе вглубь зоны. И меня все время подмывало обернуться. Очень уж неуютное чувство, когда солдатики глядят тебе в спину. И поглаживают автоматы, я же знаю, что поглаживают. Дитриху этого чувства не понять, ему-то небось парни с блокпоста представляются друзьями и союзниками. Пока мы шагали по тропе, Ван Демейр рассказывал о предстоящих опытах. У него имеются результаты статистических выкладок и кое-каких лабораторных экспериментов. Какой сигнал может привлечь зверя, а какой напротив отпугнуть. Мне трудно вообразить, что-то способное отпугнуть, к примеру, кабана. Скотина тупая, прет на пролом. Кабан неудержим. Или, к примеру, голодный кровосос. Эта тварь умная, хитрая, но какой сигнал ее обманет? Не отпугнуть, поправился Ван Демейр. Я не точно выразился. Радиосигнал сообщит кабану и кровососу, что там, где находимся мы, ничего нет. Слепое пятно, понимаете? Я понимал. Из-за болезни я знаю об устройстве глаза несколько больше, чем обычный здоровый человек. Там, где зрительный нерв подключен к сетчатке, отсутствуют чувствительные элементы. Этой точкой глаз сигнала не воспринимает. Но расположены слепые пятна так, что мы их не замечаем, поскольку зримая область второго глаза перекрывает слепое пятно первого. Французский король Людовик XIV играл со слепым пятном. Закрывал один глаз и видел придворных, как будто у них нет головы. И интересно, как можно имитировать королевскую забаву при помощи радиоволн. Потом, когда мы удалились от периметра, я велел Ван Демейру сосредоточиться и беспрекословно следовать моим приказам. Мол, пока я не добрался до тайника со снарягой, мы в серьезной опасности. Дитрих заткнулся. Однако, когда мы обходили кабанчика, играющего в кустах, он точно что-то включил. Провел, значит, первые полевые испытания. Я не стал спрашивать, какой сигнал он запустил. Может, дал знать скотине, что мы две аппетитные сексуальные свинки, или что мы много вкусненького. Впрочем, не буду повторяться, финал этой истории вы знаете. Кабанчик сделался жертвой науки, а мы с Ван Демейром засели на дереве в нескольких десятках метров от пирующей своры. Невидимые для псов, будто голова придворного для изобретательного короля Людовика. Дитрих забавлялся с приборчиком, собаки чавкали так, что даже в нашем гнездышке было слыхать. Я задремал под их заунывное «О-хо-хо». Когда спишь на дереве, расположившись в не слишком надежном гнездышке, а под боком питается стая слепых псов, сон некрепок. Я то погружался за бытье, то встрепенувшись, прислушивался к завываниям мутантов. Дитрих все так же деловито трещал клавиатуркой своего шикарного ПДА. Экранчик в руках ученого светился холодным сиянием. Наконец, я не выдержал. Вандемейр, вы прямо доктор Павлов. Что? Как вы говорите? Я говорю, вам бы не мешало поспать. Утром мы отсюда свалим, и вы мне понадобитесь бодрым и веселым. Свалим? Ах, я понял, понял. Да, утром. Утром, ага, часов через... Я заглянул ученому через плечо, чтобы разглядеть время в его ПДА. Через шесть. Поспите немного, что ли? Я уже заканчиваю. А как мы будем сваливать? Ну как, вы своим прибором нас прикроете. Собаки под утро нажрутся, станут сытыми и ленивыми. Нет, это не выйдет. Когда мы станем спускаться, стая услышит. Не беда. Я в самом деле был не слишком разочарован. Мы подождем, пока кто-то пойдет по тропе. Тропа ведь рядом. Поспите, Вандемейр. Потом я снова отрубился, а проснулся, наверное, от того, что смог с трех от клавиш. С рассветом округу затянуло туманом. Все окрасилось в мой любимый серый цвет, и при такой видимости я решил не торопиться с выступлением. От долгого сидения на ветках ноги затекли, и я, как не вертелся, никак не удавалось размяться как следует. То есть подвижность наша будет ограничена, и если собаки решат взяться за нас всерьез, быть беде. Вандемейр проснулся, мы попили кофе из термоса, пожевали галет. Собаки притихли, но Дитрих утверждал, что стая на месте. Вот уши кабанчика. Хотя слепые псы прожорливы, съесть такую гору мяса за ночь они должны были. Так что и уходить тварям незачем. Я кое-как приподнялся на шатком на стиле, исправил нужду. Собаки подали голос, но на глаза не показывались. Время шло. Туман стал подниматься. Вандемейр тоже решил облегчиться. И тут-то стая заинтересовалась нами по-настоящему. Первыми появились взрослые самцы. Забегали под деревом, вынюхивая новые запахи. Еще бы, охранять охотничью территорию – это задача взрослых мужчин. А мы с Дитрихом как-никак помочились на дерево, пометили территорию стаи. А еще я подумал – слепые псы не бывают дальтониками, они не братья мне. Подул ветерок, туман пошел мутными волнами. Я заметил, что собачьи животы тяжело оттопыриваются и слегка раскачиваются в такт бегу. Звери нажрались до отвала, стало быть, резвости у них поубавится. Потом подтянули самки и щенки. Вели себя собаки неуверенно, подбывали. Трусили вокруг, между мокрых стволов, то пропадали в тумане, то выныривали снова. «Чьего мы ждем?» – спросил Рыжий. Он уже держал на готове пистолет, и акцент выдавал волнение. Дитриху уже хотелось пострелять. Я выпростал из-под полы МП-5, прятал от влаги. На всякий случай вытер рукавом. «Мы ждем движения на тропе», – ответил я. «Вы назвали меня ночью доктором Павловым. Что это значит?» Ну, знаменитый ученый доктор Павлов изучал условный рефлекс на примере выделения у собачек желудочного сока. Кормил собак и давал разные сигналы. Вот и вы. Я не успел закончить, а Дитрих вдруг привстал, перехватил кисть с оружием второй рукой и начал палить по собакам. Первого самца он прикончил с одного выстрела, затем стая подняла гвалт. Псы заметались в сером тумане. Начали нарезать свои привычные круги. «Вандемейр, вы сволочь!» «Теперь они нас точно видят». «Это ничего!» «Я все равно должен отключить прибор!» И этот тип преспокойно потянулся к ветвям ярусом выше, где вечером укрепил антенну. Собаки бесились и завывали внизу, а Вандемейр неспеша укладывал свой железякий футлярчики и сматывал провода аккуратными колечками. «Конечно, ему нужно время, чтобы уложиться. То есть рыжий должен был начать собираться раньше, чем к нам по сталкерской тропе подоспеет подкрепление. Значит, рано или поздно стая все равно должна была нас обнаружить. Но меня-то можно было предупредить. В конце концов, я бы тоже подстрелил собачку. А теперь, когда они носятся, стрелять сложнее, и я не стал тратить патроны. Считая щенков, достаточно подросших, чтобы кусаться, в стае было десятка три голов. Слишком много, чтобы спускаться к ним, так что оставалось ждать, пока на тропе объявятся прохожие. Вандемейр выпустил оставшиеся патроны и, должно быть, был удовлетворен. Во всяком случае, он спокойно перезарядил макаров и неспешно снарядил обойму. Собакам тоже надоело кружить под деревом. Они сообразили, что достать нас не смогут и расположились в кустах поблизости. Время от времени кто-то из молодых псов деловито пробегал под деревом. Со всех сторон несли завывание. Но свора насытилась за ночь и большой активности не проявляла. Наконец мой ПДА писком известил. Приближается кавалерия. Я глянул на экранчик. Двое. Светящиеся точки выплали из-за края дисплея. Потом скорость их упала. Парни, разумеется, слышали наших собачек. Сейчас они достали оружие и идут медленно, берут на прицел подозрительные заросли и страхуют друг друга. Собаки заинтересовались вновь прибывшими. Стаев снова забегала. Но круги, которые выписывали псы, постепенно уводили собачек к тропе. Самки с малышней двигались, как обычно, в арергарде. Их-то мы накрыли первым залпом. Наше показное бездействие усыпило бдительно сук и мы подстрелили парочку. Потом собаки сообразили и увели щенков заросли. Но прежде чем мы открыли огонь, выстрелы раздались на тропе. Сперва скупые, одиночные, потом гуще, более нервно. Вот загрохотал калашников, разом перекрывая треск пистолета. Парень слишком спешит. Я по себе знаю, когда слепые псы выписывают свои петли, подбираю все ближе. Начинаешь волноваться. Мы скинули рюкзаки, спустились сами. По очереди подхватили ношу. Первым я, пока мутанты не опомнились. Потом Дитрих. Несколько молодых псов кинулись к нам, пока рыжий неуклюже вдевал в лямки руки, толстые за рукавов оранжевого комбеза. Но я встретил зверей короткими очередями. Не завалил ни одного, но парочку ранил. Это остудило пыл молодняка. Как только Дитрих был готов, мы кинулись к тропе. Я еще несколько раз выстрелил, не надеясь попасть. А чтобы дать знать ребятам на тропе, что мы приближаемся. Не то засадят, чего доброго по зарослям, навстречу шуму. Когда мы выскочили из-за кустов, псы уже наседали на пару сталкеров. Бестии будто знали, едва в автоматчика вышли патроны, кинулись рыжей волной. Сухие щелчки Макарова потонули в хриплом лае. На сталкера с калашом прыгнули два самца. Матерые, тяжелые, после ночной трапезы. С ног не сбили, но парень выронил рожок. Его напарник не растерялся, выпустил остатки обоймы в упор, сбил одного пса. Тут и я длинно засадил под ноги ребятам. Я же знал, что псы кинутся за вожаками. И верно. Вся очередь хорошо легла в мешанину красно-коричневого визжащего мяса. Псы с визгом рванулись прочь, рассыпаясь в разные стороны. Автоматчик рванулся, стряхнул самца и даже успел садануть улепетывающего пса прикладом. Ван Демейр выпустил вслед вожаку две пули, промазал. Вой стал удаляться и, наконец, тих. Должно быть, собаки разом вспомнили, что еще кабан не доеден. Мы оглядели друг друга. Я этих сталкеров не знал, оба молодые, должно быть новички. Правда, экипировка у обоих не пижонская правильная и сидит ладно. Автоматчик поспешно подобрал рожок и щелчком вставил. — Ну, вы вовремя, — покачал головой другой. — Я уж думал, все сожрут сейчас. Как налетели? — Может, пойдем вместе, — предложил тот, что с калашом. — Вы сейчас куда? — Пока по тропе, — заметил я. Меня слепым зовут. А я Коржик. Это мерзляк. Мы на свалку хотели. — Ван Демейр, — назвался рыжий. И глянул на меня. Он же не знал, по дороге нам или нет. Я осмотрел дохлых псов. У обоих хвосты были куция, изъеденные какими-то мутантскими болезнями. Вообще-то хвосты псов имеют какую-то цену, но нам не повезло. Эти выглядели очень уж паршиво. Пока можно вместе. Я двинул по тропе. Остальные тоже потянулись. Коржик рядом со мной, за ним мерзляк. Дитрих оказался последним. — Ну, мы до свалки не дойдем. Свернем к сундуку. — Почему? Вдруг запротестовал Дитрих. Я слышал, свалка — интересное место. — Потому что у нас первая охотка. Для начала вам хватит и собачек. К тому же в сундуке у нас встреча. Вы не забыли. Но свалка! Там слишком сейчас людно. Вам не удастся поэкспериментировать с власть. Дитрих, давайте не будем спорить. К зоне нужно привыкать постепенно. Ребята, которых мы отбили у своры, помалкивали. В общем-то, картина была понятна. Ученый в оранжевом комбезе блажит и капризничает. Опытный матерый сталкер, то есть я. Его осторожно наставляет. Классика. Мы миновали развалины с моим тайником. Угольщик с молчаливым коленом уже свалили. Еще бы! Им-то чего ждать, их собаки не тревожили. Потом тропа стала пожиже. Отсюда сталкеры, те, кто пришел через блокпост, уже разбредались по своим маршрутам. Конечно, к свалке тянулись многие, но здесь дорога стала опасней. Аномалии встречались чаще. ПДА то и дело попискивали, предупреждая об опасности. Разговор не ладился. Молодые помалкивали. Я урывками объяснял Ван Демейру, что на свалке он не встретит своих ангелов, потому что место людное. Дело в том, что я не собирался заводить Дитриха далеко. Решил ограничиться южными окраинами свалки. Там безопасней, там ноги пасутся. Конечно, где люди, там и зверье кормится. Но больше тупые твари, слепые псы да псевдоплоти. И те, и другие на помойках рыться не брезгуют. Да и мертвичинку любят. А интересующие нас элитные мутанты чаще встречаются за барьером или, к примеру, в Темной долине. Только в этот раз я к барьеру не пойду. Пока наш первый выход ограничится сундуком. Туман поднялся и рассеялся. Но небо было затянуто тучами. Это часто бывает в зоне. Серое небо над серой землей. И никаких светофоров. Ветерок завывает в кронах тополей, будто насвистывает недобрую песню. Рай для настоящих мужчин, 8% которых составляют дальтоники. Наконец, подстрек от детектора, мы выбрались на асфальтовую дорогу. Растрескавшееся, изломанное полотно заметно дышало. Воздух дрожал. Аномалии были хорошо видны. Даже болтов кидать не надо. Обогнули опасный участок и вышли к перекрестку. Здесь коржику с мерзляком предстояло свернуть на грунтовую колею, которая вела к свалке. А мы с Вандемейром могли с комфортом двигать по асфальту. Сундук, заведение, принадлежащее сорняку, находилось в заброшенном поселке. Куда и вела старая дорога. Ребята трогательно поблагодарили нас за помощь. А мы с Дитрихом скромно покивали. Не объяснять же парням, что это мы как раз и приманили собачек. Пожелали друг другу доброй зоны и разошлись. Когда мы остались вдвоем, я тут же приступил к расспросам. Меня до чертиков заинтересовал прибор Рыжего. Если в самом деле удастся укрываться в таком слепом пятне от твари зоны, то деятельность взыскующих может обернуться весьма любопытными достижениями. Кстати, это вполне объясняет интерес Гоши Карова к работе Дитриха. Но Вандемер меня разочаровал. Увы, слепой, пока что мне сказать нечего. Нужно обработать результаты, все серьезно проанализировать. Погодите, но мы же укрывались на дереве, верно? И псы нами не интересовались. У меня нет статистики со сходными случаями. Ученый пожал надутыми оранжевыми плечами комбеза. Не исключено, обоняние псов устроено так, что они не чуют того, кто выше. Вы знаете случай, когда кто-то переждал бы приближение стаи на дереве? Может, это нормальная ситуация? Нет, пожалуй, ни о чем подобном я не слыхал. Но когда вы отключили машинку, или когда мы отлили. Кстати, ветер под утро сменил направление. Вы не обратили внимания? Возможно, все дело в ветре. Сытые псы не слишком принюхивались, пока не подуло нашими... Эээ... А ведь верно, ветер в самом деле менялся. Понял, понял. Вандемер, я разочарован. Такова жизнь. Далеко еще до этого вашего сундука. Дитрих несколько преувеличил. Сундук вовсе не мой, а сорняка. А жалко. Славное местечко. Я бы не возражал, чтобы оно принадлежало мне. Полчаса, час. Смотря как будет выглядеть дорога. Тут мы ПДА снова издал стрекот. Предупреждая об очередной аномалии. Разговор прервался. Я шел первым, поглядывая то на монитор ПДА, то по сторонам. Дитрих шагал следом. Ничего интересного нам не попалось. Путь к сундуку битое место. Дорога часто пользуется. Здесь многие ходят и даже ездят. В обочины валяется грязное тряпье. Рваные упаковки из-под галет. Тронутые ржавчиной консервные банки. Кости тоже попадаются. Зато зверей здесь не видно. Мутантов давно распугали гости сорняка. Единственным моим трофеем стала обойма Макарова с двумя патронами. Не знаю, почему ее выкинули в кустах у обочины. Возможно, патрон перекошен. На всякий случай я сунул находку в накладной кармашек над коленом. После разберусь. А потом мы перевалили очередной бугор и открылся вид на округу. Впереди уже был поселок, где обосновался сорняк. Тут, наконец, дымка над головой разошлась, сделалась светлей. Но красок не прибавилось. Пейзаж оставался тусклым и серым. Вечная осень. Поселок давно лежал в руинах. Но большое административное здание сохранилось вполне неплохо. Его-то и занял сорняк. Я уже бывал здесь и знал, что позади двухэтажного строения имеется двор с гаражами. Впустили нас без вопросов. Сундук для того и существует, чтобы гостей принимать. Я не знал, кому следует обращаться по поводу Гошиных дел. Но охранник сам вспомнил. Ты что ли слепой? Химик скоро будет. Заходите и располагайтесь. Я его не помнил. Но, казалось, парня предупредили, что явится человек на пару с ученым в красивом комбезе. Прикид Ван Демейера достаточно хороший ориентир. Мне бы еще с бородой потолковать. Он в гараже. Там долговцы с каким-то заказом. Мы с Дитрихом вышли во двор. Из долговцев здесь торчал лишь один. Вытирал тряпьем стекла внедорожника. Я пошел в гараж. Ван Демейер топал следом. Я бы велел ему идти в местный бар. Но с чего-то решил не оставлять его без присмотра. Как в воду глядел. Словом, ученый пошел за мной. Гараж пустовал. Только железки на грязном полу. Ржавые и вымазанные маслом вперемешку. Борода сидел за массивным столом в углу. Ярко освещенный несколькими лампами. Перед ним на столе громоздился всевозможный хлам. Причудливые железяки, микросхемы, мотки проводов и какие-то пластиковые штучки. Словом, тот самый ссор, из которого технический гений Бороды кует шедевры. Борода, привет. У меня спецзаказ. Я сделал открытие, но если возьмешь на себя грязную работу, патент заявим на двоих. Ладно, ладно. Анекдоты потом не расскажешь. Это срочно. Неожиданно подал голос Ван Демейр. Нужно делать очень быстро. Да вот сейчас закончу. Борода подхватил неопрятный комму грязи, с которого свисали разноцветные провода, и целеустремленно прошел мимо меня. Когда он в процессе, то делается неудержимым, поэтому я просто посторонился. Сейчас, сейчас. Мы с Дитрихом вышли следом. Механик шагал в долговской машине. Парень, вытиравшись стекла, обернулся к бороде и промокнул руки. Держи. Борода сунул ему прибор. Можешь попробовать поставить, но без меня не включай. Сейчас второй будет. Оба сразу хочу испытать. Эньет, вдруг заявил Дитрих. У нас срочная рабьета. Ну и что? Долговец обернулся к Рыжему. Парень был крупный, массивный, и из-за тяжелой амуниции казался еще больше. Дитрих рядом с ним смотрелся несолидно. Сперва наш заказ! Прокукарекал Ван Демейер. Долговец неторопливо передвинул автомат так, что был под рукой, и смерил ученого насмешливым взглядом. Рыжий шагнул к нему и сжал кулаки. Я растерялся. Долговец напрягся. Неприятности мчались к нам со скоростью урагана, так что думать было некогда. Я действовал автоматически. Левой рукой ухватил рыжего за оранжевый складки на спине и рывком отшвырнул от сталкера. А когда тот машинально двинул корпус вперед, уткнулся носом в мою гадюку. Стало очень тихо, только борода сопела. Да Дитрих шуршал комбинезоном в моем кулаке. — Извини, — сказал я, стараясь, чтобы голос не дрожал. — Конечно, ваш заказ первым, а мы подождем. Мой напарник неправ. Долго взглядел на меня, и я чувствовал, что он сейчас мучительно размышляет, как поступить. Вандемейр сделал раз в десять больше того, за что следует мочить. Я тоже оскорбил парня, наведя на него оружие. И где-то в сундуке его друзья, суровые парни из долга. С одной стороны соратники, поддержка. А с другой неизвестно, видят ли долговцы нас. С третьей стороны неизвестно, что лучше, если видят или нет. Сталкер потеряет лицо, если проглотит оскорбление. А ежели никто не знает, то как бы ничего и не случилось, и он может принять мои извинения. Кроме нас во дворе были люди сорняка, но в эту сторону никто не глядел. За воротами затарахтел двигатель. Охранники налегли на створки. Из здания вышел еще один долговец, увидел нашу живописную компанию и тут же взялся за кабуру. Парень из долга отвел взгляд от автоматного дула и посмотрел мне в глаза. В этот момент ворота распахнулись, и во двор, держа курс точно в нашу сторону, въехало чудо-юдо. Бронированный вездеход с колпаком темного стекла впереди и башенкой в кормовой части, длинный корпус покачивался на трех парах широких колес. Называлось чудо техники малышом. А принадлежало химику и его напарнику, пригоршне, тем самым сталкерам, что должны были передать сборку для Карова. Мотор умолк, слязгом отъехала дверца, и из чрева броневика возник пригоршня, крупный улыбчивый блондин. «Здорово, слепой! А у вас тут чего, веселуха какая-то?» В руках сталкера был калаш, обратился он ко мне. В общем, долговец, которого я держал на мушке, принял правильное решение. «Ладно, бывает». «Извини», – еще раз повторил я, опуская МП-5. «В самом деле, мой ученый не прав, новенький он, понимаешь». «Конечно, сперва ваш заказ, а мы подождем». «Привет, Никита!» «Никитой зовут пригоршню». «Да я сейчас, я скоро», – забубнил борода, пятясь к своей берлоге. «Он, как и я, не любит игр в крутых парней. Все сделаем, все в лучшем виде». «Чего тут?» – окликнул с крыльца второй долговец. Первый направился к нему, показывая агрегат, который получил от бороды. «Не знаю, что он там приятелю расскажет о нас. Надеюсь, что конфликт все же исчерпан. Очень я не люблю всякого такого. Я же человек тихий, мирный. Знал бы, прихватил из тайничка у тропы не гадюку, а калашников. Он куда лучше способствует мирному решению вопросов». «Опасные мутанты, анархисты и бандиты не остановят долг, когда за долгом гонится сталкер Петров», – прокомментировал ситуацию пригоршня. «В другой ситуации я бы обрадовался. Этот слоган, пародирующий долговские речевки, придумал я. Мои слова ушли в народ». Только теперь из малыша выглянул химик. Осторожно выглянул, с Макаровым. Оглядел двор, удостоверился, что все тихо, и опустил ствол. «Вы чего тут буяните, пригоршня? Ты-то чего лезешь?» «Привет, слепой». «Привет, знаешь анекдот. Приболтали долговцы сталкера Петрова. Вступай, мол, к нам». «А чего у вас надо делать?» «Мутантов уничтожать». Вот ступил Петров в долг и первым делом зеркало в уборной расстрелял. «Там, говорит, у вас очень страшный мутант». Химик ухмыльнулся, но я видел, что краем глаза он наблюдает за бойцами долга. «А долговцы ему что?» «Да, говорят, есть такое дело. Сидит там один мудаковатый монстр, но мы его терпим». «Сборка готова». «Ну, почти. Осталось проверить и заберешь». «Ладно, у меня еще заказик для бороды есть. Так что мы до завтра зависнем здесь, а потом на Большую Землю. Вы с Никитой как?» «Да мы не торопимся». «Слепой, ты попутный груз возьмешь?» «Если немного, возьму». «Слепой, не могли бы вы отпустить мой комбинезон?» Наконец подал голос Дитрих. Я только тут сообразил, что крепко стискиваю в оранжевой складке на его спине. «Вы сволочь, Ван Демейр, зона дери, какая вы сволочь». Я, поволок Дитриха в сундук, при этом поглядывал, чтобы не встретиться ненароком с долговцами. Сорняку было некогда. Он велел нас накормить за счет заведения и предоставить комнату. Я выбрал помещение на втором этаже с окнами, выходящими во двор, и не позволял Ван Демейру высовывать нос за дверь до тех пор, пока долговский джип не убрался. После этого мы спустились обедать. Химик уже сидел в зале, баюкал бутылку пива. «Борода свободен, вас ждет», – кивнул он. Мой ученый помалкивал, видно, понимал, что виноват. Я даже не стал себя утруждать расспросами, какого рожна он затеял за варуху. Чтобы рыжий не наплел в ответ, я точно знал, разумного объяснения его выходки не существует и существовать не может. Точка. После обеда мы сходили в гараж, я обрисовал свою идею Бороде. Гениальнейший механик зоны в восторг не пришел, хотя я считал, что изобрел отличную штуку. Наверное, Борода мне просто завидовал, а может не понимал, что за идею я подаю. Ему-то не приходится мотаться через периметр. К тому же механик упирал на то, что идеи мои замечательны, но воплощать-то ему, и тут есть определенные трудности. В общем, разговор плавно смещался к обсуждению цены, и я решил отличь собеседника. Есть такой анекдот, завел я. Предлагают сталкеру Петрову американский штурмовый комплекс с сервоприводами, лазерным прицелом, оптической системой, которые, знаешь, есть такие, с глазом совмещают. Одних гранатометов три штуки. А Петров отвечает, баловство. Приклад хлипковат, тут и вдарить по-человечески нечем. Понял, это я про тебя, Борода. Нужно идти в ногу с прогрессом. Хватит уже лупить прикладом, если с другой стороны имеется отличный огнестрельный ствол. Короче, коли ты сделаешь такой чемоданчик, как мне требуется, слава тебе прогремить до самого Лиманска. Ну, это же вызов твоему техническому гению. Борода стал заводить глаза к тонущему мраке перекрытием гаража. Потом полез ковыряться в дремучей джунгли на лице, которым был обязан прозвищем. В гараж заглянул химик и показал мне туго набитый рюкзачок. Вот это нужно перебросить. Видишь, совсем ничего. Ого! Чего огокаешь? В другой руке у Андрея была бутылка, и он отхлебнул пиво. Это же немного. На себе такое немного переть. Почему на себе? Мы вас подкинем на малыше. Вообще-то именно на это и намекал. Очень уж не хотелось тащиться пешком. К тому же Ван Де Мейер проявил нездоровую склонность к конфликтам, а присутствие пригорошни, вот как накануне во дворе, могло помочь установлению мира. Никита парень крупный, к тому же в малыше смонтирована пулеметная турель. Нет, бы сделали двойное дно, как все нормальные люди, пробубнил Борода. Я так и думал, идея все-таки его захватила. И механик уже размышлял, как бы половче ее воплотить. «Двойное дно, само собой», – утешил я Бороду. «Но мое ноу-хау тоже нужно приделать. И самое главное, эта штука должна быть легкой и выглядеть так, будто она относится к барахлу Ван Де Мейера. Ну, солидный вид, блестящие бока, ровные грани, словом, чтобы ощущался налет цивилизации». Борода покачал головой, побрел в темный угол, стал ковыряться в грязных железках. Мы, все трое, заинтересованно наблюдали за его манипуляциями. «Вот». Механик извлек на свет аккуратный алюминиевый кофр, в самом деле очень солидный на вид. Судя по тому, как механик его легко поднял, вес тоже в порядке. «Ну, видели?» «Я победоносно оглядел Ван Де Мейера и химика. Я же знаю, как обращаться с эстонцами. Они славные парни, просто думают долго. Им нужно несколько раз хорошо объяснить». «Какой я тебе эстонец?» – обиделся механик. «Ну как же, и фамилия у тебя типично эстонская». «Борода!» Ван Де Мейер не врубился, а химика хатал так, что даже пиво расплескал. «Дурак ты слепой!» – буркнул механик. «Что за язык у тебя?» «Да брось ты! Просто у меня было тяжелое детство. Маленького меня все обижали, так что я выработал, ну как бы ее назвать-то, реакцию ежика. И большой я не могу избавиться от старых привычек. Реакция ежика, понимаешь?» «Реакция скунса», – пробухтел Борода. «Как скажешь», – кротко согласился я. «Хоть скунса, лишь бы работала». «Моя реакция работает исправно». «Вот ты сделаешь мне штучку, чтобы работала?» «Ладно. Что мне нравится в Бороде, так это его отходчивость». «В некотором смысле это даже лучше, чем чувство юмора». «Глядя на парней вроде Бороды, и я сочиняю байки о приключениях сталкера Петрова». «Попробую, но день работы, как минимум». «А может, лучше ночь работы», – предложил я. «И утром мы свалим». «Не-е-е-е-е». «Ему долго в целитр спирта привезли», – объяснил Андрей. «Ночной смены не будет». «Тут мне пришла в голову идейка». «Химик, а ты не мог бы завтра устроить господину Вандемейру экскурсию на свалку?» «Видишь, ему интересно. Наверное, на западе о свалке много говорят». «Вообще, я считаю, нам в тех Палестинах делать нечего. Сейчас свалка сделалась, как проходной двор. Но на денек, чисто показать достопримечательности, а? Ты ж после нас все равно обещаешь к периметру подкинуть. На малышей как раз завтра туда-сюда вернемся, а послезавтра заберу твой груз». «У Никиты большие планы», – задумчиво протянул Химик. «Возможно, он имел в виду размер груди Катерины и другой девчонки, которую я не знал, как звать. И я видел, как пригоршня ушел из бара вместе с ними. В самом деле, планы немаленькие». «Ладно, завтра сгоняем на свалку. Но малыше не шалить. И руками ничего не трогать», – закончил я. Заметано. Вандемейр, вы слышали? «Вечер прошел скучно, потому что водка у сорняка паршивая. Хотя он дегустирует ее не меньше карого. Даже, пожалуй, больше. Почему-то его товару дегустации не помогают. Мне пришла в голову мысль, мы ведь, как известно, не просто пьем, а выводим из организма радионуклиды, верно? А здесь, в зоне, это уже не шутка. Или, как минимум, не только шутка. Вот воспринимается водка здесь как лекарство. А оно что? Правильно, горькое. Я решил, что в следующий раз непременно затарю звезде, а выпью здесь, в зоне. Это будет хороший эксперимент. На утро мы снарядились, залили в термос кофе. Кстати, и кофе в сундуке тоже паршивый. Наверное, поэтому сталкеры предпочитают нон-стоп. Но я все-таки из упрямства пью кофе. Мы уложили барахло и вышли во двор. Борода, скорее всего, еще дрых. А химик уже околачивался вокруг малыша и задумчиво пинал здоровенные колеса вездехода. Я так понимаю, готовил машину к выезду. Ну, как боксеру максируют плечи перед боем. Увидел нас, улыбнулся. Слышь, слепой, а почему нет никаких анекдотов, где сталкер Петров ехал бы в вездеходе? Или на джипе, или еще что-то вроде. Почему? Почему? Потому что дальтонику сложно получить права, вот почему. А сталкер Петров – мое второе я, улучшенное и модернизированное. Сталкер Петров – это я без комплексов. Он шагает по зоне вдоль и поперек, пинками расшвыривая мутантов, аккуратно переступая через Договцев и небрежно сплевывая при виде военных патрулей. К тому же, малыш, штука уникальная. Машина специально оборудована для езды по зоне. Я даже не загадываю, сколько бабок химик с пригоршней вбухали в свое детище. Ехать в бронированном вездеходе – это, казалось, совсем не то, что брести по зоне пешком. Вообще, странное ощущение. Во-первых, потому что передвигаешься сидя. Во-вторых, ничего тебе самому делать не надо, ни на ПДА поглядывать, ни болтам и швыряться. Перед химиком был пульт с какими-то блестящими штучками, назначения которых я не знал. Они подмигивали, играли огоньками, цвета которых я не мог определить наверняка. Конечно, там были всякие датчики аномалий, да и сам вездеход представлял собой достаточную защиту от многих опасностей. Словом, мы катили где по дороге, где чистым полем, никаких опасностей вроде слепых псов. Минимум романтики. По-моему, химик уже пожалел, что согласился нас прокатить. Когда мы загрузились, он с ожилением оглянулся и буркнул. Жалко, ремни безопасности у нас не предусмотрены. Пристегнул бы вас от греха подальше, по рукам и по ногам. Но Ван Демейр сидел тихо, отходил после вчерашнего. Мой принцип не отказываться, если предлагают за удачу, Дитрих принял беспрекословно. Так что бледный и умиротворенный хлебал энергетик и никого не беспокоил. Пока доехали, он более или менее отошел и из броневичка выбрался довольно бодро. Химик привез нас кладбище автотехники. Когда-то сюда свезли всевозможный транспорт для дезактивации. Выстроили рядами внутри огороженного прямоугольного участка, да так и бросили ржаветь. Именно здесь сходится несколько относительно безопасных трасс. Так что в округе постоянно идет стрельба. Между радиоактивных полей свалки не так уж много нахоженных маршрутов. А места здесь достаточно богаты артефактами. И тот, кто контролирует перекресток, может иметь неплохой доход. Поэтому сталкеры, которые тусуются в районе кладбища, сбились в некое подобие сил самообороны и периодически проводят зачистку. Выбивают из округи банды мародеров. Ну а те, понятное дело, стараются взять под контроль оживленные трассы. В последнее время ситуация начала меняться. Аномалии стали смещаться слишком часто, и часть старых маршрутов пришлось забросить. Стало намного интересней. Мы отправились в лагерь. Химик пошел с нами, чтобы узнать новости. Поскольку время было рабочее, народу мы застали немного. Сталкеры разбрелись по свалке. Зато я заметил угольщика. Парень сидел скучный. Увидел меня, подошел, поздоровался. «Пропал сапог!» Снова буркнул он. Только теперь «пропал» прозвучало совсем с другой интонацией. «То есть?» «Его нашли, Паша!» Или... Угольщик вместо ответа протянул мне тускопоблескивающий предмет, который перед тем нервно крутил между пальцев. Я осмотрел. Кусок ПДА, угол. Срезан или срублен. Грани острые, ровные, без заусенцев. Сапога мы похоронили. Ну, все, что осталось, похоронили. Я кивнул. Если человек умирает на свалке, собачки мигом сбегаются, чуют поживу. А после них немного остается для похорон. Вороны тоже могут. А из барахла только и осталось, что обрывки белья до ПДА вот таким образом разделан. Грустно рассказывал Паша. Ни снаряги какой, ни оружия. Он берету на днях прикупил. Хвастал, что точность невероятная. Пойду, сказал, на свалке испытаю. Патронов набрал и пошел. На свалке всегда пострелять можно. Да, глядишь, и хабар перепадет. Наверное, думал сапог на псах потренироваться. А вышло наоборот. И ничего нет. Ни береты, ни патронов, ни барахла. Не нравится мне это. Ну, мародеров здесь всегда хватало. Это не здесь. Сапога случайно нашли. Не на свалке, а к северу-востоку отсюда. Там старого маршрута уже нет, потому что карта полностью сменилась. Так что ни троп там, да и вообще ничего интересного. Зачем сапог в те края поперся? Паша шмыгнул носом. Я только теперь понял, что он крепко пьян. Отдал ему обломок ПДА и буркнул что-то ободряющее. Мол, что ж, будешь в наших краях, заходи в звезду. Помяню сапога, как полагается. Спасибо, слепой. Может, после. Сейчас здесь хочу покрутиться. Вдруг узнаю, какого рожна сапогу там понадобилось. Химик остался в лагере, а я устроил в андемейру экскурсию по ближним окрестностям. Свалка имеет ту особенность, что места хоженые, битые, однако артефакт сыскать здесь можно, если повезет, конечно. В холмах зарыто полно радиоактивного барахла. Наверное, из-за этого склоны усеяны аномалиями, но и время от времени что-то выскакивает. И снизу из распадков склоны просматриваются неплохо. Все это изложил Дитриху. И даже продемонстрировал. На его глазах вытащил из кустов каплю. Жарки в округе я не приметил, поэтому предположил, что аномалия на вершине холма, куда никто не забирается из-за повышенного фона. А капля, покувыркавшись по аномалиям на склоне, свалилась в кусты и благополучно пролежала, поджидая меня. Картина была обычная, то есть давным-давно надоевшая мне и жутко занятная для новичка. Громадные терриконы всевозможного радиоактивного хлама выселись вокруг. Дышали и переливались там, где аномалии искажали пейзаж. Кое-где земля осыпалась, обнажая металлолом, брошена дорожная техника, облупившаяся желтой краской, живописно разнообразила склоны холмов. Наши счетчики Гегера потрескивали, создавая подходящий акустический ряд к этому унылому кино. Мутантов поблизости не обнаружилось. Вандемер понапрасну мучил свой ПДА и тот другой приборчик, название которого я не знал. Пользы науке эта экскурсия не принесла. Я нарочно водил Дитриха по южным окраинам, не углубляясь в распадки между радиоактивными холмами. Послонявшись между груд фонящего барахла, мы возвратились в лагерь. Я еще потолковал немного с парнями. Как обычно, нашлась парочка готовых толкнуть артефакты задешево. Кому лень искать перекупщика, кто успел рассориться с хозяином ближайшей точки, мало ли какие причины бывают у людей. Ну а я рассчитался наличными из аванса, который мне вручил накануне Дитрих. Если удастся благополучно пересечь периметр, навар выйдет вполне приличный. Ван Демейеру эти гешефты были неинтересны. Он забавлялся своими электронными игрушками. Когда я закончил, пошли грузиться в малыша. Поехали, предложил химик, едва завидев нас. Ему было скучно. Запрягай. На обратном пути Ван Демейер подал голос. Слепой. А что могло так разделать ПДА этого сталкера? Ну, мало ли, даже не знаю. Не собаки, конечно. Ван Демейер, это зона, не оборачиваясь, бросил химик. У зоны фантазия богаче, чем у вас и у меня вместе взятых. И то верно. Аномалии вытворяют такое. К тому же время от времени возникают новые, с неизвестными свойствами. Уж кому-кому, а химику о них известно побольше, чем любому другому. Когда вернулись в сундук, я первым делом узнал, не появлялись ли долговцы. Потом наведался к Бороде в берлогу. Сияющий механик предъявил нам контейнер. Именно таким я и представлял себе мой заказ. Ну, победоносно осведомился Борода. Класс! Мне не терпится испытать его в деле. В тон механику ответил я. Хотя на самом деле предпочел бы, чтобы проверять этот чемодан в работе. Не пришлось. Мы провели испытание. Все было замечательно. Только теперь я сообразил, что отдал наличность на свалке. А Борода как раз завел. Ну так что, слепой, насчет моего гонорарчика? Да, осторожно поддержал я разговор. Может, ты мне с той стороны кое-каких инструментов подкинешь, и будем в расчете. Борода, я бы рад. Но ничего сложнее молотка и плоскогубцев я на ощупь не смогу определить. Я же слепой. Как я смогу отыскать, что именно тебе требуется? Я же ни людей нужных не знаю, ни точек, где всякое такое можно найти. Да ты его только через периметр пронеси. Парень, которому передашь груз химиков, взамен сверточек тебе даст. Только и делов. И в расчете. Сверточек на пару центнеров? Не, там в основном платы, они же легенькие. Я хочу ПДА усовершенствовать. Вот это будет дело, а не то, что твои игрушки. Слушай, а почему нет никаких анекдотов, где бы у сталкера Петрова ПДА имелся? Я пожал плечами. Я не очень-то люблю пользоваться КПК. Там монитор цветной, а еще красные и зеленые кнопки. Так принесешь платы, а? Лады? Тогда я сейчас поставщику маляву сброшу. Определенно, не зря я пил за удачу. Осталось только вытребовать у Вандемейра еще один заход в сундук, чтобы рассчитаться с бородой. А механик предложил разделить с ним остатки долговского спирта. И верно, следовало принести удачи новую жертву, потому что, хотя я и был доволен своим изобретением, но завтра на блокпосту благосклонность этой богини определенно потребуется. Если пройдет гладко, я, обладая таким Вандемейром, превращусь в популярного курьера. Да и зона свидетель, уже превращаюсь. Скоро курьер и профи объявят на меня охоту. Прощаясь поутру, борода объявил. Гляди, я обо всем подумал. Видишь ремешки? Можешь кофр за спину, как рюкзак, привесить. Руки свободно останутся. Ну да, чтобы мне с комфортом надрываться и обливаться потом, волочая эту штуку среди аномалий и стаи мутантов. Вслух же я ответил. Я знал, что не прогадаю, обращаясь к тебе. Кто бы еще подумал, как освободить мне руки? С другой стороны, профессионал на твоем месте снабдил бы эту штуку мотором и колесами. Так с кем я должен встретиться и кому груз-то отдать? В самом деле, ни химик, ни борода не сообщили мне имени контактера. Я сам пока не знаю, зевая, ответил химик. Мы сообщили покупателю, что груз у тебя, а он кого-то пришлет к КПП, чтобы вас встретить. Через какой КПП мы с Вандемейром будем выходить из зоны, я сказал Андрею вчера. Ему же предстояло подвезти нас на малыше. Значит, маршрут заранее прикинуть надо. Ты запомни числа. 371, объявил химик. Кто тебе скажет эту штуку, с тем и будешь иметь дело. Нет, в КПК не вбивай, просто запомни. Очень просто. 371. Вандемейр должен быть наряжен в синюю тройку, а у меня в руках непременно будет букет алых роз, иначе твой человек не подойдет к нам. Правильно, я угадал. Химик криво улыбнулся. Просто наш покупатель не знает, кто из курьеров сегодня освободится. Кто сможет, тот и примет груз. Да ты не парься, кто скажет 371, с тем и обменяешься хабаром. Грузитесь, малыша, поедем. Из здания вышел пригоршня, почесывая, сизевая. На крыльцо выглянула девушка, имени которой я не помнил. Улыбнулась и помахала на прощание пригоршня. Хотя Никита не ездил на свалку, подозреваю, что спал он меньше любого из нашей компании. Я приподнял кофр. В самом деле не слишком тяжело. Хотя, конечно, целый день с таким добром на плечах не пробегаешь. Химик высадил нас в нескольких километрах от периметра. Соваться ближе ему не с руки. Здесь время от времени округу прочесывают армейские патрули. Конечно, малыш мог бы подобраться и поближе, но зачем лишний риск? К тому же мне предстояло перед выходом на большую землю спрятать снарягу. Я усадил Вандемера под дерево на пригорке, попросил вести себя смирно и помчался к знакомым развалинам. Мне повезло, на тропе никого не было. Я спокойно похоронил гадюку и патроны, а также остатки пайковых консервов. Вообще, все, что можно, я оставил в тайнике, чтобы возвращаться с минимальным грузом. Без автомата мне сразу сделалось грустно. Я, не теряя времени, поспешил к ученому. ПДА просигналил, три яркие точки двигались к Вандемейеру. Скорее всего, военные. Вряд ли мародеры станут так разгуливать поблизости от периметра. Если военные, значит полбеды. Но я заторопился, поскольку приметил за временным партнером страсть к ссорам. Миротворцы там, по всей видимости, ничего не сделают, но могут задержать, а химик, конечно, просигналил своему партнеру на той стороне, что курьер уже получил пинка и мчится к блокпосту. Я ведь и так потерял много времени, пока снарягу прятал. Вандемейер, как паенька, сидел смирно. Уже потом я понял, насколько мне повезло, что успел прежде военных. Они, конечно, засекли Дитриха и собирались проверить, кто это такой хороший, сидит и не пытается смыться при их приближении, как поступил бы любой приличный человек. Я подскочил к ученому, подъем, едва успел забросить на спину красивый блестящий кофр, как прозвучало. Оставаться на месте, никаких резких движений, стреляю без предупреждения. К нам направлялся прапорщик, позади шагали двое бойцов. Эти держали нас на мушке, они, разумеется, видели яркий комбез Вандемейера, но все-таки переодеться может кто угодно. Рисковать ребятам не хотелось. Парни в камуфляже были вполне типичные, рослые, широкие, лица в черных и зеленых полосах. Армейцы из миротворческого контингента обычно так и выглядят, похожи, как братья. Прапор тоже типичны, на голову ниже подчиненных, но кило на 10 тяжелее. Весь квадратный такой, с квадратным кирпичного цвета лицом. Единственное круглое место впереди, пониже грудной клетки. Этот не стал разрисовываться на манер индейцев, наверное, счел, что черно-зеленый макияж не идет красным щечкам. Мне не раз приходило в голову, прапорщики, они ведь послесрочные, значит, они тоже были когда-то взрослыми, подтянутыми пацанами, вот как вот эти двое автоматчиков. Рядовые, здоровяки, спортсмены, как правило, под метр девяносто и вообще, косая сажень. А прапорщики, как на подбор, невысокие, пузатые, коренастые. Видимо, когда присваивают звание прапорщика, над ним исправляют какой-то языческий обряд. Скажем, сильно бьют по темени. От этого прапорщик неофит становится на голову ниже, а то, что убыло в росте начинает выпирать в талии. И мозги проваливаются куда-то в желудок. То есть, почему куда-то? Разве типичный прапор не желудком мыслит? Вон, какие глаза-то голодные. Удостоверение личности, допуск на пребывание в карантинной зоне, без выражения пробубнил прапор. Я уже настроился на неторопливые переговоры, но влез в андемейр. Вы должны были сперва представиться, задиристо выкрикнул ученый. Какая часть? Ваш личный номер, унтер-офицер. Я должен знать, на кого подавать жалобу. Квадратное лицо прапорщика медленно наливалось темной кровью. Вы сволочь, в андемейр, подумал я. Но на этот раз про себя. Моя задача поддерживать партнера, если он не нарушает правил, как в сундуке с долговцем. Сейчас формально мой спутник был прав. Но что формальная правота против двух автоматов? Я осторожно сдвинул руку. Теперь я ощущал рукоять Макарова сквозь тонкую ткань кармана. Медленно, медленно, пока пацаны пялятся на Дитриха. Одновременно я прикидывал, как сиганув кусты, предварительно отпихнув ученого за дерево. Конечно, устраивать стрельбу последнее дело, самое последнее. Зона возьми, самое распоследнее паршивое дело, но если выбора не останется. Приняв решение, я сразу успокоился и только тут оглядел миротворцев повнимательней. Странно, что армейцы застыли и не шевелятся. Может, мой ученый зачаровал их при помощи радиоолн? Он же у нас великий шаман. Коснувшись рубчатой пластмассы пистолетной рукояти, я немного успокоился и тут поглядел на Ван Демейра. Ученый держал перед собой пластиковую коробочку. Палец в оранжевой перчатке дрожал на единственной кнопке. Не сомневаюсь, что кнопка красная, но наверняка сказать не могу, я же слепой. Ах, вот что. Бойцы уставились на коробочку, как кролики на удава. Я только теперь сообразил, чем грозит им Ван Демейр. Так называемый тревожный чемоданчик, такая штучка входит в комплект снаряжения ученых. Плоский корпус с единственной кнопкой, которую следует придавить в случае смертельной опасности. Тогда прибор превращается в маячок, на сигнал которого устремятся все силы армии, авиации и флота. Это поможет бойцам отыскать клочья оранжевого комбинезона. В сущности, тревожный чемоданчик имеет те же самые назначения, что и яркий цвет костюма ученого. Он привлекает внимание, облегчает поиски после того, как помочь уже поздно. Оранжевое пятно заметят с вертолета скорее, чем более практичный камуфляжный костюм. То есть обычно чемоданчик полезен как мертвому при парке, но мы в полутора километрах от КПП. Ребята с блокпоста наверняка захотят проверить, кто тревожит их сон, находясь совсем рядом. Судя по нашивкам, этот патруль российский. Если на сигнал прискачут украинцы, прапора примут по полной, выражаясь их же жаргоном. Его и слушать не будут. Вкатят, по самой не балуйся за конфликт с уважаемым господином Вандемейром. Это же надо было так напугать бедного ученого, чтобы он пошел на крайние меры и воспользовался тревожным чемоданчиком. Российские и украинские миротворцы как кошка с собакой. Это больше, чем соперничество. Обе стороны никогда не упустят случай подсидеть коллегу. Рапорщик Семаков российский контингент. Рослые гвардейцы неуверенно переглянулись и отвели автоматы. Личный номер. Вандемейр продолжал напирать. Красный Семаков пробормотал что-то неразборчивое. Если я не понял, что он произнес, то Дитрих и подавно. Но самолюбие Рыжего, похоже, было удовлетворено. Дитрих Вандемейр, буркнул он. Если угодно, можете ознакомиться с моим допуском и вытащил бумаги в керметичном пластиковом конвертике левой рукой. Правой он по-прежнему держал на готове свое оружие массовое поражение прапорщиков. Семаков, конечно, постарался сохранить лицо. Приблизился, как ни в чем не бывало, взял пакет, пробежал взглядом. Сопя полез в планшет, вытащил прямоугольный черный прибор, за которым тянулся тонкий витой шнур. Провел по вандемейровскому пластику. Прибор пискнул, бегнул индикатором. Ручаюсь зеленым. Парапорщик вернул документы ученому и посторонился. Семаков прекрасно понимал, что допусков Дитриха в норме, но довел процедуру до конца. Дитрих опустил тревожный чемоданчик, но палец кнопки так и не убрал. С важным видом проследовал мимо Семакова, прошагал между рослых бойцов. Я следом. Наверняка Семаков сейчас свяжется с блокпостом и скажет, что документы у нас в порядке, а вот груз очень подозрительный. Удача, богиня моя, где ты? Удача выставила на КПП украинский патруль и пожала плечами. Мол, это все, что я могу сделать, дальше сам слепой разбирайся. Командовал украинскими миротворцами точно такой же прапорщик, разве что ростом немного побольше квадратного Семакова. Этот первым делом козырнул и представился. Прапорщик Усаченко, документики у вас, конечно, в порядке, допуск полномочия. Если ему жалобы коллеги доставили удовольствие, то виду он не подал, разве что заговорил сразу вежливо. Едва ознакомившись с документами, Дитриха коротко кивнул. А теперь личный досмотр. Гриша, дай кормильца. Гриша, здоровенный боец, побежал к вагончику. Каску он носил на поясном ремне и она колотила бегущего парня по бедру. На голове у него была бандана, размалеванная камуфляжными пятнами. Я уже не в первый раз замечаю подобные нарушения уставного вида. Наверное, мода у миротворцев такая. Вернулся Гриша мигом. Да, оно и понятно, искомая у вояк на КПП всегда под рукой. Кормильцами они называют дозиметры. Артефакты и прочее барахло вынесено из зоны. Можно прятать двойное дно или еще как. Но кормилиц безошибочно укажет, где что плохо лежит. Прапорщик поводил вокруг Дитриха кормильцем, потом повторил процедуру со мной. Разумеется, дозиметр исправно облаял обоих. Громче всего трещал над контейнером. У вас радиоактивный груз, укоризненно заявил Усаченко. Обращался он к ученому, как будто меня и нет вовсе. Оно и понятно, кто я такой. Да никто, в общем-то. Хожу за Вандемейром, нагруженный его барахлом. С меня прапорщикой взять нечего. Разумеется, радиоактивный. Это результат исследований, четко отбарабанил Дитрих, вытаскивая тревожный чемоданчик. Я уверен, вы не станете задерживать мое снаряжение, которое необходимо как можно скорее доставить в лабораторию. Более того, я рассчитываю на ваше содействие. Сразу видно, иностранец ничего не понимает. Наверное, Усаченко подумал то же, что и я. Придется досмотреть. Открывайте коробку. Вандемейр поглядел на меня, я пожал плечами. Все было спланировано заранее. По дороге, трясясь малышей, я под смех пригоршни несколько раз объяснил Вандемейру его роль. Это опасно. Наша служба штука опасная. И опасна, и трудна, пожал крутыми плечами прапор. Открывайте, открывайте, не будем терять времени. Вам придется составить протокол и внести туда следующее. Доктор Вандемейр предупреждает о том, что вскрытие кофра в полевых условиях чревато смертельным риском. Вы подвергаете опасности себя владельца груза, сопровождающего, а также личный состав ваших подчиненных. Немного сбился, но в целом нормально излагает. Почти слово в слово, как я толдычил по пути. И протокол составим, спокойно кивнул прапор. Развернул на бетонном блоке планшет, выдвинул клавиатуру. Пощелкал, отыскивая нужную форму. Младший сержант Перметко, вбейте протест доктора. Парень ловко отщелкал несколько слов. Усаченко умиротворенно наблюдал. Он уже предкушал, должно быть, как станет торговаться и сколько запросить с наивного иностранца. Нам бы копию, решился я вставить слово. Не вопрос. Прапор отер от планшета подкованного в электронике бойца и сам отщелкал вывод на печать. Это он умел. Планшет изрыгнул листок. Я поглядел, отдал протокол Вандемейеру. Я повторяю, это большой риск, напоследок повторил Рыжий. Усаченко был уверен, что его берут на понт и сохранил спокойную уверенность. Как угодно, буркнул Вандемейер. Однако я отказываюсь подвергать свою жизнь и жизнь ассистента опасности. Мы отойдем на безопасное расстояние. Это, наверное, обрадовало прапора особо. Он получал возможность шмонать кофр в наше отсутствие. Мы с Вандемейером прошагали за вагончик в сопровождении компьютерного гения, младшего сержанта Перметко. Здесь, в закутке между стенкой Кунга и разогретой на солнце броней БТРа было тихо и уютно. Дитрих Бармотал. Какая дикость! Просто вандализм! О том, разизвестила сирена. Звук врезал по ушам так, что я думал оглохну. Во время испытаний борода предупредил, что дает половинную мощность. Все было впечатляюще, но я не ожидал, что теперь будет так сильно гудеть. Второй уровень защиты из открытого кофра повалил густой вонючий дым. Мы мигом определили это по запаху, прежде чем клубы поднялись голубым небесам. И, наконец, с полуторасекундной задержкой стали рваться петарды, расширивая мерзкого вида грязь. Я изо всех сил сдерживался, чтобы не заржать, а Дитрих качал головой и броневарваров, наносящих науке невосполнимый ущерб. Ах, ах, эти вандалы губят образцы. Его причитания урывками всплывали в паузах между завываниями сирены. Бедняга-перметка стоял ни жив, ни мертв, вздрагивал при всяком новом звуке и строил жуткие догадки. Ему командир велел не спускать с нас глаз. Клац, и все стихло. Прапорщик сообразил захлопнуть кофр, потом срывающимся голосом велел младшему сержанту подать нас. Он старательно делал вид, будто все нормально, но заляпало его вонючими хлопьями капитально, с ног до головы, и смрад стоял такой, что мама дорогая. Вандемейр снова завел о том, что результаты его труда пострадали от грубого обращения. И неизвестно, чем закончится реакция в запертом кофре, как бы не разорвало хрупкое снаряжение. Прапор высморкался в пожухлую траву, потом утер глаза. В одном из баллончиков, который смонтировал по моему заказу борода, был газ раздражающего действия. «Вы свободны», пропыхтил Лунтер. Смеяться мы начали, только отойдя от КПП метров на тридцать. Я ржал так, что даже задыхался, хотя кофр был не очень тяжелый. Очень тяжелый или не очень, но отойдя на сотню метров от КПП, я начал с тревогой задумываться. Не слишком недорого обходится мне ноу-хау. То есть, в финансовом смысле, игра определенно стоила свеч. Но солнце поднялось, стало жарковато, плоское твердое дно металлического чемодана давило на спину все сильнее. Ван-де-Мейру-то, хоть бы что, он шагал налегке. У него всего-то груза было, два наших тощих рюкзачка. Ученый то и дело хихикал, припоминал беднягу Усаченко в испорченном мундире. Ничего, будет знать, как связываться со знаменитым ученым. Боюсь, только мне с прапором теперь лучше не встречаться. Но кофр-то, кажется, с каждым шагом все тяжелее становится. Долго маяться мне не пришлось. Полукилометр от блокпоста в кустах стояла серебристая Мазда. Водитель выставил ноги в открытую дверь и курил. Заметив нас на дороге, вылез из машины и сделал пару шагов навстречу. Я его знал. Грач, бывший сталкер, теперь занимается бизнесом. Я имею в виду, занимается легально. Кажется, у него две автоматизированные прачечные и, как водится, десятка-три служащих. Сторожа, наладчики стиральных машин, курьеры, технички, то есть все те, кто кормится от зоны, но числится сотрудником предприятия в поселке у периметра. Ну, а работодателю за легализацию отстегивают, конечно. Прачечные грача отмывают деньги. Грач был едва ли не единственным, кто успешно соскочил и бросил сталкерить. Вложил хабар в дело и стал преуспевающим членом общества по эту сторону периметра. Даже растолстел, вон как сало на боках висит. Между пухлыми небритыми щеками торчит длинный из-за носа сталкер и прозвище когда-то заработал. Теперь-то он больше смахивает на поросенка. Но какая-то резкость в движениях осталась. Я вполне могу представить его тощим, жилистым, шустрым, малым, с дерганными движениями. В самом деле похож на птицу. Привет, грач. Здорово, слепой. Добрый день, господин. Ван де Мейер, представил я. Ты мне хочешь что-то сказать? Я намекал, что можно говорить, не стесняясь Дитриха. Все равно рыжий в курсе дела. Грач бросил окурок под ноги и растоптал. Почесал в затылке. Задумчиво сплюнул. Исполнив этот ритуал, полез в карман и вытащил клочок бумаги, сложенный в четверо. Вот, химик маляву скинул. Я развернул листок и прочел. 371. Ага, а я думал, будет курьер. Мои все в разъезде, кто где. Так что пришлось самому задницу от кресла оторвать. Сидел тут, ждал эту дурацкую цифру. Вот как придумали. Значит, Грачу сказали, сиди в КПП, жди гонца, а пароль получишь в последний момент. Казаки разбойники. Ну, ничего. Зато теперь я знаю, кто на этой стороне периметра связан с химиком. Грач поморщился. Не с химиком. У химика здесь нет партнеров. Он сам по себе. Это сложилось так. Случайно. Значит, у него дела с сорняком. Но этого я не стал говорить слух. Меньше знаешь, крепче спишь. Слух я сказал. Ну что, поехали. Договоренности, что нас ван-де-мейром подвезут, не было. Но какая Грачу разница? А он все равно заберет груз в поселок. Так пусть нас заодно подкинет. Чего бы не помочь двум усталым путникам на этой вечной дороге жизни. Валяйте, грузитесь, кивнул толстяк. Грач распахнул багажник, небрежно сгреб в сторону кульки и пакеты, освобождая место для нашего груза. Я опустил кофр, отключил систему безопасности и откинул крышку. Фу, воняет. Грач отвернулся. Ван-де-мейр тем временем расположился на заднем сидении Мазды, демонстрируя, что ему наши дела параллельны. Ага, воняет. Зато бойцы ящик не стали шмонать. Знаешь, анекдот. Приходит сталкер Петров к дантисту. Поглядите, говорит доктор, дупло в зубе. Тот лезет в дупло, вытаскивает каплю. Ух, говорит доктор, фига се. Но сталкер Петров объясняет. Это я через кордон военный пронес. Доктор, давайте я дупло зацементирую. А Петров, нет доктор, вы чего? Мне это дупло очень нужно. И вообще мне некогда. Еще нужно на прием огонь, в зуб не помещались. Жизненно. Этот анекдот не мой, не я придумал. Значит так, это от химика. Мне борода сказал, что будет встречный груз. Держи, бывший сталкер вручил мне небольшой пакетик в непрозрачном пластике. И поехали. Нечего у периметра зря торчать. По дороге грач рассказывал новости. Он не знал, что мы всего пару дней, как в зоне. Обычно видят события люди, занятые другим делом. Грачу представлялось значимым. Совсем не то, что мне. Я вижу людей, он цифры, потоки товаров, перемещения воинских частей, смену армейского руководства и прочее такое. Грач объяснил, что ПДА дорожают, поэтому бородеи нужны запчасти. Он восстанавливает старые компы, потому что новые не каждому по карману, а новички появляются регулярно. Я заметил, что раньше соблюдался баланс. КПК тех, кто оттопал свое по зоне, переходили к новичкам. Опять же многие являются со своим барахлом. Но Грач летает высоко и видит далеко. Он пояснил, что на моем уровне так и есть, а он наблюдает за мелким оптом и отслеживает колебания цены на рынке. Раз дорожают ПДА, значит есть в них нужда. Несколько процентов, ну около трех, если грубо. Три процента это немного, понятно, что с моей колокольни не видать. В поселке мы расстались, Грач сказал, что Караму ему являться не с руки и пожелал нам доброй зоны. Хорошо иметь дело с понимающим человеком. Все слова правильные скажет, лишнего не спросит. Итак, мы с Дитрихом двинули звезду. Приятно все-таки, как будто домой вернулся. До вечера было далеко и я шагал не спеша. Кофр, крепко облегченный после встречи с Грачом, оттягивал плечо. Светило солнце, все вокруг казалось ярким и добрым. Не то, что в зоне, куда ни глянь, всевозможные оттенки серого. У дверей гостиницы скучали ликбез и Костик. Я быстро подсчитал дни. Вроде сегодня Костик должен был отдыхать. У дрона маты захворило, пояснил вышибало. В лекарню поклали. Попрохав дрон, чтоб я тут побузами с него. Дубы три-четыре казал. Ты доложи Гоше, что я вернулся. Есть разговор, он знает. Костик пошел доложить шефу, а я повел Дитриха в бар, пройти первичную дезактивацию. Карман, как обычно, дремал за стойкой. При нашим появлении встрепенулся и тут же полез за бутылкой. Мы с Дитрихом ударили по нуклидам. В углу прозвенела гитара. Только теперь я заметил в темноте закутка Николку. Обычно он является позже. Привет, слепой, как сходил? Нормально вроде. Слушай. Посты он прошел темной ночью, прел в ночь непогоду и хмарь. Идти дальше нет больше мочи, пред ним расстилался интарь. Идти дальше нет больше мочи. Он кости сложил на янтарь. О, то, что надо. Певец оживился. Карман вопросительно глянул на меня и выразительно качнул бутылкой. У меня помидорчики есть маринованные, а? Я бы не отказался, но тут притопал костик. Я оставил Дитриха решать вопрос с помидорчиками самостоятельно. Я был уверен, что не прогадаю. И верно. Едва я вошел, Кары кивнул на стул напротив. Водка, стопочки и бутерброды все уже было на готове. Здорово, слепой, ты быстро обернулся. Привет, как только собрался да затарился, так и бегом сюда. А что это за гроб у тебя? Мое изобретение, неплохо действуют на миротворцев, сегодня проверял. Пока я отпирал кофр, Кары наполнил стаканы. Я думаю, он очень хотел скорее заполучить изготовленную химиком сборку, но выказывать поспешность не к лицу крутому перцу. Я Гошиной повадки давно изучил и постарался сократить процедуру, хотя водка у Карова была, как обычно, качественная и после ходки я был бы не прочь снять напряжение. Однако видел, что он сейчас будет спешить и если я зависну надолго, это Карова огорчит. «Вида он не подаст, конечно, но зачем понапрасну его расстраивать?» «У меня еще кое-что», намекнул я, расправившись с бутербродом, личное, «но наверное лучше вечером». «Как скажешь», кивнул Гоша, «вечером так вечером, ты же знаешь, я тебя всегда приму без задержки, давай-ка еще за удачу». Пока я оставался в кабинете, Кары делал вид, что не торопится, но едва я вступил в коридор, раздалось тоненькое треньканье. Гоша уже названивал кому-то. «Не сомневаюсь, это насчет сборки». Я возвратился в зал и обнаружил, что Дитрих уже готов, можно паковать и транспортировать. «Ох, не похоже, что он с нашими в Африке контачил». «Николка, ты мне поможешь». Я бы и сам управился, но кофр тоже нужно было унести, так что в этот раз в моей бригаде грузчиков оказался гитарист. В номер мы ученого внесли вдвоем, потом Николка утопал, а я стащил с Дитрих оранжевый комбез и заставил его для начала умыться. Когда Ван Демейр слегка оклемался, велел ему принять душ. Водка хорошо дезактивирует изнутри, но и наружной обработкой пренебрегать не стоит. Дитрих поклялся, что он в норме и сейчас же отправляется в ванную. После этого мы с кофром удалились. Нас обоих тоже ждали водные процедуры. После душа я завалился спать и в зал явился уже под вечер. Дитрих остался в номере, а мне скинул сообщение на ПДА. Слепой, я немного нездоров, тайм-аут, до завтра, буду в норме. Что ж, одной проблемы меньше. Я едва успел заметить в баре нескольких знакомых лиц и обменяться кивками со звездными десантниками, как меня окликнул Костик. Паша сказал, что чекаю на тебя. Як забажаешь, иди до него. Бажаю зараз. То и идемо. Прежде чем отправиться за Костиком, я кивнул нашему бармену. Карман, готовь поднос. Кары пребывал в прекрасном расположении духа. Должно быть, сбыл сборку у тебя личное. Я вытащил контейнер с каплей и тем, что прикупил на свалке. Гоша едва глянул на мою мелочевку, благодушно усмехнулся и, не задумываясь, назвал цену. Мои дела ему кажутся мелкими, а между тем, за двухдневный рейс в Эндемейром. Я заработал, как в среднем за месяц. Не часто удается сработать так успешно. Ну что, слепой, а ты подвохов боялся, помнишь? Я тебе сразу сказал, иностранщик первый сорт. Ну ты же понимаешь, показалось странным, что он ищет проводника в твоем заведении. Тебе не нравится мое заведение? Другие просто лучше рекламируют. Вот именно, у твоей звезды качество превосходит рекламу, у других наоборот. Странно, что Ван Демейр сделал правильный выбор и не поверил рекламе. Гоша с минуту переваривал мой комплимент, наконец до него дошло, Карр расплылся в улыбке. А зачем нам реклама? Мы люди скромные. А немец твой? Ну прикинь, явился бы он крутым пацанам со своей воробой. А ты человек понимающий насчет болячек, ты отнесся нормально. Хороший ведь партнер этот Ван Демейр, а? Пока я с ним справляюсь. А с долгом и российскими миротворцами. Миротворцы ладно, сегодня они здесь, завтра по ту сторону за янтарем, а через неделю вовсе за 3-9 земель. Но долг, из-за него я долговцу ствол показал. Опа, я думал, ты человек тихий, мирный, никому стволы не тычешь. Так и есть. Значит пришлось, кивнул Карр. Ну брат, в зоне я ничем не могу я вне игры. Да я не к тому. Дитрих вроде человек как человек, а потом словно вожа под хвост и как жарко вспыхивает. Что-то с ним не то. Гоша отвернулся и задумчиво притянул к себе ноутбук. Ткнул пару клавиш. Я молчал. Да, наконец буркнул воротило гостиничного бизнеса. Не замечал. Я подумаю, поспрашиваю людей. Может и с долгом как-то удастся разрулить. Вообще то я думал, что Кары сейчас перейдет к делу. Начнет расспрашивать о работе Вандемейра. Однако Дитриховы опыт и босса не интересовали. С долгом возможно само уляжется. Но подумаешь пуганули их бойца. И потом я извинился. Слабак. Знаю. Ладно слепой. Сейчас тебе выпить не предлагаю. Тебя наверное в баре ждут. Если не считать мелочей, Кары понимают жизнь правильно. Удача, моя капризная богиня, жаждет возлияния и собственную честь. И Карман уже протирать стопки, уже расставляет их на том самом подносе. Я распрощался с Каром и отправился в бар. За удачу, звездный десант. Доброй нам зоны. Карман быстро наполнил стопки, парни собрались у стойки и восславили божество. Шашлычок тут же предложил Карман фирменный, две порции. Немец-то твой появится. Утомился немец и меня притомил. И думаю, завтра мы еще у тебя появимся, а пока что посчитай, сколько с меня набежало. Пришла пора ответить за все. Разумеется, Карман обслуживает нашего брата в кредит. Я не знаю, ведет он записи или память у него такая феноменальная. Мне ни разу не приходило в голову проверить цифры, которые называют бармен. И никто другой на моей памяти не пытался уличить Кармана. Разве что Демьян, да и тот не всерьез, а так ворчал. Впрочем, он всегда ворчит последнее время. И зря. Удача ворчунов не любит. Карман объявил приговор, я рассчитался и добавил еще столько же. В счет будущих расходов. Конечно, будь на моем месте деловой человек, в зоне выкупить у встреченных сталкеров побольше, как вчера на свалке. Но нет у меня этой самой практической жилки, не открыть мне своих прачечных как грачу. Ну, за удачу, за мою бесполезную удачу. Наутро Дитрих завтракать не вышел. Я по-быстрому проглотил свой кофе, взял у заспанного кармана две банки нон-стоп, отправился проведать Ван-де-Мейра. Поднялся, постучал осеннее, за счет заведения. Прошлепали босые ноги, щелкнул выключатель. Дитрих отпер дверь и посторонился, пропуская меня. В руках ученого были узкие полоски бумаги, густо испещренные, насколько я успел заметить, графиками и столбцами цифр, распечатки с походного ноутбука. Дитрих не открывал взгляда от записи, впуская меня, только протянул. Ходите, слепой. Я прошел в комнату. Ван Демейр шурша бумажками следом. Тут только он взглянул в мою сторону, увидел баночки энергетика. Угощайтесь. Ого, слепой, благодарю. Дитрих тут же отшвырнул листки на стол, будто они его совершенно не интересуют и будто не эти записи он жадно пожирал пламенными очами. Я кинул взглядом в столешницу. В центре расположился ноут, которому Ван Демейр подключил ПДА знакомую мне черную коробочку, портативный принтер и еще какие-то приборы, назначения которых я не знал и знать не хотел. Все было перевито проводами. Из-под многослойных залежей списанной и спечатанной бумаги торчали футляры и чехлы. Похоже, Дитрих извлекал и подключал приборы по мере надобности и в лихорадочной спешке. Опытный археолог, послойно разбирая груды бумаг и электроники сумел бы проследить ход мысли Ван Демейра. После того, как Рыжий сделал несколько солидных глотков энергетика, его взгляд приобрел осмысленность. Я вчера думал, что быстро оценю результат, но все оказалось сложнее. Еще бы, когда начинаешь ковыряться всерьез, все непримерно кажется сложнее. Судя по количеству бумаги, которую извел Дитрих, работал он часов 5-6, не меньше. И судя по тому, как он дергается, ученый не думал прекращать. То есть, однозначного результата нет, рискнул спросить я. Окончательные выводы можно сделать, только имея гораздо более полную статистику. Дитрих снова припал к синенькой банке нон-стоп. И не с таким оборудованием. Это так, предварительно, но если бы замеры поста и слепых собак позволили сделать отрицательный вывод... Понимаете, слепой, отрицательный результат был бы виден мгновенно, однако, он не отрицательный, нет. Ну и не положительный, конечно, несложно было угадать. Однозначно интерпретировать как положительный? Нет, нет, еще рано делать выводы. Понимаете, слепой. Дитрих инстинктивно понизил голос. Я ведь подрядился к фанатикам, к лирикалам. Думал, соберу для них лажу. Простите, но соберете, что попадется. Любые данные, какие получатся. Даже неправильные, лишь бы что-то было. У меня есть программа, которой я придерживаюсь, поправил Дитрих. Собираясь сюда, я был уверен, что идея божественной природы зоны лишена смысла и значит лишены смысла любые идеи, исходящие от взыскующих. И что же? Вам правда интересно? Дитрих обрадовался. Садитесь, садитесь, сбросьте это на пол. Ученый смахнул груду распечаток со стула, я пожал плечами и сел. А Дитрих принялся расхаживать зад и вперед, размахивая банка энергетика, уже почти опустевшей. Помните, я рассказывал о том, что пресловутые пси-воздействия могут оказаться фикцией, а на самом деле все объясняется радиосигналами определенной частоты, помните? Так вот, мой прибор зафиксировал колебания, которые, ну скажем, не противоречат лабораторным данным, предоставленным мне взыскующими. Поведение слепых псов укладывается в теорию. Полностью. Электромагнитные возмущения, которые зафиксировал мой прибьер непосредственной близости от стаи. Судя по тому, как усилился акцент, Дитрих порядком разволновался. Извините, а что не так? Ученый одним глотком выдал остатки нон-стоп и швырнул пустую банку в мусорную корзину через полкомнаты. Попал. Не так? Ну, видите ли, ученые из института взыскующих ставили его опыты на обычных животных, не мутантах. Девиация имеет место, но... Я протянул Дитриху вторую банку энергетика. Эээ, да, благодарю. То есть, сигналы зафиксированы в стаи слепых псов. Они сильнее, много мощнее лабораторных. Они отличаются интенсивностью, но в целом похожи. И что же это означает? Все, что угодно. Если в каждой живой твари имеется частица божьего, условно выражаясь, дыхание, то в зоне это становится более явственным. Очень похоже, но сигнал мощнее, его характеристики легче определить. Но вы полагаете? Этим ученым нужно только намекнуть, а дальше все пойдет само собой. Я решил, что поддакивая и задавая неопределенные вопросы, помогу Дитриху излагать. Я полагаю, Рыжий вскрыл вторую банку, отхлебнул и заговорил спокойней, что наблюдаемый феномен имеет сугубо материальное объяснение. Но мы не исследовали элитных, как вы выразились, мутантов. Особенно меня интересуют контролеры. Вот уж кого бы я предпочел не встречать. Я дважды оказывался под влиянием контролера и оба раза убегал, едва почуяв это самое пси-воздействие. Просто мчался прочь, не разбирая дороги, рискуя угодить в аномалию или нарваться на какой-нибудь другого мутанта, лишь бы не контролер. Или так называемые кровососы, продолжал Вандемейр. За счет чего они становятся невидимыми? Эффект слепого пятна, о котором мы говорили, здесь вполне уместен. По крайней мере, эта теория заслуживает проверки. Кровососы встречаются в темной долине, вслух подумал я. Лучше уж кровосос, тот по крайней мере сходится лицом к лицу, его можно одолеть. И я знаю, как это сделать. Но туда вдвоем слишком опасно насоваться. К тому же дорогу я знаю плохо. Последние выбросы существенно изменили маршруты. Радиация аномальные поля. Допустим, вдвоем опасно, кивнул Вандемейр. А сколько человек требуется? Нужен человек, который проведет в темную долину, это как минимум. А для страховки хорошо бы троих опытных сталкеров. Троих помимо вас, слепой? Как бы помягче объяснить, что я вообще не в счет. Я не боец и не следопыт. У меня есть стаж-то сталкерски солидный, только потому, что я не лезу в опасные авантюры. Ну ладно, включая меня. Но это очень рискованная затея. Скажите, Вандемейр, а ваш прибор можно использовать таким образом, чтобы мы стали невидимы? То самое слепое пятно, а? Чтобы мы как кровосос? Нет. Как вы уверенно отвечаете? Я же говорю, с оговорками идут лишь положительные ответы. Любое новое утверждение, любое смелое предположение сопровождается кучей условий. Но нет, это всегда нет. Впрочем, если вы хотите, я могу объяснить поподробнее. Вот здесь у меня графики колебаний. Дитрих выцепил из бесформенной груды бумаг распечатку и протянул мне. Лист разворачиваясь, потянулся за ученым. Его длина стремительно росла. Нет, нет, Ван Де Мейер, не надо. Во всяком случае, такие вещи следует объяснять не под энергетик. Вы обедать собираетесь? Слепой, я ведь очень больной человек. Алкоголь для меня... Кстати, вы мне напомнили. Ван Де Мейер наугад сунул руку в ворох распечаток, пошуршал там и вытащил плоскую пестренькую упаковочку. Лекарства какие-то. Я в зоне, кроме дальтонизма, ничем не страдаю. Так что не пришлось с лекарствами плотно знакомиться. Ученый, шевеля губами, наверное, дозу высчитывал. Прижал упаковку несколько раз. На ладонь выпали пилюльки. Ван Де Мейер поднес руку к рту, сглотнул таблетки и быстро запил энергетиком. Я только теперь обратил внимание, какой он бледный. Ван Де Мейер, скажите, Ван Де Мейер, зачем вам все это? Зона опасности. Ну, ученый опустил голову и стал вертеть лекарства, будто они его вдруг сильно заинтересовали. Понимаете, я не знаю, сколько мне еще суждено. Эта зараза сидит внутри меня и ждет. Рано или поздно сработает. Мне осталось совсем мало времени слепой. Насколько я знаю, вы могли бы лечь в больницу, там, наверное... Да, но никто не гарантирует мне успешного лечения. Они могут законсервировать организм больного и только. Это значит, оградят от потрясений, от стрессов, которые могут сработать. Эээ, запустить механизм, понимаете? Точно, правильно, как бомба с часовым механизмом. Да, в больнице выше вероятность, что я протяну на год-два дольше, или даже пять лет. Пять лет лежат в консервной банке, а здесь настоящие приключения, загадки, научные открытия. В наше скучное время, так мало открытий и приключений, а здесь и потом у меня семья. 80% моего оклада и получает семья. А если я погибну в этой вашей зоне, страховка обеспечит сыну безбедное существование до тех пор, пока... Вы сволочь, Ван Де Мэйр, зона вас дери, какая живы сволочь. Я выскочил из номера и напоследок хлопнул дверью. Что я за болван? Только теперь до меня дошло, почему этот яйцеголовый непрерывно заигрывал со смертью. Если бы его растоптал кабанчик, загрызли собаки, если бы ему отбил башку вспыльчивый долговец или продырявил из-за бакана, чересчур нервный боец миротворческого корпуса, страховка. Его семья получит страховку. А Рыжий, хотя и уговаривает себя, что жить осталось недолго и что спит рано или поздно прикончить его в цвете лет, но все-таки смерти он боится. Он хочет, чтобы все вышло как бы само собой и готов утянуть меня следом. Зона возьми, какая сволочь. Сидеть в звезде не хотелось, а хотелось мне забыть о зоне и прочем. Я выскочил из гостиницы и зашагал по улице прочь. Кажется, Костик, исполнявший нынче роль швейцара, поглядел мне вслед удивленно. Все привыкли, слепой никогда не спешит, слепой никуда не спешит. А я и теперь не спешил, между прочим. Мне просто захотелось оказаться подальше. Днем в поселке тихо. Даже не скажешь, что здесь зарегистрировано около двух десятков частных предприятий, которые процветают, приносят доход, и где на службе состоят сотни людей, мужчин и женщин. Но мужчин раз в 20 больше. И то ведь большая часть этих работников сейчас топчет зону. У кого неоплачиваемый отпуск, у кого отгул, у кого командировка. В общем числятся, но сейчас отсутствуют по уважительной причине. А вообще поселок невелик. Податься здесь особо некуда, 20 минут в любую сторону и ты в околице. Поэтому я не стал шагать 20 минут в любую сторону. Свернул к почте. Почтовое отделение, одноэтажный домик, разделенный фанерной перегородкой. Вернее, перегородка только обшита фанерой. А так-то она вот два кирпича, как положено. Здесь же отделение Сбербанка, вон соседняя кошечка. Меня ожидало письмо, до востребования. Троюродная сестрица, конечно. Последний человек планеты, пользующийся бумажной почтой. Ну, может, еще африканские приятели Ван Демейра пользуются бумагой. Впрочем, нет, у них есть там-тамы. Я слышал, что в джунглях продвинутые туземцы передают новости стуком барабанов. Но и они не пишут от руки. Лариса живой анахронизм, ее в музей бы сдать. Я сел на лавку у окна. В здании почтампа было душно и пыльно, пахло чем-то специфически почтовым. Может, сургучом, может, клеем. В столбе света, падающем сквозь мутные стекла на грязный пол, плясали пылинки. Светлый прямоугольник на полу четко делили тени решеток. Как грустно. И сиденье, обшитое потертым дерматином, уныло скрипнуло подо мной. Ему тоже было грустно. Лариса звала перебраться к ней. На их фабрике есть вакансия счетовода, а я парень грамотный, ну и... Конечно, любой человек, способный обращаться с компьютером, кажется ей грамотным. А так вообще все здоровы, все у них по-прежнему, цены растут. Письмо вторую неделю ожидала, пока адресация изволит заглянуть на почту. Могло бы и дольше проваляться, если бы Ван Демейр меня нынче не расстроил. Я дочитал отбил телеграмму. Ларик, если бы ты послала вместо письма мейл, я бы прочел его две недели назад. Сотрудница почты, молодая некрасивая девчонка, вкрашена желтых завитушках над розовым гладким лобиком, хихикнула. Новенькая. Пока еще не умеет тени накладывать. И, кстати, я затрудняюсь определить, какого цвета макияж у этой пигалицы. Это мой дальтонизм шутки шутит, или мода такая. Я старательно улыбнулся пигалице в ответ, но заводить знакомство не стал. Подумал, перешел к соседнему окошку и оформил перевод. Отправил Ларику почти все, что принесла последняя ходка. Не бывать неуспешным бизнесменом? Нет, не бывать. Нет у меня нужной хватки. Когда кассирша, дама несколькими годами постарше пигалицы, приняла мои трудовые сбережения, сразу стало легче. Я же хороший родственник, помог Ларику и старикам. В конце концов, подумалось мне, а что такого? Вандемер тоже старается для семьи. Я припомнил, как он с пьяной слезой в голосе рассказывал о сынишке. В самом деле, если его не подпускают к ребенку, остается разве что заработать для мальца побольше. Самый простой способ обеспечить страховку. В конце концов, Дитрих не заставлял меня подписываться за него в историях с долговцем и российским прапором. Может, он морда евросоюзовская думал, что я спокойно пережду на заднем плане, а потом дам свидетельские показания инспектору страховой компании, если придется. И красочно опишу, как из-за нелепой случайности трагически сгинул в зоне отважный исследователь, любящий муж и отец Дитрих Вандемейер. Интересно, как бы он поступил, если бы я ввязался в какую-то заваруху? Ведь не бросил бы меня, сто пудов бы не бросил. Или все-таки... Что-что? Я вынырнул из пучины сомнений, когда меня окликнула кассирша. Квитанцию возьмите. Томным голосом протянула дама. А, да, спасибо. Это тоже глядело призывно, хотя ведь наверняка каждый вечер ходит в волну или в киевский. Ишь, как хлопает глазками. Тут до меня дошло, даме понравилась сумма, которую я отослал Ларке. Какая меркантильная особа. Однажды сталкер Петров познакомился с девушкой. Нет таких анекдотов. Почему-то нет. Равно как и о Петрове управляющем джипом или о Петрове, который работает с ПДА, не соответствует образу. Потом я отправился нарезать круги по поселку. Когда начало вечереть и стали загораться вывески, повернул к звезде. Прогулка по улицам привела меня в умиротворенное состояние. Я уже почти жалел, что так сорвался в номере Дитриха. Ну, сидели, разговаривали. Счисление ангелов, как же. У входа переминался с ноги на ногудрон. Я поздоровался и спросил, как дела у мамы. В зале было пока что тихо, народ только начал собираться. Кутяк снова ухмылялся, похоже, у парня полоса удач. Хапнул что-то приличное и тут же вернулся. Чуть позже вошел Моня. У этого тоже настроение было хорошее. Но Моня на прием Гоши не просился. У него свои обстоятельства. Он собирает, выменивает и выкупает других сталкеров капли, кровь камня и перышки. Беда у человека. Дочь больна, в интернате живет. Он тайком пользует девочку артефактами. Обычно Моня пьет мало, но как-то перебрал и рассказал мне, что врачи давно сказали, ребенок не жилец. Однако с помощью артефактов Моня ее вытащил с того света. Она такая, кого губит, а кому жизнь спасает. Судя по сияющему лицу, дела у Мони нынче хороши. Сталкер с порога кивнул карману и широко развел руки. Мол, вот такой поднос давай. Бармен кивнул, а Моня направился ко мне. Слепой, вы знаете анекдот? Приходит прапорщик миротворец домой, в красном углу снимает со стены икону и вешает дозиметр. Да наказывает жене и детям. Молитесь, дескать, хлеб наш насущный дашь нам днесь. Удачно прошло. Слава зоне, даже не шмонали толком. Я на янтарь к ученым вертолетам мотался. Взял интервью у доктора наук, как его, на букву Г, фамилия, а, не важно, у меня все записано. Таки хорошее интервью, в самом деле хорошее. Хорошее, говорите. Чтоб я так жил. Моня убежденно сверкнул очками. Мой доктор приоткрывает завесу, окутывающую загадочные тайны зоны, в рамках дозволенного, разумеется. Когда опубликую, я принесу газету. Почитаем, почитаем, мне тоже интересно, что же там такое на самом деле в зоне-то. Так много о ней слышал. Лекарствами рожиться удалось. Я имел в виду артефакты для дочки. В лучшем виде. Ученый народ обходительный, с ними таки можно делать гешефт. Я улыбнулся, глядя, как он взволнованно протирает очки и оглядывается, чтобы проверить, как там дела у кармана. С Моней у меня отношения очень теплые. Его фамилия Петров, но внешне он полная противоположность моему непутевому детищу, заскорузлому герою анекдотов. Моня маленький, щуплый, в больших очках, иногда принимается разговаривать, как персонаж Бабеля. Ой, вы знаете, шо вы мне такое говорите? Бармен уже выставил стопки и картинным жестом занес бутылку над рядами своих стеклянных солдат. Моня кивнул и, вытянув руку, опустил большой палец, будто цезарь, обрекающий гладиатора на смерть. Господа, Моня предлагает всем за удачу, объявил Карман. Тут вошел хмурый Демьян. Похоже, его удача по-прежнему не жаловала. Демьян, не скидывая рюкзака, протопал через зал, схватил с подноса стакан и выдул разом, даже не дожидаясь, пока Моня договорит обычное. Ну, доброй зоны всем нам. Дождешься ее доброй, буркнул Демьян и обернулся к Бармену. Карман, мне бы шефом потолковать. Карман кивнул и вытащил мобильник. Вы тоже выпили и разошлись к своим столам. Видно было, что Демьян не в духе и повел он себя так, что у никого не возникло желания поддержать его или каким-то образом утешить, что ли. Хочет изображать сурового сталкера, пусть его. Мы здесь одиночки, в чужие дела не суемся. Потом пришел Буза, у этого дела сладились вероятно средне. За удачу заказывать не стал, но и не хмурился как Демьян. Николка в своем углу завел песню. Я уже настроился на привычный тихий вечерок в теплой компании и тут явился Ван Демейер. Доктор застегнул рубашку на все пуговки до самого горла и вид имел да нельзя официальный. Господин слепой, напряженным тоном произнес Дитрих. Вы позвольете? Я сейчас, сейчас. Моня сгребать рюкзак, сложенный комбез и прочее барахло, которое свалил на пол, присаживая за мой стол. Я кивнул Ван Демейеру и остановил приятеля. Моня, не уходите, вы нам не помешайте. Ван Демейер, прошу прощения, я сегодня вспылил. Моня осторожно опустился на краешек стула, не выпуская рюкзака. Он становился очень нерешительным по эту сторону периметра. Но Зо не ведет себя совершенно по-другому. Я совсем понял причину. Просто я вдруг сообразил, зачем вы ходите в зону. Нет, не понимаю. Что значит зачем? Я вам писал свои задачи, эти гипотезы и... Я о другом. Ван Демейер, вы ищете верной смерти. С кабаном, с миротворцами. В сундуке, когда вы ни с того, ни с сего наехали на парня из долга. Особенно в сундуке, там уж точно. Вы хотите, чтобы ваша смерть была естественной и легко объяснимой. Тогда страховка будет оформлена без вопросов. Слепой, но все не так. Я не хочу страховки, я хочу жить. Я собираюсь жить, да, да. Ван Демейер, зачем вы затеяли ссору со сталкером из долга? Он первым заказал работу Бороде. Он был кругом прав, а вы нет. Зачем вы? Извините. Дитрих уже не выглядел официальным и напряженным. Теперь, когда все упреки были высказаны, ему, наверное, стало легче. Небось, мучился, ломал голову. Что именно меня вывело из равновесия? Я в самом деле, наверное, виноват. Да, виноват. Понимаете? Нет, не понимаю. Моня, сидите. Сталкер, который уже приподнялся, послушно выпустил рюкзак. Ван Демер, я вас слушаю. Дитрих уже оправился. Теперь он заговорил спокойно, акцент почти не ощущался. Я виноват перед вами, слепой, но я не хотел. Иногда сам не понимаю, что со мной. Вдруг возникает мысль, вдруг я завтра слягу, тогда две-три недели и все. А так много не успел. Ни разу не застрелил кабана-мутанта, ни разу не... Ни разу не получили по башке на территории зоны, ни разу не поймали пулю из-за бакана. А вы не подумали, что миротворцы попросту хлопнули бы меня рядом с вами, чтобы не осталось свидетелей? Слепой, я не подумал, я в самом деле не подумал, что подвергаю вас риску. Честное слово, этого больше не повторится. Конечно, если вы откажетесь от сотрудничества, я вполне пойму. Совершенно пойму. Тогда аванс можете оставить. Я не откажусь. С вами интересно, Вандемейр. Но никаких авантюр. Да-да. А теперь, Моня, посмотрите. Вот сидит ученый, проводящий альтернативные исследования. Он может рассказать вам такое, чего никто на Янтаре не произнесет под страхом смертной казни. Если вы хорошенько расспросите господина Вандемейра, сможете узнать о божественной сущности зоны исчислений ангелов. Тут в бар вошел незнакомый парень. Сразу видно новичок. Даже Вандемейр в его европейском прикиде не производил столь мощного впечатления наивности и, пожалуй, даже какой-то невинности. Многие из наших братьев впервые явились к периметру такими же любопытными пацанами. Я услышал, как наши задвигали стульями, разворачиваясь. Николка убавил звук и запел в полголоса. Ему тоже не хотелось пропустить ни слова из предстоящего спектакля. Молодцы вроде этого, всегда развлечения, а нам суровым усталым мужчинам так хочется развлечений. Паренек нам явился, что картинка. Блондин с короткой спортивной стрижечкой, щеки розовые, весь такой подтянутый, в аккуратной новой кожаной курточке. На плечах полоски меха псевдопса. Какой славный юноша, с первого взгляда видно, что шкуры с мутантов он не спускал. Курточка не кустарем на привале сшито. Видна хорошая дорогая работа. Парень оглядел зал и внятно произнес «Поздорову, бродяги!» Подождал ответа «Напрасно!» Негостеприимный у нас народ грубый. В зале один только вандемейр не врубился, что началось представление. Этот эгоист думал лишь о себе. Слепой, я знаю, что в здешних традициях выпить за примирение. Здесь вообще много пьют. Я надеюсь, вы меня еще раз извините, но пить я не буду. Завтра мне хотелось бы отправиться в зону. Я молча протянул руку. После рукопожатия Дитрих сказал, что ему нужно подготовить снаряжение и покинул нас, а я обернулся к стойке, чтобы больше ничего не пропустить. Блондин тем временем положил на стойку локоть, так что шикарная кожанка слегка распахнулась, открывая рукоять береты в кобуре под мышкой. «На три пальца прозрачного!» объявил парень. Карман спокойно подвинул стакан и налил. Насколько я понял, минералки. Новенький аккуратно поднял стопарик и красиво хлопнул свою на три пальца, картина запрокинув голову. Несколько секунд он прислушивался к собственным ощущениям, потом удивленно уставился на кармана. Еще с готовностью вызвался бармен, приподнимая полуторалитровую пластиковую бутыль новой баварской. К этому парень оказался не готов. «Я вижу, вы здесь недавно», проникновенно завел карман. «Позвольте, я кое-что объясню. Здесь нет бродяг. Наши клиенты люди серьезные, сотрудники различных предприятий, бизнесмены, журналисты. Но не бродяги, нет. И воду пьют очень редко». «А я думал, ну, то есть не воду нет, конечно, мне говорили «звездный десант». «Конечно, о нас такого порасскажут». «Над вами подшутили, наверное», сочувственно кинул карман. «У нас здесь тихо, солидно, можно сказать, скучно». «Кстати, я вижу у вас при себе оружие». Дрон, который тихо приблизился к стойке за спиной блондина, теперь нарочито откашлялся. «Да, молодой человек, я надеюсь, разрешение у вас в порядке. Здесь карантинная зона с оружием весьма строго». Блондин удивленно поглядел на охранника снизу вверх. «Дрон очень большой». Демьян злорадно усмехнулся. «Если разрешения нет», продолжал дрон, «то моя обязанность изъять ствол, ну и провести прочие неприятные процедуры. Известить органы, принять участие в составлении протокола и все такое прочее. Есть у вас разрешение». «Этот, как его, дозвил из висковой управи». «Да, я подал блондин взялся за рукоять. Дрон слегка напрягся и парень не закончил движение. Конечно, ничего плохого он не хотел, но мало ли». «Давайте сделаем так, я приму ваш пистолет на хранение, а уходя вы его получите, и я забуду, что увидел этот ствол. Так всем будет спокойнее. Пусть до вашего ухода полежит под замком». Дрон аккуратно взял из рук парня беретту, щелкнул предохранителем. «А я буду уверен, что в нашем заведении никому не придет в голову пострелять». «Да, только я думал здесь номер снять, ведь это гостиница». Карман тут же бухнул на стойку амбарную книгу. «Да пожалуйста, попрошу вас паспорт и документ, на основании которого вы собираетесь оставаться в карантинной зоне». «Командировочное удостоверение или что-то еще, ну я просто, просто турист. Тогда должен предупредить, если у постояльца нет такой бумаги. Извините». «Еще бы, гостиничный бизнес Карова держится не на плате за жилье. А паренек, конечно, побывал в Чернобыле четыре, посетил знаменитые шти, однако с жильем устроиться пока не смог. Новички вроде него случаются месяцами, кружат вокруг зоны, перебираются из поселка в поселок и нигде не могут задержаться дольше, чем на двое суток. Ничего, это нормально, естественный отбор. Кто умеет приспособиться, найти свое место, тот устроится рано или поздно. Бывают и такие артисты, что сразу уходят в зону. Возможностей-то на самом деле немало, если не собираешься возвращаться. Правда, артисты долго не живут, в зоне привыкать лучше постепенно, я же поэтому и сократил нашу с Вандемейером первую ходку». Тем временем у кармана подоспел привычный рацион звездного десанта. Сосиски и китайская лапша, ну и водка само собой, лекарство от радиации. Блондин посторонился, чтобы не мешать парням принимать миски. Мы с Моней тоже встали в очередь. Наш скромный ужин впечатление на новичка конечно не произвел. Или произвел совершенно неожиданное впечатление. Можно и так сказать. Парень стоял в сторонке и наблюдал. «Вам еще минералочки?» Спокойным тоном предложил карман, когда освободился. «А может поужинаете? Чем, как говорится, богатый?» «Ну, а насчет ночлега?» «Пожалуйста, но не больше, чем на двое суток». Парень кивнул, взял, как все сосисок с лапшой, да еще чекушку и стакан. Он выбрал соседний столик, должно быть наша внешность, моя и Моня, располагала к общению. «Ну что, Моня, за удачу!» «Мы выпили». «Молодой человек несомненно был в штях». Моня подмигнул нашему соседу. «Шикарное заведение, ай, шикарное! Какие там девочки!» «Моня, вы слышали анекдот?» Я решил тоже включиться в разговор. Заходит сталкер Петров в баршти. Там свет выключают, девки пляшут со светящейся татуировкой. Все мужики давай ногами топать, орать. А Петров антирад горстями жрет, видит радиация, баба аж светятся. Но добрые нам зоны. Парень настороженно наблюдал за нами. Он не понимал, что происходит. Мы с Моней тоже пока не вполне понимали. Мы импровизировали. Мой приятель протер очки, посмотрел, как отражаются в стекляшках тусклые лампы и снова водрузил очки на место. «Молодой человек, как вас величать?» Вальтер назвался блондин. Гордо так произнес. Видно, что кликуху себе недавно придумал, еще не успел нарадоваться. «Моня, а это слепой». «Вальтер хорошее имя, звучное», одобрил я. «А по паспорту?» «Валера». «Так вот, Валера», подхватил Моня. «Вам, может быть, показалось, что мы подруниваем над вашими знакомыми ищтей? На самом деле, мы им просто завидуем». «Да», горько кивнул я, «именно такова печальная правда. Они героические личности, легенды зоны, титаны и полубоги местного пантеона. Для них танцуют прекрасные девушки и рекой льется спиртное, то есть, извините, прозрачное. А здесь, в баре звезды, кто?» «Да, в общем-то, никто, доходяги», подхватил Моня. «Люди, ничего не ждущие от жизни, потерявшие, так сказать, нить». «Мы просто пытаемся выжить», перебил я. «Нам уже не подняться выше, но и падать больше некуда. дно!» «Слепой, ты давай, не тормози». «Застрял я тут, понимаешь», буркнул я сакраментальную фразу, приподнимаясь, чтобы налить водки Муни. «Это, если вдуматься, самое дно», тянул наш журналист. «Последняя остановка перед...» Звякнула ложка. Демьян скачил и бросился из бара. «Ого, как его разобрало!» Новичок проводил сталкера удивленным взглядом, он ничего не понимал. «Догадывался только, что смеются здесь не над ним. Я, признаться, тоже не сообразил, что это с Демьяном случилось. Уж он-то, ветеран звездного десанта, мог бы и привыкнуть к нашим невинным развлечениям». «Значит так», снова заговорил Моня, «Валера, вы очень молодой и у вас все впереди. И я таки не знаю, интересно ли вам, что за пару слов может сказать старый больной человек. Но я скажу, устроитесь на работу, я не шучу, найдите работодателя из местных, который поставит вам штампик в трудовой книжке. После этого живите где хотите, миротворцы не спросят, что вы здесь забыли у самого периметра». «Хотя они таки любят спрашивать». «А я слышал, можно устроиться у вас везде». «Можно, однако у нас вам будет скучно, и потом это дорого стоит». «Бабки есть». Гонор у парня не иссякал. «Ну, попробуйте поговорить с хозяином. Так или иначе, нужно место работы или постоянная прописка. Это первое. Не самое трудное, но начинать нужно с этого. Когда обоснуетесь в наших палестинах, можно думать дальше». «Меня обещали провезти, туда», понизив голос, осторожно заявил Валера. «Обещали?» «В штях, разумеется», понимающий, кивнул Моня. «Вам предложили походить с кем-то из старичков, поучиться ремеслу». «Конечно, конечно, им постоянно требуется приток свежей крови, да-да». «Свежего мяса», буркнул из-за соседнего стола Кутяк. Он уже успел принять грамм триста и впал в тоску. «А молодые все идут и идут, гвозди бы делать из этих людей». «А после отмычки из этих гвоздей», закончил я в рифму. «Отмычками в штях прозвали молодых ребят, которых матерые старички берут с собой, чтобы совать первыми в опасные места. Система отработана». «Но претендентов на роль поучиться у ветеранов, а уж поучиться там получается быстро. Заходят ребята из штей в такие глухие места, о которых я только анекдоты сочиняю». «Пацаны гибнут частенько, но зато кто выживает, зону знает так, что и мне бы впору позавидовать. Однако я не завидую». «Я знаю про отмычек», заявил Валера, «я не боюсь». «Голова твоя», пожал я плечами, «куда юсовать твое дело? Но начать все же лучше с легализации, а не с пистолетика. Не то так и будешь, как наши крутые герои от патрулей бегать». «Это, конечно, по-своему очень романтично, но только поначалу. Потом надоедает, проверено на людях». «Слово за слово». «Валера перебрался за наш стол, мы взяли еще половинку. Много я себе решил не позволять, потому что завтра нам с Дитрихом предстоял рейс». Вернулся Демьян. Ни на кого не глядя, сел за свой стол. К нему не лезли с утешениями. Ни маленький, сам должен с нервами справляться. Последним явился Дима пустовар. Он не постоялец, просто хороший знакомый, частенько тусуется в звезде. Ходил в зону, иногда очень успешно, но с полгода назад сломался. Это бывает, как правило какая-то физическая травма, большой страх, стресс, и человека как подменили. Дима больше не ходит за периметр, но и наш мирок он не покинул. Общается со сталкерами, много пьет. Вон какой сделался, одутловатый, пухлый, лицо широкое, тонкие усики смотрятся сиротинушками на розовых просторах Диминого лица, а глаза печальные. Он не алкоголик, это другое. Мы привыкли выводить радионуклиды водкой. Дима тоже приучал организм довольно долго, и теперь телу нужна привычная компонента, как в анекдоте, когда Ватса натучал Холмса курить, а теперь сам не может без трубки. Вот и пуст товар, он уже не облучается, а если не получит привычного лекарства от радиации, ему не по себе. Вне зоны Дима себя не нашел, крутится у периметра, все грезит о рюкзаке с последним хабаром, который пришлось бросить. Рассказывает ребятам, ему наливают, подакивают, жалеет своего брата сталкера, с любым может случиться. сел к Димьяну, тот без разговоров наполнил стакан. Пуст товар завел свое привычное. Димьяноч, ты же свой, ты все понимаешь. Напала стая, видно шла следом, выжидала. Чернобылец их вел, матерый, черный такой, шкура как антрацит блестящая. Николко затянул старую мигрантскую песню, удачно переложенную на наш материал. Закордон, закордон, закордон. Теперь это история сталкера, который вернулся из зоны, а старый друг остался на бессрочной прописке, по ту сторону периметра. И я чувствую, внудил пустовар, если начну вставать, пси на это черная кинется, и самки, и молодняк. Вот только пущу ствол, сразу бросятся волной, захлестнут. И я лежу, автомат на готове, а рюкзак отлетел за электру, как назло, широкая такая аномалия. Разлеглась сука по бетону. Я краем глаза вижу свой хабар, но слежу-то за псами, и чернобыльцы этот черный вожак. А Валера оказался вполне вменяемым парнем. Романтик, конечно, но это проходит. Говорю же, все мы когда-то явились сюда, по уши накачанной сказочками о рисковой шикарной жизни сталкеров. Под конец блондин так разоткровенничался, что порывался рассказать, где можно недорого взять оружие и подержанную снарягу. Парню хотелось произвести впечатление. Есть такой прапор в украинском контингенте, Усаченко фамилия, прошептал он, склонившись ко мне. Меня уже познакомили, в самом деле недорого берет. И бери эту мне. Эй, Валерочка, почему вы рассказываете про этот вариант ему, а не мне? возмутился Моня. Это же я добрый следователь, а не он. Он злой. Слепой, стыдись, ты провалил роль злого следователя. У меня промелькнуло смутное ощущение, что я упускаю нечто важное. Но вспомнилось, что с Усаченко мы уже знакомы. Какой забавный вид был у прапора, как он пытался выглядеть пристойно, когда его с ног до головы обляпало вонючей грязью. Короче говоря, тогда вечером я так и не поймал за хвост ускользающую идею. Остался хабар. Ах, Демьянушка, какой хабар, какой скажу я тебе хабарище. Собаки ногу порвали, с тех пор еле хожу, а тогда и вовсе. Я и не пытался, оставил хабар. А рюкзак битком, и чего там только не было. Я, как знал, три контейнера с собой взял, все три набил, так и лежит хабарище мой. До сих пор там лежит, точно говорю. Потому что местечко-то гиблое, туда никто не сунется, и я бы не сунулся. Да псы загнали, чернобыль этот черный. Выпей, Дима, выпей. В руке Демьяна звякает стекло. Я понимаю, всех нас ждет такое, каждого когда-нибудь судьба подстережет. Ох, спасибо, брат, давай-ка я тебе координаты скину, где хабар бросил. Мне туда уж не дойти, а ты сильный, ты сможешь. А потом пришло время отправляться на боковую, чтобы завтра не подвезти Ван Демейра. Я распрощался и повалил к себе спать. За периметром он навсегда старый друг не вернется из зоны. Я ж не смог, мне еще не пора, не пора уходить за кордон, ты помнишь, как шли мы и шли, стараясь сдержать злые стоны. И Припять лежала вдали столица отравленной зоны. За кордон, за кордон, далеко за кордон, где ни бурь, ни зимы не бывает. Далеко за кордон, далеко за кордон, с перебитым крылом, улетает мой друг, улетает за кордон, за кордон, далеко за кордон, где ни бурь, ни зимы не бывает. Далеко за кордон, с перебитым крылом, улетает мой друг, улетает. Я выставил будильник в ПДА наполовину седьмого, но разбудил меня не зумя растугу дверь, стучал Костик. Я бы его обложил как следует, но мордов охранника была такая серьезная, что я даже начал просыпаться. Слепый, ты той ничего такого в ночи не чувствовал? А что случилось? Сображал я с трудом, потому что все-таки не успел толком проснуться. Выйди в залу, там усі збираются, и той профессора поклич, а? Касу нашу кто-то вкрав. В зал иди, ага, так аж там буду. Карого уже поведомив. Я по-быстрому ополоснулся, оделся. Надевая на руку ПДА, отключил будильник. Часы показывали четверть седьмого. Постепенно в голове начала складываться картина произошедшего. То, что Костик назвал кассой, на самом деле что-то наподобие склада или камеры хранения при гостинице. Стены толстые, замки надежные, там хранилось оружие и ценности постояльцев. Наши с Вандемейром казенные Макаровы в частности. Я всегда полагал, что без взрывчатки в кладовую не забраться. Значит так, Костик должен был явиться на дежурство к шести. Наверное, он и обнаружил пропажу. Ночная смена ничего не видела и не слышала. Или их предварительно вырубили. Я заглянул к Вандемейру. Тот мигом вскочил, едва я стукнув в дверь. Он естественно не знал об ограблении и первым делом кинулся влезать в снаряжение, чтобы двигаться к периметру. Пришлось и его огорчить. Мы спустились в бар. Там уже собрались наши. Мы с Дитрихом явились едва ли не последними. Дрон просил не волноваться и ждать Гошу. Хозяин уже едет. Джексон другой охранник ночной смены глядел в пол и помалкивал. А Кутяк тем временем громко вещал. И вовсе не артефакт. Нет такого артефакта, чтоб бесшумно дверь выжег. Остальные помалкивали, уставившись в пол. Как-то неловко ощущать себя под подозрением. Тем более дельцы гнилое ограбить своих. Расплавилась обшивка, буркнул дрон. И замок тоже спалили нахрен. А я не слыхал. Джексон тоже. Температура там какая была? Полторы тысячи градусов или больше? Точно артефакт. Вы сталкеры из зоны какого только дерьма не носите. На Моню было жалко глядеть. Он набрал сколько требовалось лечебных артефактов и уже собирался ехать к дочке. Мы даже попрощались вчера. Мол я свалю рано, мы не увидимся, а Моня исчезнет на месяц или около того. С ребенком побудет. Не артефакт, это была сборка, возразил Кутяк. Я слыхал о таких штуках, сам ни разу не пробовал, но слыхал. Вошли Костик с новичком Валерой Вальтером. Сда все, буркнул Костик, бо я все двери постукал. Ну, кто что чув, кто что знает, скажите скорейше, в окна та двери все цели, это Демьяна нет, заметил карман, остальные здесь. Демьян мужик толковый, заметил Кутяк, в сборках он больше моего сечет. Мог бы что-то и соорудить. Костик, ты стучал к Демьяну? Я зараз. Кивнул Костик и тут же исчез. Минутой позже появился Гоша. Видно, что спешил, явился в тренировочных штанах и в кожанке поверх майки. Кожанка, чтоб кобуры взглядом, кто падлой оказался. Демьяна нет, снова заявил карман. Костик пошел проверить. Подождем, решил хозяин. Извините, парни, но пока не выясним, кто крысятничает, все посидите здесь. Я знаю, что кое-кому в рейс, но обстоятельства фарс-мажорные. Мне нельзя опаздывать, неохотно пробубнил Валера. К одиннадцати нужно в Чернобыль четыре, и беретта моя. Я же его отдельно запираю в шкафчик. Шкафчик, конечно, железный, цент не равно несколько. Вор не стал возиться, да и какое оружие здесь, в звезде, только дешевко, то, что можно хранить законно. Зато приметно и тяжело, если с оружием-то бежать. Конечно, вор взял наличку и артефакты. Значит, получишь ствол в целости, твердо произнес Гоша, и на стрелку я тебя сам подкину. Объясню, если придется, что я задержал. Извини, парень, сам видишь, какие дела. Притопал костик. Демьян, стопудово, веконце не зачинено, майна немае, це він, через веконце втік. Он в зону ушел, буркнул кутяк, больше некуда. Гоша нахмурился. Собирается на постоянную прописку, ничего не говорил, я ж его суку и там достану. Кто пожал плечами, кто просто смолчал. Друзей у Демьяна не было, потому что его тяжелый характер никто бы долго не выдержал. Я, помнится, еще удивлялся, что он вчера с пустоваром поладил. Артефакты он продаст, печально протянул Моня. Продаст точно, снаряги крутой купит, нашего после не вернем, ставил кутяк. Его быстрее найти надо, пока не реализовал. Значит так, медленно, задумчиво произнес Гоша. Вариант такой. Слепой, господин Ван Демейр, вы же по-любому в рейс собрались. Сможете в зоне Демьяна накрыть. Демьян толковый сталкер, заметил кутяк. Ну найдет его слепой, а дальше. Нет, слепой ты сможешь найти. У Демьяна хабар, Демьян нагружен. Он нерезво побежит. Ну после-то что. Костик с ним пойдет. Это Гоша и поглядел на охранника. Тот кивнул. Все уставились на меня. Ох, не люблю я быть центром внимания. А что делать? Семь бед, один ответ. Откажусь, подведу всех. Соглашусь, значит отправлюсь на охоту. Демьяна мочить. После такого, что он учинил, миром дело не закончится, как пейдать. Да еще Костик. Он то парень крепкий, но зона требует другого опыта. Вам через кордон прямая дорога, добавил Гоша. Ученого не задержат, вы быстро пройдете. Демьян время потерял, небось, пока периметр миновал, а вы сразу. Костика с нами пропустят. Не турбуйся, слепый, я пройду. Вандемейр, вы не против. Если можно, я заброшу у вас сундук, там переждете, а потом, ну, когда все кончится, тогда за вами вернусь. Дитрих понял почти все. То ли ему было неудобно отказывать после вчерашнего, то ли Рыжий в самом деле проникся нашими проблемами, но сейчас он торопливо кивнул. Я согласен, только условия, я иду с вами. Я постараюсь не стать обузой. Я бы еще поспорил, но Карр резко махнул рукой. Тогда доброй вам зоны, я вас самому КПП подвезу. Ну, в путь, что ли? Все глядели нам вслед, пока мы шагали через зал. Я выскочил первым, мне же еще барахло нужно было взять. В дверях Ван Демейр потянул Костика за рукав, и когда тот притормозил, пошептал на ухо. Костик встал на пороге, окинул взглядом остающихся и хмурым тоном объявил. I'll прошло с полминуты, только потом в баре грохнул хохот. Шутку оценили все. Еще бы, начиная с седьмой, каждая серия Терминатора заканчивается этой фразой. В финале перед тем, как исчезнуть, Железный Малый произносит такие слова. И Костик вполне мог бы заменить любого из артистов, исполнявших главную роль в цикле. Я тоже хохотал, поднимаясь по лестнице. Такая шутка именно Ван Демейр задумчиво листал текстовый файл в своем навороченном КПК. Гоша садел хмурый, должно быть обдумывал планы мести. Больше ничто не могло поддержать пошатнувшийся престиж звезды, только образцово показательное возмездие. Если нельзя быть уверенным в безопасности гостиничной кассы, то и весь бизнес под угрозой. И Гошин статус потерян. А статус для людей вроде Карова это все. Карой окликнул я. Коша послушай, помоги Моне. Он сегодня к дочке собирался, ему бы хоть пару артефактов. Одолжи ему что ли, чтобы он купил где-то. Конечно при других обстоятельствах Гоша не понравилось бы, что постояльцы ведут дела на стороне. Но Моне сейчас кров из носу необходимо раздобыть хотя бы пару перышек для ребенка. Вопрос жизни и смерти без преувеличения. Ладно. Откатил Гоша к самому блокпосту, затормозил в 20 метрах от бетонных плит, уложенных поперек дороги. Мы трое выгрузились и двинулись к КПП. Самым сложным мне сейчас представлялось провести Костика через периметр. Когда я увидел миротворцев, едва не выругался. Российские эмблемы, но сейчас Костик к ним подвалит, заговорит на мове и пиши пропало. Я уже начал мысленно прокручивать варианты. Нас пропустят, Костику откажут. Тогда Гоша сделает допуск, воспользовавшись своими каналами, а мы тем временем возьмем след. Сегодня миротворцев было больше, чем обычно, и командовал ими старший лейтенант, такой же рослый и подтянутый, как и подчиненные. Еще я обратил внимание на экипировку. Миротворцы были снаряжены по полной программе, в защитных костюмах, в касках. Никакого пижонства, бандану никто не стал повязывать. Старший лейтенант Костромин, козырнул офицер, прошу ваши документы. Я и слова не успел сказать. Костик выступил вперед, назвался Костиков и протянул старлею какие-то корочки. Тот зыркнул, кивнул, и они с охранником, не глядя в нашу сторону, быстро отошли. Разговор продолжался несколько минут. Когда Костик с Костроминым возвратились, офицер улыбался. Да, помню, слыхал насчет мундира Усаченко. Те самые значит. Ну, доброй вам зоны. Я едва не сел. Благодарю, господин старший лейтенант. Бодро откликнулся Костик, потом обернулся к нам. Ну, что, едемо. Когда блокпост остался позади, я поинтересовался. Костик, у тебя хороший русский, а чего ж ты всегда по-украински разговариваешь? Российскую я добро вивчив, бо в российской армии служил по контракту. Теперь я в Украине живу, как цивильный мешканец, и державной мовой разговариваю. Этот тип людей мне хорошо знаком, я и сам такой отчасти. Люблю делать наоборот, не соблюдать общепринятых правил. Русскоязычной компанией говорить только по-украински, но при этом презирать все хохлячее. Забавно. Я слишком ленив, чтобы так щепетильно нарушать правила, но Тараса Кустикова понимаю отлично. Вы знакомы с этим лейтенантом? Подал голос Вандемейр. Иностранцы тоже заинтересовали причиной доброжелательности Старлея. Не, незнайомый. Слепый, как будем работать? Каким чином Демьянов полевать собираешься? А, я вспомнил о своих обязанностях проводника. Сейчас. Сперва заглянем к моему тайничку, оружие возьмем. Тайник мой, но это много говорить не буду, это секрет. Не турбуйся, сбережу твий секрет. Кажи далее. По зоне идем аккуратно, я первым, за мной Костик. Дитрих, вы замыкающий. Смотреть внимательно, что увидите необычного, говорите мне. Руками ничего не трогать, ногами никуда не прыгать, это первое. Мы на ходу перестроились и дальше шли гуськом. Я по дороге свернул к полянке с давно знакомыми аномалиями. Продемонстрировал Костику безопасного расстояния зашвырнул гнилушку в мясорубку. На новичков эти примеры не всегда действуют, но лучше выполнить все процедуры, чтобы после не жалеть. Потом вернулись на тропу. Я привел спутников в разрушенный домик и велел ждать, а сам наведался за угол к тайничку. Все было на месте, в целости и сохранности. Я взял АКМ для Костика, два рожка в запас, себе привычную МП-5, прихватил пару. Демьян парень ловкий, мало ли как дело обернется. Еще взял казенных консервов из того, что припрятал в прошлую ходку. Сейчас мы собирались в торопях, о продовольствии я и не подумал, вспомнил лишь за периметром, а ведь нас теперь трое. Я гадал, что ты до ветру. Костика глядел мой арсенал. Примерно так и было, согласился я, сходил по большому. Дивовижный организм, тебе б на оборонном предприемстве працювати. Меня в оборонку не взяли по зрению. Ладно, хватит шутить. Держи вот, будешь нашим главным калибром. Костик придирчиво глядел АКМ, провел пальцем по казенной части. Не поважаешь ты зброю, слепый, не следкуешь за нею. То и она тебе не поважатиме. Да ладно, твой палец не стал грязней, не притворяйся. Ты еще не служил? Хибо так за сброю пыльнують? Эх, слепый. Я, Костик, служил в понтонном полку, нам оружие не давали. А как же? А мы противника больше на понт брали, потому и войска наши так назывались, понтонные. Ладно, хватит об этом, насчет Демьяна. Я пока не знаю, где он сейчас и куда направляется, но речка, ну, любимая что ли. Свои поля аномалии, свои нахоженные тропки, маршруты. И Демьян не исключение. Я несколько раз поглядывал на ПДА, пока мы шли сюда. Шесть человек движутся там, где мог бы объявиться наш голубь. То есть от периметра к местам, где обычно Демьян пасется. Мы сейчас двинем туда же, по дороге заглянем сундук. Я узнаю новости. Демьян вполне мог часть груза там скинуть, потому что ему нужен крупный покупатель. Сорняк вполне подходит. Пока что ясно? Вопросы есть? Ван Демейер кивнул, а Костик не смело протянул мне зажатый в горсти предмет. Слепый, а ценный артефакт? Нет, Костик, это не артефакт, а лампочка накаливания, которую очками. Им кажется, что артефакт можно найти прямо под ногами, да еще в домишке, где едва не каждую ночь кто-то останавливается на привал. И вообще, я же сказал, руками ничего незнакомого не брать. Большинство артефактов сами по себе опасны. Ты сколько раз видел, что мы их в защитных контейнерах носим? Наш терминатор, наш железный малый Костик оказался романтиком. Артефакт ему подавай. Как дитя, ей богу. Попал в зону, дорвался. Ну, в путь. По дороге я еще несколько раз проверял по ПДА, сколько человек движется так, как мог бы шагать Демьян. Число подозреваемых сократилось до пяти, но я не обольщался. Во-первых, моя машинка слабовата, и я мог попросту прозевать чей-то сигнал. Во-вторых, я включался в сеть очень редко. Дело в том, что наши компьютеры не безличны, но Демьян наверняка сменил машинку, если решил сокинуть товарищей. Поступить иначе, все равно, что на спине мишень намалевать. Зато мой ПДА прежний, то есть Демьян узнает о моем приближении заранее. Поэтому я и не рисковал торчать в сетке подолгу. Если Демьян включается, как и я, урывками, мы вполне могли разминуться во времени. Собственно, за этим-то я и шел к бороде. Мне требовалась квалифицированная помощь. Тем я взял не слишком резвый, чтобы Костик постепенно привыкал, а Дитрих, чтобы не вымотался. Я считал, что Рыжий неплохой ходок, но человек-то он больной, мало ли как его хворь может проявляться. Когда идешь так медленно, опасностей минимум. Дважды я замечал на ПДА группы сигналов, движущихся поперек нашего маршрута и придерживал спутников, чтобы не встречаться. Если это крутой сталкер с отмычками, ничего, но если группа мародеров, то лучше не сталкиваться. Несколько раз за кустами слышалось знакомое Охо-хо, но слепые псы к дороге не выходили. Видимо, не считали нас подходящей закуской. По дороге Костик меня еще пару раз спрашивал, не является ли артефактом подобранный у обочины мусор, какие-то железки, и грязная пластмасса. Одно слово, романтик. Зато Ван Демейр помалкивал. Я даже удивился и спросил, о чем это он так молчит. Оказалось, Дитрих молчит о своем. Его по-настоящему заинтересовало поведение псов той ночью, когда мы с ним торчали на дереве. Мне тоже стало интересно, но сейчас было не до расспросов, тем более, что один из моих подозреваемых явно побывал в сундуке. Момент, когда точка на ПДА совместилась с отметкой соответствующей сундуку, я прозевал, но пауза между выходом и в эфир получилась тогда около часа. Тимьян вполне мог сладить дела с сорняком и двинуть дальше. А вокруг была зона. Тишина, серая спокойная тишина. Небо хмурилось, иногда срывался мелкий дождик, и тогда шорох капель был особенно явственным. Снаружи, по ту сторону периметра, не замечаешь, как громко стучит дождь по листьям и траве. Там много других звуков. Всевозможные шумы, созданные цивилизацией. А здесь тишина. Серое полотно асфальтовой дороги, растресканное, проросшее серым жестким бурьяном, серые полуразрушенные строения, справа и слева, серые бетонные павильончики автобусных остановок. Закопченные из-за того, что в них сталкеры иногда разводят костры, если придется сделать привал. Кое-где брошенная техника различной степени сохранности. Некоторые аномалии действуют странным образом и словно консервируют старые автомобили и трактора. Случается целенько блестящая машинка соседствует с проржавевшим насквозь развалюхами. В кинохронике и документальных передачах это все видели. Но совсем иначе острее воспринимаешь воочию, когда постапокалиптический пейзаж сопровождается заунывным свистом ветра и непривычно громким стуком дождя. Ветер вообще способен создавать удивительные звуки, которых не заметишь на большой земле. Хлопает полуоторванный лист кровельного железа, шуршит на сквозняке свалившаяся в трубу ветка, скребет по кирпичам корявыми сучьями деревце, проросшей сквозь стену. Это только в зоне бывает. И впечатление выходит странное, зловещее. Постепенно мои подопечные привыкли к странным звукам и дикому пейзажу, стали заводить разговоры. Вандемейр заинтересовался, как это Костика пропустили на блокпосту. Тарас ответил уклончиво. Маю багатый досвид. Умею с військовыми поразуметься. Я в особенной частине служил. Нас уси поважают. Нет, но все-таки... Профессор, не берите голову. И меня не турбуют. Заяватся. Я им сбрехал, что сейчас выполняют специальную задачу. Шпигуна помогает контролировать. Существующие службы, где я был, не бывают. Это целиком возможно, что бойцы запаса снова используют. Ну вот и сейчас такой случай. Шпигун то. Опа, вот тут я удивился по-настоящему. А кто у нас шпион? Демьян что ли? Кто кто? Пан Вандемейер евросоюзовский шпигун под маской ученого. А я с ним нанятый хлопчик. Не мов бы ничего не знаю, а сам стежу. Где он какую-то каверзу должен сделать в нашей великой стране? Вандемейер многозначительно хмыкнул и я тоже был ошарашен. Как-то по-детски звучит. Шпион, боец спецслужб в отставке, с иностранцем под видом нанятого работника. Хотя я могу сходу припомнить десяток приключенческих фильмов с похожим сюжетом. По российским каналам такие постоянно крутят. Если в кино эту лажу все глотают, не задумываясь, почему бы теперь не сработало? Я-то фильмы смотрю редко, а Старлей парень молодой. Нифига себе, вот это фантазия, зону ее возьми, а я кто? Я быстро перебрал в памяти немногочисленные амплова в патриотических кинострелялках. Запроданец или невинная жертва коварной интриги? Все может быть. Слепый, ты не переймайся. Скажи краще, чи це не артефакт? Нет, Костик, это просто железяка. Из нее артефакт, как из Вандемейра шпион. Все, сталкеры, привал. Мы расположились у дороги, перекусили казенными харчами. Костик разобрал и вычистил мой АКМ, при этом бурчал, прикидывал, что именно нужно оторвать пантанеру за такое обращение с оружием. Фигня, зачем пантанеру автомат? Когда такое чудище гусеничный самоходный паром прет, не разбирая дороги, ему автомат, что слону дробина, даже не заметит. Вандемейр молчал, то ли переживал, что его шпионскую сущность раскололи, то ли заново пересчитывал своих ангелов. Я так понял, что Рыжий поначалу собирался втулить своим клирикальным работодателям более или менее лаживые результаты, но обнаружил что-то стоящее и теперь сам заинтересовался исследованиями. Сейчас Дитриху страсть как хочется снова включить приборчик, но он сдерживается. После отдыха я повел бойцов дальше. Поскольку при мне было двое неопытных подопечных, места я выбирал открытые, более или менее спокойные. Из-за этого пришлось идти дольше, так что к сундуку мы вышли только под вечер. Тучи разошлись, красноватое раздувшееся солнце показалось напоследок, потом кануло за руины. Небо сделалось прозрачно синим, ясным и особенно чистым. Такое чистое небо я видел только в зоне. Здесь не дымят заводы, не извергают выхлопные газы в автомобиле, даже курильщиков мало. После того, как солнце скрылось, стало быстро темнеть, но мы уже подходили к сундуку. Борода моему появлению обрадовался. Ну, принес. Держи свои микросхемы. О, вот это дело! Спасибо, слепой. Спасибо, мне отделаешься. Демьян у вас был? Был, но недолго. Скинул сорняку товар и свалил. Вроде пофартило ему наконец. Хабара мешок притащил. А то ходил смурной мрачный. Пофартило, ага. Товар его гнилой, краденый. Опа! Вот дела, зона их возьми. Тебе сорняком об этом перетереть придется. Костик, поговоришь сорняком. Охранник кивнул. Он доверенное лицо Карова, так что пусть заводит сорняком дипломатические переговоры. Беседа выйдет неприятная. Сорняк, разумеется, не захочет возвращать товар, за который заплатил. Демьян спешил, наверняка отдал дешево. И хозяин берлоги небось рад и счастлив, что сорвал неплохой куш. А тут такой облом. Сквер надельце как ни крути, поэтому я решил свалить его на Костика. А мы не торопимся, уточнил Вандемейр. Ночуем здесь. Ночью я вас по зоне не поведу. К тому же мне кое-что необходимо сделать. Борода, есть спешный заказ. Механик к моему заказу не обрадовался, потому что понимал, много с такого ценного курьера драть не годится. А заниматься дешевкой ему сейчас не хотелось. Я принес микросхемы, вздохнул, отказываться не стал. Чего у тебя? Во-первых, мне нужен совет, как выследить Демьяна. Во-вторых, мне нужно, чтобы он меня не приметил, когда мы сблизимся. Сделай что-нибудь с моим ПДА, чтобы он стал неузнаваемым в сетке. Только цветовых настроек не трогай. Я и так их еле отладил под свое зрение. Слепой, а сам не можешь? Борода скривился. Это ж совсем просто. Или возьми у своего ученого машинку. Я видел, у него сильная вещь. Это точно, у Вандемейра КПК суперский. Всем шпионам такие дают. Ну да, да, я чайник, я сам не могу. КПК Вандемейра мне не подойдет. Мне нужна моя информация и настройка под мои больные глазки. Ну сделай, Если это так просто, то времени много не займет. Механик скривился и стал а как бороде возиться, работа оказалась куда сложней. Все электронщики таковы, борода не исключение, но поворчав все-таки взял мой ПДА и велел ждать в баре. Мы с Вандемейром отправились ужинать, заодно я обратился к бармену насчет патронов к МП-5, попутно выслушав новый анекдот. Наведался сталкер Петров за периметр на большую землю. Возвращается рассказывает там братцы тоже мутантов полно. Иду ночью никого не трогаю, вдруг подлетают мелкие проворные такие как снорки, но без противогазов и хлипкие совсем. Положил их вмиг. Новые какие-то мутанты незнакомые, говорят по-человечески даже лучше контролера. Знают правда всего одну фразу дядя дай закурить. Но друзья Петрова спрашивают а как ты понял что это мутанты. Тот в ответ ну как же они в ПДА не выделялись значит мутанты. Я чтобы не обижать бармена сделал вид что мне смешно. Рассчитался за обед купил полсотни патронов. ПДА Это первый анекдот про сталкера Петрова в котором фигурирует ПДА и придумал его не я. Даже немного обидно хотя анекдот так себе фигов анекдот ничуть не смешной Мои куда лучше. Позже к нам присоединился Костик Ну как прошли переговоры? Та не я. Вин свое каже сарняк цей купи в гроши видал а я щу нехай с карем справы мая ты чусь вызнал слепый Пока ничего да найдем Демьяна куда он денется Говоришь гроши он взял а не снарягу значит не в самые опасные места собрался снаряга у него паршивая он сам жаловался в крутые места с его барахлом не сунешься наличкою Демьяну взял слепый послухай что я надумал мне дрон сказал они вчера долго разговляли Демьян с Димкою тем толстым с пустоваром ну да я тоже удивился зона возьми ты прав точно теперь я знаю куда он идет утром двинем напрямую я быстро изложил свои новые соображения спутником до сих пор я просто шел за Демьяном даже не за ним а тем маршрутом шел каким мне представлялось должен улепетывать наш вор не было времени задуматься попытаться прикинуть его собственные планы ведь на что-то же он рассчитывает и тут вспоминается его разговор с пустоваром если толстяк скинул нашему приятелю маршрут от свалки на восток пройти там до недавнего времени было просто но сейчас к востоку от свалки возникли странные вещи по непонятной причине прежние маршруты стали непроходимы из-за этой новой напасти сместились поле аномалий и радиоактивной зоны прежде имея серьезное снаряжение и запас антирада можно было пройти коротким путем теперь от старых маршрутов отказались а новых насколько я знаю пока не протоптали значит может рассуждать Демьян если проскользнуть по наводке пустовара безопасным маршрутом со свалки в темную долину то все преследователи вмиг отстанут беглец получит приличную фору плюс ему достанется хабар пустовара его снаряга который тут бросил все это я торопливо изложил партнерам Костик только пожал плечами ему географические названия мало что говорили Вандемейер потер лоб и неуверенно произнес этот человек пустовар не производит впечатление опытного сталкера цевин зараз салом покрытый як свиня объяснил Костик а раньше был ничего себе такий хлопчик справный Дима толковый вставил и я слово работал в каком-то НИИ в технике шарит не борода конечно но тоже грамотный парень может он Демьяну с КПК помог чтоб в сетке его не узнать но если он обманул как это здесь называют сбрехал что если нет никакого маршрута он же не знал что Демьян кассу звезды вскроет насчет Хабара мог и приврать а с маршрутом вряд ли это же легко проверяется завтра идем на свалку спрашиваем не являлся ли там наш герой после этого я слечу данные всех сталкеров которых пометил вчера в своем ПДА их осталось пять кто свернет со свалки на восток тот и будет Демьян других вариантов я не вижу Гоша известно тут явился борода сунул мне КПК все твои данные в сохранности можешь убедиться но знать тебя Демьян не сможет точно механик пожал плечами да борода а ты не в курсе Демьян не покупал антирату сорняка я в курсе ответил Костик куповал хоть и небагато взял гроши а из нарядя только набоев до Калашникова та антирату того килька пачек нам бы також антирату с собой не заважаю взяти антират это конечно не улика но лучше чем ничего а поскольку других планов у нас не образовалось я объявил отбой завтра шагать на свалку поднялись мы до рассвета быстро перекусили и двинулись в путь поутру было прохладно ветерок шевелил густую траву тишина в прошлый раз мы с Дитрихом проезжали сегодняшним маршрутом на малышей химика так что можно сказать что ученые здесь впервые эти места были более дикие чем те что мы пересекли вчера в ДМР вертел головой усматривая мутантов Костик подозреваю искал в траве по обочинам артефакты вдали залаяли псы а на моем ПДА возникли яркие точки такие бывают у военных их оборудование мощнее и сигнал дает более четкий я остановился Дитрих с Костиком послушно замерли лай стал удаляться затем мы услышали выстрелы автоматы били уверенно короткими очередями свернем решил я миротворцы отобьются без чужой помощи а нам с ними встречаться незачем активность военных мне не понравилось раньше они на свалку редко забредали с чего бы теперь да и охрана блокпоста вчера была усилена ведь не Демьяна же они ловят мы обогнули место стычки миротворцев с мутантами звуки выстрелов теперь были едва слышны и я вытащил ПДА вошел в сеть и проверил своих подозреваемых к свалке двигались трое и самый резвый уже почти добрался почему-то я решил что это и есть Демьян очень уж мне хотелось чтобы все закончилось поскорей да и было бы приятно если я такой великий сыщик и так ловко вычислил замысел беглеца спутникам я пока ничего не стал говорить мало ли а вдруг я ошибаюсь настигнем какого-нибудь ничего не подозревающего сталкера взошло солнце сразу стало веселее слепый а те собаки теж слепи подал голос Костик слепые псы мне почему-то стало неприятно что Тарас связал мою кликуху с этими мутантами на всякий случай скажу о них два слова плодятся быстро держатся стаями набрасываются скопом сперва бегают кругами у тебя перед носом скачут мечутся если не выдержать нервы можно все патроны расстрелять а потом они навалятся кучей шкура красно-коричневая их легко узнать но когда поодиночке довольно пугливая совсем рядом протарахтел вертолет военный больше некому какую-то особенную активность нынче миротворцы проявляют странно-странно мы остановились выжидая но вертолет так и не показался из-за деревьев звук стал стихать сказал Костик я двинул дальше и по пути продолжил лекцию иногда встречаются псевдопсы эти темней морды как у обезьян даже не знаю с чем сравнить они более массивные и повадка у них другая не кружат а сразу бросаются прыгают на грудь сбивают с ног иногда держатся рядом со слепыми псами бывает псевдопес возглавляет стаю но это редко происходит а вот чернобыльская собака это уже серьезней случай эти твари телепаты с ними хуже всего они умеют подчинить стаю слепых псов умеют наводить иллюзию мне бы очень хотелось понаблюдать за чернобыльской собакой вздохнул андемер и особенно если она ведет стаю это могло бы существенно продвинуть мою работу и потом всякий раз когда в отдалении слышались характерные завывания слепых псов Дитрих тяжело вздыхал даже Костик обратил внимание я не профессор если вам так хочется обращаться ко мне официально говорите доктор ван демейер не ображайтесь примирительно сказал Костик это у меня уже звичка если ученый то звем профессор это как призвись кличка на всякий случай перевел я мы привыкли всех ученых называть профессорами ван демейер и друг друга зовем не именами а кличками вот я к примеру слепой потому что проблемы со зрением а Костика зовут Тарасом а фамилия Костиков или вот Гоша ну Корчалин хозяин звезды его все зовут Карем так что не обижайтесь на профессора в зоне всех ученых так величают ван демейер снова вздохнул наверное мечтал о чернобыльской собаке мне тоже в детстве хотелось иметь собаку но это было давно пора Дитриху повзрослеть надо сказать курс я держал несколько южнее чем направление на свалку и пока мы шагали поглядывал на ПДА как раз во время разговора о кличках тот сигнал который я счел принадлежащим компьютеру Демьяна покинул стоянку и двинулся к юго-востоку отлично я так и намеревался перехватить обладателя этого ПДА юго-восточные свалки спутники обратили внимание на мой довольный вид что Демьяна впизнал узнать я его не могу по-любому сдерживая гордость объяснил я но некий сталкер держит путь именно туда где пустовар обещал короткий проход от свалки к темной долине вполне возможно вполне сейчас мы уйдем с трассы поэтому давайте-ка оставим разговоры дорога станет потрудней я хочу перехватить Демьяна или кто это окажется прежде чем он углубится в опасный район у нас та антирада немного если тыкаться на обум надолго не хватит да и не дело это на обум соваться опять же здоровью вред на всякий случай я стал отмечать в ПДА траекторию подозреваемого если опоздаем придется идти повторяя его маршрут хотя мне бы этого не хотелось мы ушли с асфальтовой трассы теперь продвигались по грунтовкам иногда я делал короткие переходы без дорог но старался не рисковать с такими подопечными любое может выйти лучше не давать им возможности проявлять богатую фантазию кстати Костик снова стал искать артефакты и несколько раз показывал мне всякий мусор для меня этот поход обернулся большой морокой приходилось то и дело поглядывать назад как там наш евросоюзовский шпион его персональный контрразведчик еще я отслеживал маршрут мы немного запаздывали к точке вероятного рандеву с Демьяном преследуемый должен был выйти получасом раньше нас я подумал если это и впрямь Демьян то он не мог не заметить что его преследуют заставил Дитриха отключить прибор и свернул еще круче к востоку Демьян если это был он прибавил шагу речь шла уже не о том чтобы устроить на его пути засаду как я предполагал в начале теперь бы вовсе не упустить пришлось и нам пойти быстрей вандемейр вскоре начал выдыхаться и Костик не говоря ни слова отобрал у Дитриха рюкзак все зря преследуемый успел углубиться в опасный район прежде нас теперь мы шагали между холмов счетчики Гейгера то и дело подавали голос реагируя на растущую радиоактивность приходилось лавировать огибая наиболее зараженные участки эти маневры тоже сдерживали наши продвижения я сказал что мы отстаем а места здесь мне плохо знакомы мол глядите в оба напрасное предупреждение исключительно для чистки совести и тут чужой сигнал исчез с ПДА нас преследуемым разделяло меньше километра что ж логично если это Демьян то вполне логично если он устроит засаду груз он тащит тяжелый вчера спал мало теперь вымотался и не может выдерживать темп и разумеется ему охота поглядеть кто топает по его следам на его ПДА отображался только один сигнал мой значит он не боится засел теперь в удобном местечке отключил компьютер и ждет что ж в таком случае охота вступает в завершающую стадию то и что ж мы это понимаешь насчет аномалий значит так излагаю свои соображения если это Демьян он сейчас отключил свой ПДА сместился в сторонку нашел позицию с которой простреливается точка где он вырубил прибор ну и ждет нас железобетонные рассуждения я высказал само собой разумеющиеся вещи дальше к востоку там где потерялся сигнал чужого ПДА начинались холмы бугры голые заросшие серым бурьяном не знаю что под холмами зарыто но фон там повышенный проверено долинки между нами почти совсем чистые счетчик едва потрескивает долины заросли лесом совершенно обычным хвойным лесом значит Демьян если это конечно он сидит невысоко на склоне там где еще не очень опасно радиоактивный фон и где есть деревья чтобы укрыться но возможны варианты в любом случае он наверняка ждет что тот кто движется по следу непременно выйдет на место где исчез сигнал ПДА беглеца Костик потребовал бинокль и минут десять внимательно изучал лощину перед нами потом сказал только одно запоминайте дорогу запоминайте визуально ПДА не включать ученый кивнул ну гаразд Костик отступил на шаг только не швидко иди и меня слухай а я буду спостерегать чи немає де засідки попереду мы двинулись к ближнему распадку когда миновали узкий проход между радиоактивными холмами я убавил шаг и двинул дальше медленней чтобы Костик успевал разглядывать заросли здесь много костей подал голос Вандемейер я тоже обратил внимание вокруг стали попадаться останки различной степени свежести не целые скелеты а разрозненные кости частенько изломанные и расколотые зловещие местечко как и обычно в районе свалки аномалии расположились на склонах голых бугров в долинах иногда попадались карусели и электры но редко так что мой датчик их четко фиксировал заранее кому принадлежали косточки я не приглядывался может и человеческие но растащили их крысы крысы вряд ли они предпочитают руины да не смогли бы так расколоть крупные кости вдруг сигнал на моем ПДА исчез только что была вполне разборчивая картинка хотя и с помехами но помехи это нормально среди таких холмов здесь по толще земли наверняка скрываются какие-то захоронения а возможно и сеть подземных коммуникаций с кучей старого оборудования так что сбой сигнала со спутника вполне объясним но чтобы совсем пропал я собирался сообщить об этом но не успел стоп полголоса бросил сзади костик я послушно замер и смотрелся в заросли впереди мы уже подходили к той самой точке посреди котловины где потерялся чужой ПДА слепый аномалии впереди не было во всяком случае ПДА их не фиксирует принимается карта местости со спутника или нет но на аномалии прибор должен реагировать костик шепотом сказал что придется рискнуть раз аномалии нет он пойдет первым и двинулся в заросли окружающей полянку с неподвижным телом удивительное дело когда Тарас вошел в кусты он двинул в обход отклоняясь от нашего маршрута ветки медленно и плавно раздались пропуская плотную костиковую фигуру потом также плавно сошлись не сдав ни звука ловко мы с вандемейером приблизились к границе зарослей и остановились несколько раз я замечал как что-то смещается в тени под деревьями окружающими поляну потом костик не скрываясь вышел на середину открытого пространства и окликнул нас полянка казалась интересная здесь разрозненные косточки и фрагменты валялись едва ли не сплошным ковром поботались и свежие с багровыми лохмотьями гниющего мяса костик склонился над человеком в центре поляны а на полпути между костиком и нами валялась неестественно выгнув спину слепая собака наверняка дохлая но свежая нетронутая ничьими зубами слепый профессор иди сюда девица костик отступил на шаг и больше не глядел на тело ощупывал взглядом заросли ствол АКМ в его руках плавно ходил из стороны в сторону мы с Дитрихом склонились над лежащим Демьян беглец был жив но в бессознательном состоянии и раздет ни снаряжения ни оружия только рубаха да брюки то и другое изодрано в лохмотье залито кровью сталкера жестоко искусали псы но потом их похоже кто-то спугнул этот кто-то прикончил одну собаку остальные разбежались не похоже на слепых псов эти твари настолько тупы что не бросают кровавую добычу разве что противник очень уж страшный кто же их прогнал Дитрих что с ним жив странно этот человек словно в каком-то трансе в ступоре Демьян не издавал ни звука раны на нем оказались неглубокие кровь уже почти не текла взгляд был застывший бессмысленный однако это не было похоже на потерю сознания глаза не закатились а вот руки одеревенели как будто сведены судорогой вытянуты перед грудью болевой шок нет голос ученого звучал неуверенно не думаю а ведь он не сопротивлялся когда его рвали собаки у того пса сломан хребет и раздавлена гортань нет ран нанесенных оружием и оружия нет вообще ничего нет я поднялся пропал наш хабар ван де мейер пожалуйста займитесь раненым возможно он придет в себя и что-то нам слепый там якась людынка была какая еще людынка человек нивы здоровый таки сутулый пришел за кущами а потом сник где я вскинул гадюку и тут увидел как колышется идет мелкими волнами воздух как известно дальтоники путают цвета зато лучше различают оттенки поэтому кровосос для меня не совсем не видим даже когда переходит режим стелс я уже видел как он приближается раскачиваясь из стороны в сторону готовится к последнему рывку когда увидишь его бей в голову крикнул я только в голову и дал очередь почти не целясь я попал не совсем удачно несколько пуль легли поперек широченной груди кровососа это не могло его остановить зато тварь выдала себя от боли монстр потерял контроль над функцией невидимости и свой им ринулся на меня на бегу разведя длинные когтистые лапы я выстрелил но в этот раз промазал костик локтем отпихнул меня в сторону я свалился подо мной хрустнули сухие косточки короткая очередь АКМ из груди кровососа выплеснулись темные фонтанчики в голову его загорал я выпуская очередь едва ли не наугад в голову и снова я не совладал с эмоциями сдуру выпустил весь магазин кровососа я задел но пули угодили в корпус не в башку костик отпрянул пригибаясь над его головой промелькнула длинная ручища кровососа отлетел вандемейр так и не успевший выхватить пистолет кровосос навис надо мной склонился широченный страшный глазки горят красным щупальца в стороны еще одна очередь свод черепа тварей разлетелся багровыми осколками я едва успел откатиться в сторону и кровосос свалился придавив мою ногу я выполз из-под тела и первым делом перезарядил автомат только потом поднялся еще цебуло костик похоже не слишком переволновался он встал над неподвижной тушей и разглядывал монстра кровосос интересное создание на него поглядеть любопытно если он уже не в состоянии причинить вам вред когда он стоит то сильно сутулится у него непропорционально длинные руки с мощными когтями но лежа сразу становится похож на атлетически сложенного человека широченные плечи узкие бедра кое-где жесткая коричневая шкура покрыта черными морщинистыми наслоениями регенерировавшие ткани не успевшие отшелушиться кровососа костик нужно бить только в голову иначе не остановить так це той кровосос разочарованно протянул наш терминатор а я стильки чу про нёго че це така бестия така бестия костик пошевелил ботинком коричневого тела а чего тильки в голову демьян умер сообщил ван демейр потом присоединился к нам и тоже поглядел на мертвого мутанта этот плюд заугер вампир кровосос он поглощает жидкости тела добычи прежде чем добыча откинет коньки вставил я довольно паршивый способ питания мне стало обидно что костик так легко воспринимает победу над одной из опаснейших тварей зоны это возможно кивнул дитрих не исключено что добыча жива когда кровосос уже питается ею так вот у него упрощенный пищеварительный тракт за счет этого усилены другие функции организма необычно развитые способности к регенерации тканей поглядите на эти пулевые отверстия они уже затягиваются а меня больше интересует его способность делать унзихтбар инвизибл к невидимости поразительно очень жаль что его мозг уничтожен было бы интересно исследовать крайне интересно кроме как пули в голову его ничем не свалить я пожал плечами да и зачем вам мертвый мозг он не вполне мертвый отрезал ученый дайте ваш нож вот смотрите дитрих склонился над кровососом с минуту изучал развороченную черепную коробку мутанта потом осторожно ткнул острием ножа в кроваво-склизкое месиво по коричневому телу пробежали судороги длинные ноги вздрогнули под грубой шкурой проступили узловатые мышцы видите ван де мэр будто лекцию студентов читал в этом теле чрезвычайно тонко выстроена система управления мозг распоряжается всем я мог бы тыкать в грудь в живот в это в жопа да но реакция лишь на раздражение идущего от мозга вероятно с этим как-то связана возможность его маскировки его пресловутой невидимости от корпуса требуется невероятно слаженная работа по малейшей команде мозга поэтому даже незначительное повреждение черепа приводит к тому что все функции разлажены он почти не регенерирует он не движется хотя в медицинском смысле это тело живо погодите ван де мэр я думал все дело в электромагнитных колебаниях вы же сами говорили ну для невидимости а тут получается что он что-то делает с телом слепой у меня нет единого ответа помните нет это всегда нет ада подразумевает массу вариантов скажем если блюдзаугер телепат и посылает вам определенный сигнал о том что в объеме занимаемым его телом есть пустота это означает что он должен очень точно владеть своим телом очень верно представляет свою позицию в пространстве тотальный контроль над телом це вже дуже цікаво буркнул костик але що з дем'яном майно ж зникло да барахло исчезло в андемер а кровосос умеет обездвиживать жертвы может он как паук что-то впрызнуть яд какой-то что говорит нам наука на этот счет наука говорит много разного есть несколько версий оба спутника уставились на меня это же я великий сыщик я вывел их дем'яну ладно я решил изложить свою версию событий слушайте ватсоны дело было так дем'ян почему-то оцепенел впал без памятства появились псы похоже стая здесь кормится постоянно вокруг много костей собаки напали на сталкера но загрызть насмерть не успели их спугнул кровосос одного пса убил остальные разбежались я бы даже предположил что этот же кровосос и дем'яна сперва каким-то образом обездвижил не знаю как яд пси воздействие это самое но есть одна вещь которая не укладывается в эту версию хабар подсказал костик именно кровосос не стал бы брать хабар особенно деньги здесь кто-то был кто-то хорошо знающий местность он раздел демьяна даже куртки нет и собаки пришли потом начали рвать бесчувственного человека затем их прогнал кровосос однако и человек здесь побывал да явно раньше собак но преследовать этого человека без сигнала на ПДА я не возьмусь Костик ты же у нас следопыт собаки все затоптали затолочили ничего не поробишь демьяна похоронить надо хотя он и гнида решил я Костик сделаешь а Вандемейр поглядите кости это человеческие или здесь какие-то еще сам я занялся кровососом его челюсти щупальцами отличная добыча и стоит немало закончив с трофеем я присоединился к Костику мы похоронили останки завалили тело камнями какие нашлись покрупней поставили крест из сухих палок напоследок я побрызгал из баллончика чтобы собаки не разрыли могилу а Вандемейра изучение косточек увлекло мы с трудом заставили его отлечься здесь много разного начал Дитрих издалека для такого вывода не нужно быть ученым заметил я если говорить коротко я вижу останки по меньшей мере десятка человек скорее их здесь больше присутствуют собачьи кости их тоже порядочно многие фрагменты я затрудняюсь классифицировать это же мутанты профессор заявил Костик будто это слово что-то объясняет иду теперь я пошукая чего-то интересного и утопал с артефактами неисправимый романтик Вандемейр какой вывод можете сделать как обычно однозначно исчерпывающей версии у меня нет здесь нет сигнала спутника мертвая зона слепое пятно подсказал я не знаю почему так во всяком случае сюда забредали сталкеры возможно теряли ориентацию их атаковали хищники потом звери дрались над добычей такие места всегда привлекают много падальщиков поэтому и собачьих костей много их с боем прогоняли более сильные мутанты вандемейр по моим наблюдениям звери зоны не делятся на хищников и падальщиков впрочем это не важно значит сюда забредали непременно одиночки и всякий раз настолько неопытные что не могли выбраться без сигнала со спутника странно не находите а что вырубила демьяна из кустов бесшумно возник костик слепый подивись чи ценный артефакт я взял поблескивающий металлическими гранями обломок КПК свежий скол приоткрывал напичканными микросхемами и проводками нутро на тыльной алюминиевой части сохранились нанесенные маркером буквы дем маркер был то ли красный то ли зеленый мне дальтонику не понять не я таки вырешу бодужина сруйнованной педа схожи там такого добра навалом за кущами штук 100 мабуть компьютерчики в тих растрочили цикаве мисце о-хо-хо донеслось издали собаки возвращаются вандемер вы можете врубить свой прибор чтобы псы нас не почуяли всего лишь собаки а что если с ними чернобылец было бы неплохо вандемер вы сволочь мне не до шуток непонятно что здесь творится вы что не видите здесь погибают люди о-хо-хо уже несколько ближе ну ладно вандемер неохотно вытащил прибор и переключил тумблер стая ответила взрывом воплей по крайней мере они ощутили воздействие нового фактора нужно уходить неуверенно предложил я отступаем Гоша застанется незадоволенный я прислушался собаки похоже в самом деле растерялись но лай из завывания делались громче у меня есть координаты этого места мы сможем вернуться за кустами послышался отрывистый лай какой-то шустрый песик меньше родичей доверяющий ради волнам уже учуял нас теперь на его визг собирались другие псы поздно решил я будем отбиваться здесь положим сколько удастся потом пойдем на запад задерживаться тоже нельзя ночью здесь опасно красно-коричневые морды уже мелькали в кустах окружающих поляну ван де мейер выстрелил собака взвизнула подпрыгнула на месте и скрылась стая отозвалась дружным воем после этого все пошло по заведенному сценарию псы вылетали из кустов и мчались к нам казалось что вот-вот подскочат вплотную но всякий раз пес сворачивал описывая круг а к нам чался другой или сразу пара этих тоже лучше в голову посоветовал я у них и череп слабей простучал автомат костика собака хрюкнула я села я полоснул очередь у другого пса в голову не попал но пули перебили позвоночник и животное поползло в кусты истекая кровью медленно отходим скомандовал я иду первым костик ты прикрываешь еще одна очередь тонкий виск только не отставай ван де мейер держитесь между нами не увлекайтесь стрельбой вам бить только в упор если автоматы какую-то скотину не остановят пошли опасный момент преодолеть кусты окружающие поляну я прошелся длинно по зарослям перед собой и кинулся на ходу меняя магазин дитрих сопел рядом костик слегка отстал и грохот очередей его калашникова заглушал прочие звуки я миновал кусты магазин щелчком встал на место ван де мейер остановился рядом водя стволом потом короткая очередь из АКМ костик выскочил из зарослей следом из переплетения дрожащих ветвей прянули две собаки одну подстрелил ван де мейер другую я это вышло удачно за мной бросил я переходя на бег теперь быстрее может отстанут и точно хотя я не люблю бегать по незнакомым местам но здесь игра стоила свеч стая не стала нас преследовать едва мы удалились от полянки псы отстали кровосос жестковат для слепых собак его мясо почти как дерево конечно голодные псы могут сгрызть и эту твердую плоть но сейчас предпочли бы чего помягче несколько мертвых сородичей должны были их отлечь для этого мы и приняли первый бой на полянке ван де мейер снова встал рядом и сменил обойму в которой по-моему еще оставалось два или три патрона на полную последним к нам присоединился Костик он по-прежнему тащил два рюкзака свой и ученого только я собирался сказать что мол все отбились как из кустов ринулась размазанная серая тень ударила Дитриха в грудь и сбила с ног обычно псевдопсы предваряют атаку страшающим хрипом они не лают а хрипят но этот зверь атаковал молча Костик среагировал мгновенно ударом приклада смахнул мутанта с оранжевого комбинезона пес перекатился вскочил на лапы тут его настигла очередь из гадюки в голову я не попал но несколько пуль вошли в поджарое мускулистое тело псевдопес снова покатился по земле взметнув кучу ржавой палой хвои Костик скинул автомат но тут я уже не сплоховал следующим выстрелом разнес свирю башку Вандемейр вы как кажется в порядке он не прокусил комбинезон акцент Дитриха сделался сильней чем прежде оно и понятно рыжий был на волосок от смерти я задержался на минуту чтобы очекрыжить к бутанту хвост мой трофей кровососа-то завалил Костик щупальца ему причитаются а теперь скорее уходим что-то не по себе здесь делается мы ускоренным шагом двинулись на запад минут через двадцать мой ПДА писком известил спутниковый сигнал найден я заново сориентировался и взял курс северней в направлении сталкерского лагеря у края свалки после того как нашелся спутниковый сигнал я сразу приободрился вроде ничего такого но вероятно любому человеку приятно ощутить принадлежность великой цивилизации прикоснуться к глобальной сети ну и все такое я не стал делиться этими соображениями со своими спутниками сказал только Вандемейру что теперь он может смело врубить свой ПДА и еще ляпнул ни к селу ни городу сталкер Петров не любил слепых собак сволочи я не говорил даже в глаза не смотрят небо затянуло тучами где-то рядом невидимый протарахтел вертолет Костик склонив голову на бок прислушался как меняется тембр звука и объявил старый солдат военная косточка я никогда так на слух не определил бы и сталкер Петров ручаюсь тоже не стал бы определять тем не менее когда мы прошли с полкилометра я обнаружил россыпи ярких точек в ПДА миротворцы или скорее военные сталкеры два созвездия целенаправленно двинулись в нашу сторону я показал Костику красивую картинку на мониторе КПК и скомандовал привал военные наверняка заинтересовались нами и движутся на перехват облегчим им задачу все равно ведь не уйти а мы в зоне легально чего бояться мы сбросили рюкзаки и попили водички Вандемейр наглотался своих пилюль военные неторопливо приближались две группы действовали согласованно судя по тому как дружно берут нас клещи наконец они добрались к нам оставаться на месте не делать резких движений мы уже полчаса остаемся на месте и не делаем резких движений заждались уже ответил я ребята вас отлично видно на ПДА выходите что ли потолкуем и разбежимся из кустарника поднялся военстал ствол его автомата глядел на меня неприятно как-то давайте давайте поощрил я смельчака проверьте документы и мы пойдем но военсталы меня не послушались наверное им было не к спеху они сплясали все положенные танцы я время от времени поглядывал на сложные маневры которые исполняли яркие точки на мониторе моего КПК бойцы завершили перемещение они двигались так чтобы парень идущий к нам не перекрывал линию огня никому из товарищей наконец смельчак добрался к нам и объявил второй отряд военных сталкеров ваши документы удостоверения допуски почему вы не представились начал рыжий в своей привычной манере фамилия звание личный номер я счел что сейчас не время для развлечений и велел ван демейр давайте ускорим процедуру покажите ему свои верительные грамоты и двинем дальше это военные сталкеры у них особые полномочия беззаконие буркнул ученый но подчинился я опасался что у Костика возникнут осложнения но его корочки сработали здесь вайн стал связался со своими и отрапортовал порядок ученый с парой сопровождающих бойцы поднялись из кустов и двинулись к нам еще трое а пара осталась на позициях мне смысл этих перемещений был непонятен но я не собирался понимать не скажете чего такой шум обратился я к тому что проверял наши документы на блокпосту сегодня людно миротворцы с полной выкладкой боевой раскраски вас вот сюда перебросили почему откопаны тамогавки парень обернулся и поглядел внорослого сослуживца командир наверное у военсталов нет армейских знаков различия а в их нашивках я не разбираюсь миграция мутантов пояснил старший вы тоже столкнулись он кивнул на хвост псевдо собаки который болтался у меня на ремне да было дело поэтому пришлось прервать исследования хотим засветло к свалке выйти валяйте кивнул старший военстал и парни двинулись прочь на восток туда откуда мы пришли те двое что оставались в укрытии нам не показались ну значит так надо чёсь тут е протянул костик миграции идти дайця полянка с кистками е и кись звезок чрезвычайно мудрая мысль но додумывать ее я не стал ладно подъем выдвигаемся в направлении лагеря на кладбище автотехники ван де мэр вы там уже были о да я опытный сталкер а эти военные они кто они не подчиняются правительству подчиняются но посредством очень сложного механизма не нужно их задирать эти еще хуже чем сталкеры из долга я понял понял но неужели никак нельзя им указать чтоб знали свое место я смолчал солнце уже клонилось к закату так что мы двинули быстрее благо отдохнули поджидая воинсталов однажды сталкера Петрова становили военные сталкеры и велели показать документы отлично патронами разживусь на шару решил Петров снимая с плеча КМ вот это единственная месть воинсталам которую я могу себе позволить сочинить о них анекдот по дороге Дитрих продолжал бурчать что ему не нравятся здешние порядки а кому не нравится на словах никому и это правильно и довольство порядками двигатель прогресса но дело даже не в этом на деле ситуация всех устраивает правила игры никто не зачитывал вслух однако они принимаются всеми молча без комментариев да заспокойтесь уже профессор не выдержал костик если бы рядовцы хотели этих сталкеров не было по зоне те же воинстали их и прибрали но сталкеры есть даже если какие-то отморозки воинских постреляют и в таком випадке урядовцы терпят винных конечно ликвидуют но тихонько но почему так сталкеры нужны они собирают повинны выполнить разные доручения которые невозможно официальным чином вырешить если в зоне что-то новое появляется кто первое узнается то то и оно это так гоши сказал его бизнес также зависит от сталкеров он знает некоторые подробности да ваших сталкеров держат как подопытных животных выкрикнул Дитрих кого задрал кровосос кого собаки растерзали а для ваших урядовцев новый опыт поставлен это верно согласился я однако ничего лучшего никто не предложил воинсталы при всех их полномочиях при всем оборудовании при всей официальной и что важнее при всей неофициальной поддержке все-таки не в состоянии заменить частных предпринимателей таких как вы слепой я человек маленький выжить пытаюсь иногда удается денег срубить я их родичам отправляю сестра у меня троюродная родители ее им станет легче если вас покалечит зона ван демейр вы сволочь уже привычно констатировал я хиба можно так казати сукаризной молвил костик зона усе чуя якби ця наша людина сказала я за таки слова попытки вже дал бы мовчить пан ван демейр краще мовчить я считается позорной я больных спидом столько анекдотов знаю вот и у меня случаются приступы мизантропии за что мне такая хворь это не болезнь вроде ерунда и все равно я словно неполноценный в мире людей с трихроматическим зрением с веселыми разговорами время пролетело незаметно и мы благополучно вышли к лагерю края свалки перед входом на кладбище автотехники я вручил Костику его законный трофей челюсти кровососа с подникшими щупальцами и велел подвесить к поясу меня уже многие знают с меня хватит и псевдо собачьего хвоста а у Тараса можно сказать выход в общество первый балл гимназистки такая добыча на поясе сразу создает определенные отношения новичку это полезно и убережет от кое-каких недоразумений Костик отказываться не стал в конце концов ему же хотелось романтики ну а победа над мутантом если подумать найденного артефакта даже покруче я перекинулся парой слов со знакомыми тут же запустил новую присказку насчет Петрова и Вайнсталов на душе стало легче и мы развели костерок Костик попросил скинутый маляву Караму я сочинил краткий доклад о наших подвигах конечно Гоша будет недоволен Костик изъявил желание покрутиться в здешних краях вдруг удастся что-то выяснить я добавил это к докладу мол боец Костиков идет по следу не мог же Хабар исчезнуть бесследно денег-то в кассе было немного на ночь там ничего крупного не оставляют но покойный Демьян потянул имущество постояльцев Гоша объявил что он гарант и возместит в полном объеме престиж дороже кто поселится в гостинице если там воруют кроме того мне пришло письмо Ларик осваивает сетку чудо Ван Демейр тоже получил послание от некоего профессора Головина из лагеря на Янтаре ученому сообщили о нас военсталы и господин Головин изъявил желание пообщаться с коллегой Ван Демейром обещал поделиться результатами исследований Дитрих ругаясь отбил вежливое согласие мол да благодарствуйте при случае непременно загляну я догадался что случая скорее всего не представится спрашивать почему не стал зачем мне может таковые инструкции полученные от клерикалов а может обычная мизантропия Ван Демейра распространяется на отношения с коллегами мало ли я уже собирался на боковую когда у нашего костра объявился Паша угольщик заросший не выспавшийся злой Паша тут же перешел к делу вы говорят были в тех местах где сапог сгинул откуда он узнал понятия не имею я попросил Костика продемонстрировать обломок компа с подписью Дем и рассказал в каком виде мы застали беднягу Демьяна значит помер пока вы с кровососом разбирались точно но укусы были не смертельными верно Ван Демейр тот пожал плечами может ему кровосос что-то впрыснул яд какой-то или еще что-то или болевой шок вообще в этой истории было слишком много загадок нет парни если хабар исчез значит был человек с зоной его дери твердо заключил угольщик найду его в мясорубку засуну по кускам а где эта полянка со скелетами я показал на ПДА из сапогов комп там же нашелся поблизости вернее фрагмент компа кинул угольщик там ну среди холмов там спутник не достает вот заметил я слепое пятно как говоришь слепое пятно хорошее название верно есть там такая фигня меня предупредили однако собираюсь сам сходить проверить поищу проход к темной долине наверняка есть там и кровосос оттуда перебрался и псевдособак в темной долине немного раньше они на свалке не попадались а теперь полно пришли из темной долины ясное дело проход есть а сигнала нет я задал вопрос профессору головину ставил Гитрих насчет этого феномена может он что-то объяснит слушай Паша мне пришла в голову занятная мысль а у береты сапога какой номер был дурацкий вопрос стал бы угольщик запоминать номер на оружие приятеля но все же какой какой стеса номер был ясное дело слепой если что узнаешь тебе сообщу не забуду заверил я угольщик странный малый никогда бы не подумал что он способен так завестись сапогом то он помыкал всегда держал подчинение я же помню хотя возможно именно поэтому он так переживает что при жизни не успел другу доброе сделать мы люди вообще странные существа хлопцы а чого мы спать не лягаем целый день туда и сюда гоняли заявил Костик когда Паша покинул наш костер и Костик железный человек терминатор и убийца кровососов лег спать а я принялся настукивать послания Валерию Вальтеру насчет номера его береты и Ларику похвальную песнь тягу девушки к прогрессу нужно отметить не то и быстро надоест под утро от Гоши ищите нашедшему премия Костику передай он в недельном отпуске с двойным окладом если через неделю не будет результата пусть возвращается он мне здесь нужен было сообщение от Валеры он сегодня будет на свалке примерно в час или два его шеф идет от кордона на север пройдут через кладбище техники но задерживаться не станут номер наберете стесан но если нужно Валера покажет ствол Дитрих получил какую-то длинную телегу я не удержался глянул в него через плечо и углубился в чтение причем я заметил он пару раз открывал в КПК словарик дождь уныло барабанил по ржавой крыше шерестел облупившейся краской мне стало скучно и я отправился прогуляться по лагерю на автокладбище сейчас собралось десятка четыре сталкеров но я знал что вскоре народ разойдется по маршрутам ребята ютились под самодельными навесами кое-кто как и мы устроился в брошенном транспорте я выменял на собачий хвост вполне приличный плащ с капюшоном для Костика плащ был сильно разодран на боку так что мне при даче удалось выторговать два десятка патронов гадюки я еще немного побродил по лагерю обдумывал наше положение я на роль Холмса не вызывался у меня и опыта соответствующего нет так что нужно посовещаться и выработать план действий тому же неизвестно что скажет Вандемейр у Рыжего собственные исследования ему наши проблемы могут оказаться совершенно пофиг угольщика я нашел уже готовым к походу Паша есть предложение задержись до обеда здесь пройдет парень у которого берета с затертым номером купил на днях совсем недавно угольщик молча кивнул а что говорить мало ли берет на свете мало ли их в зоне и номера спилены едва ли не у каждой когда я вернулся Костик уже проснулся я вручил ему обновку и зачитал ответ Гоше это добре протянул Тарас примеряя плащ спасибо я выдал Костику иглу и суровую нитку чтобы прорихи на боку заштопал Вандемейр объявил профессор Головин ответил мне он пишет что старая дорога к темной долине закрыта из-за пространственных пузырей не слышали интересный феномен пока что практически не изучены в письме содержится весьма остроумное объяснение исчезновению спутникового сигнала говоря упрощенно пузыри хотя и не занимают место в пространстве но оказывают вполне материальное воздействие например частично отражают сигнал спутника это место поляна с костями находится в точке между это сложно докажите кье предложил Костик ловко орудая иглой майбуть мы не дурни щось зразумием я и сам не вполне разумию признался Дитрих это не мой профиль в общем долина с поляной костей расположена между точками привязки двух пространственных пузырей причем расположена так что там провал выпадения сигнала отраженные сигналы накладываются на оригинальные идущие с орбиты возникает интерференция в долине сигнал гасится слепое пятно я с удовольствием повторил собственное определение оно мне понравилось интересное явление продолжал Вандемейр накладываются волны возникающие по разным причинам и отраженные склонами холмов и точками привязки пузырей уникальная в некотором роде долина головин советует держаться оттуда подальше чумутся костик закончил шить и откусил нитку дитрих пожал плечами мол не говорит головин ничего может не знает а может знает но не рассказывает я сел сочинять письмо караму тем временем закончился дождь костик открыл консервы я отправил гоше телеграмму и мы сели завтракать когда поели Тарас занялся оружием заодно отобрал у нас с дитрихом пистолеты и почистил я наконец решился задать вопрос пандемейр а что вы думаете о наших приключениях не знаю как ответить много непонятного но костик высказал верную мысль нужно найти маршрут который пустовар передал демьяну хотя эти данные устарели из-за как вы выражаете слепого пятна но их следует изучить я спросил потому что официально работаю на вас ну и один день ничего не решает махнул рукой рыжий и мне стало интересно в конце концов это тоже исследование проводимое в зоне гоша то есть господин корчалин дает костику неделю оплаченного отпуска можно сказать командировка я слышал хорошо слепой считайте что неделя у вас есть можете располагать мной оживился костик прислушивавшись к нашей беседе я понимаю скривился рыжий но если будет возможность заполучить неповрежденный мозг кровососа пискнул пда это избавило меня от необходимости объяснять дитриху что ценой неповрежденному мозгу мутанта скорее всего окажется существенное повреждение наших мозгов причиной сигнала было сообщение Валеры он на подходе через полчаса будет в лагере я отправился разыскивать угольщика в самом деле получасом позже в лагерь явилась группа в хвосте которой плелся наш знакомый у меня возникло подозрение что замыкающий он только на хоженой тропе а в опасном месте идет наоборот первым такова работа отмычек но не мое дело парень знал на что подписывается экипированные сталкеры были как на войну ну на третью мировую старший в армейском противорадиационном комбинезоне ведомый тоже в комбезах легких брониках с серьезными стволами наш юный приятель был снаряжен как и прочее разве что его снаряга выглядела более поношенной Валера мне обрадовался побежал здороваться Валерий это Паша угольщик представил я будет добр покажи ему свою берету вот а что со стволом что-то не так Паша взял оружие пару минут разглядывал вроде сапога волына кивнул наконец вот царапину помню наверняка та самая я ствол купил с вызовом объявил блондин по-честному да все в порядке держи угольщик возвратил оружие я не в претензии купил так купил с этой беретой мой кореш ходил пока не отходился Валера ты говорил у прапора купил верно напомнил я прапорщик Усаченко да Усаченко парнишка перевел дух он уже собирался отстаивать свои права на пистолет прапорщик украинский контингент это такой мужик средних лет познакомился с твоим Усаченко на днях кивнул я если что смогу описать тут блондинок кликнул ведущий Валенок ты долго там хорош ночевать Валенок значит вот так разбиваются мечты милый юноша Вальтер бегу ну доброй зоны по желанию парень выкрикнул уже удаляясь спешил за своими те шагали через кладбище между ржавых остовов автомобилей суровые решительные парни с большими автоматами удачи Валера что скажешь Паша сейчас наведаюсь в распадок где Демьяновы похоронили покручиваюсь там немного может сыщу чего ну и остается прапор этот украинский в одиночку не ходи выкрикнул я в спину Паши да и поздно уже может завтра вместе угольщик обернулся и с бледной улыбкой махнул мне рукой когда я возвратился в наш автобус Титрих увлеченно орудовал клавишами согнувшись три погибели над КПК на продавленном изодранном сиденье перед ним расположились электронные устройства Рыжий уже успел распечатать какие-то списки насколько я понял перечень файлов и даже что-то отметить в столбцах красным маркером или зеленым нам дальтоником все едино что Ван Демейер коллега Головин поделился интересной информацией эээ не совсем а я как увидел ваш энтузиазм ну думаю сейчас наука сделает гигантский шаг вперед как-то сталкера Петрова спросили зачем нужны ученые а он ответил чтобы менять артефакты на снарягу с минимумом жертв военные те сперва сопротивляются а уж потом патронами делятся ммм я говорю вам попало что-то интересное ладно скажу я не хотел говорить прежде чем сам разберусь но видно это надолго я запросил информацию из нашего архива я имею ввиду из архива взыскующих у них очень много разрозненного материала в залежах никто не разбирался как следует иногда им делают пожертвования информации здорово религиозные пожертвования информации как интересно жить в 21 веке это специфика взыскующих слова они ищут всевышнего в информационных потоках но скорость поступления файлов намного опережает пропускную способность их архива есть какие-то люди в основном волонтеры добровольцы они работают с библиотекой фу работают дитрих махнул рукой от этого движения по груди распечаток пробежал ветерок гофрированные складки тончайшей бумаги тревожно зашуршали пожертвования информации взыскующие поощряют такова их политика и я вижу если там в архивах покопаться можно отыскать любопытные вещи так вот я отправил запрос и мне только что скинули пародия доступа к несортированным файлам это это клондайк эльдорадо слепой вы знаете что такое эльдорадо знаю что-то вроде исполнителя желаний для сталкеров но я не стал говорить слух однажды сталкер петров нашел исполнитель желаний и неделю не просыхал рыжий снова впился взглядом в экранчик кпк ван демейр а где костик я только теперь заметил отсутствие нашего терминатора тарас всегда такой тихий незаметный что он есть что его нет пока молчит незаметен он ван демейр отвечал медленно не отрываясь от монитора отправился на прогулку на прогулку это куда по свалке что ли слепой он же мне не рассказывает дитрих говорил медленно одновременно он разглядывал в крошечном экране кпк что-то ужасно интересное ван демейр ради всех святын взискующих хотя бы вы сидите здесь никуда не ходите и никого не задирайте не ссорьтесь с местными слышите никуда и никого да я и не собирался оу дитрих похоже наткнулся на новую золотую россыпь ладно ладно сидите здесь я иду за костиком я признаться струхнул по-настоящему свалка такое место где днем всегда людно сталкеры ходят туда и сюда поэтому может показаться что здесь довольно безопасно а на деле в этом сумрачном краю хватает ловушек не говоря уж о радиации на холмах костик храни тебе зона воображение уже рисовало мне страшные картины вот костик лезет за какой-нибудь блестящей безделушкой которую счел артефактом его затягивает мясорубка разрывает на куски карусель из радиоактивного бугра кувыркая слетит оторванная рука все еще сжимающая какую-то пластмассовую дрянь эх романтик романтик зона хоть бы он не полез куда-то я помчался по опустевшему лагерю время сейчас рабочее местные брутят распадках и ищут не вывалилось лишь что из аномалий на склонах на противоположном конце автокладбища навстречу попались несколько человек один из них видел Тараса мои страшные догадки подтверждались костик выменял на челюсти кровососа старенький ПДА и ушел на экскурсию осматривать достопримечательности снова пошел дождь видимость сразу ухудшилась серые струи прикрыли полупрозрачной пеленой бурые склоны и торчащей из глинистого грунта ржавой стальной конструкции я накинул капюшон и едва не бегом припустил в сторону которую мне указали минут через пятнадцать отыскал Тараса наш охранник спокойно прогуливался между холмов останавливался тыкал в кнопки ПДА внимательно оглядывал склоны словом вел себя совершенно спокойно и рассудительно его в отличие от Вандемейра золотая лихорадка как будто не сразила я перевел дух и окликнул Костик Костик тот обернулся и махнул рукой я догнал Костика тот показал обновку машинка нормальная в самом деле вполне приличный агрегат даже лучше моей старушки это тебе за щупальца дали наличкой и сколько Костик назвал сумму что ж вполне приличная стоимость я ограничился кивком похоже Костику не требовалось моего одобрения он и так в ценах разбирался ну и как тебе свалка та я не дуже и раздевлявся я зараз по ривнею яка аномалия цими зерочками у компьютере видображена на майбутне щупотем разумити логично но я же просил без меня не ходить никуда та не ты ж ничего не казал зона возьми верно я был уверен что это само собой разумеется но сталкер Петров всегда входит в двери над которыми написано посторонним ход воспрещен так и есть я уже окончательно успокоился по минному полю ты еще долго гулять собираешься а что ей какие-то новины здесь нынче Валера проходил помнишь пацан такой у нас в звезде ночевал берет у него дрон забрал беля вы хлопчись пометаю Паша угольщик берет признал говорит она была у его приятеля который пропал там же где Демьян кстати его КПК тоже был на куски разломан вот же ж бисова сила когда Тарас начинает так выражаться как крестьянин в исторической книге мне казалось что он нарочно изображает наивного селюка не разумею до чого тут компьютерчики растрощены слепый а покажешь мне как на цей технице малявы писати я спробую карму листа заслати а мы отправились к лагерю по дороге я стал объяснять Тарасу насчет мейлов но выяснилось что он отлично работает с электронной почтой просто привык к другим моделям компьютеров ван демейр встретил нас торжествующей улыбкой нашел слепой я нашел карту с участка местности как раз тем что нас интересует составлена по данным спутниковой съемки еще до второй аварии вот смотрите я конечно парень грамотный во всяком случае лариса так думает то есть конечно да по сравнению с троюродной сестренкой и ее кавалерами я технически подкован ого как но это скопление пятен полосочек и кружочков мне ровным счетом ничего не говорило и дело не в дальтонизме план который подсунул нам вандемер был черно-белым зато костик уверенно объявил військовый объект якийсь радиопристрель типа рлс або чтось схоже чипецилю чи станцию я не впевненный а может здесь это глушилка сделал я смелое предположение ну который забивали сигнал радио свобода вот она и создает слепое пятно отражает спутник не смеши меня слепый махнул рукой костик яка там глушилка скажу військовый объект тащий не самостейный там якийсь пристрель был растошеванный який лишь допомежный частина системы я поглядел на вандемера в конце концов костик назначил его есовским шпионом значит дитрих должен меня поддержать насчет антидемократической радиоглушилки но ученый покачал головой нет это маловероятно слепой вернее невозможно такие примитивные устройства не способны помешать работе спутника я скорее согласен с объяснениями головина интерференция по-настоящему красивая версия понятно это заговор ученых они будут поддерживать друг друга в любой ситуации а чего он этот профессор головин не рассказал нам об объекте он мог и не знать вандемер поглядел на меня снисходительно как на малограмотного мог счесть и существенным а вообще ему подобные факты разглашать запрещено он наверняка дал подписку когда получил допуск на работу в зоне то ж можливо вставил костик он в наш спор не вмешивался заинтересованно изучал план а что это за полосочки подземной коммуникации пробормотал дитрих я тоже обратил внимание наш таинственный визави может прятаться под землей выходить ненадолго собирать добычу оружие хабар снарьягу последние слова рыжий произнес сильным акцентом он старательно учился сталкерскому жаргону но пока еще не овладел им совершенстве интересно будет послушать как он матерится а потом снова укрываться в этой радио как это костик рлс можливо та звитки мы не знати на поверхне антенна была чи локатор чи щось таке туточки ось тарас ткнул пальцем кружочек и примещение для обслуги под землей вот я и кажу радио пристрей демонтовано уже заметил костик самый бетон залишился мабуть та проводка коли військови роблять то проводка сторичами збережеться а вот підземні коммуникації це значить не цікавіше за радиопристрій напевни тими ходами і зараз можна скористатися а це важлива обставина я або або розови мабуть 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 збережа збережа а я отправился пройтись по лагерю дело шло к вечеру и сталкеры уже начали возвращаться самое время собрать новости в сущности разговоры у наших костров одни и те же анекдоты байки преуменьшенные рассказы о том какой случился хабар и очень преувеличенные о том кто что видел между радиоактивных холмов когда сталкер берется описывать что попалось на глаза за день нужно правильно понимать приврет иначе не интересно но если сделать поправку на преувеличение новости сводились к следующему на востоке именно там где сгинул Демьян видели большую стаю собак а на западе немного южнее направления на агропром приметили дымок там же зафиксированы перемещения чужих ПДА незнакомцы держались скучно так что мой комп фиксировал скопление сигналов без подробностей у кого ПДА помощней различали там крутятся 7 человек или 6 тут мнения расходились сходить проверить ни у кого желания не возникло в той стороне лежали поля аномалий причем старожилы утверждали что расположение изменилось последними выбросами так что старые планы местности уже не годятся среди аномального фронта разумеется есть проходы есть и безопасные пятачки которым ведут запутанные маршруты там бывают неплохие артефакты но ходить за хабаром охотников не находится слишком опасно зато мародеры или как их здесь именовали на суржике бандюки там промышляли а вернее сказать укрывались после налетов раньше мародеров здесь было куда больше они допекли местную братью так что сталкеры одиночки собрались кучей что вообще случается редко и зачистили территорию месяца два здесь бандюков не видели и вот похоже снова какая-то бригада объявилась теперь сталкеры сравнивали показания ПДА и готовили оружие возможно ночью будет стычка на всякий случай сговорились пометить свои КПК чтобы ночью хоть сигнал из своих не путать для меня подобные ситуации мука я боюсь ошибиться красный или зеленый начальства в лагере на автокладбище нет все решения принимаются вот так стихийно кто не хочет может не участвовать но пусть потом пеняет на себя если ночью по ошибке свои подстрелят последним уже довольно поздно вернулся угольщик не послушал меня ходил в одиночку принес на поясе три свежих хвоста и пожаловался что собак слишком много не удалось толком разведать мне он сказал вроде видел там человека небольшой такой плотный мелькнул в кустах но не уверен я туда а его нет словно не человек а кровосос невидимка какой-то зоны его дери потом угольщику рассказали о мародерах и Паша занялся КПК стал подстраивать сигнал а я вернулся к своим предупредить насчет возможной ночной заварухи мы поужинали и я сел разбирать почту Гоша мне написал всего два слова мол Монюк к дочке отправили все в порядке с одной стороны мне было приятно узнать что Кара не забыла о моей просьбе с другой теперь все деловые переговоры пойдут не через меня у Костика свой КПК Гоша будет с ним обмениваться посланиями я покосился на терминатора Костик сопя медленно набивал текст отчет Карому разумеется зато пришло второе письмо от Ларисы девушка научилась пользоваться смайликами и теперь каждую строку завершала двоеточие и закрытые скобки чаще по 3-4 или 5 скобок Ларик злоупотреблял обретенными знаниями но я конечно не стал смеяться наоборот похвалил мол молодец сестренка самое главное ты уже умеешь и тоже смайлик поставил потом мне пришло в голову что Лариска так пытается отблагодарить меня за перевод купила комп и подключение к сетке оплатила мол вот так она мои деньги тратит умница мне впрямь понравилось вот закончится виза ван демейра свалит он своей Европы надо будет Ларика проведать сто лет ее не видел и тетю Веру с дядей Сережей Дитрих объявил я задал вопрос коллеге головину что он знает насчет военных объектов ну и что той коллега Костик поднял голову и крепко зажмурился похоже набор текста оказался для него непривычно тяжелым делом я то знаю что от работы с нашими ПДА поначалу глаза болят обещал разузнать кроме того я задал ему вопрос о миграциях мутантов слепой а что если мы ночью выйдем из лагеря ван демейер да недалеко только по окрестностям побродить у самого лагеря рыжий поднял свой таинственный прибор я поставлю на запись только на запись недолго часа два обещаю к аномалиям близко не подходить конечно ему аномалии не нужны наоборот его интересуют исключительно лишь кровожадные мутанты которые зачастую чуют аномалии и не лезут в опасные места мутантам артефакты не нужны им нужны вкусные питательные ученые ночью зверю активизируется не говоря уж о бандюках ван демейр вы меня хорошо понимаете ночью ожидается нападение шайки мародеров кстати вы сигнал ПДА перестроили да разумеется перестроил мародеры а мы отправимся к востоку от лагеря ваши бандиты появятся с запада так что нам ничего не грозит с востока пришла стая слепых псов тут к нам в автобус заглянул угольщик слепой ты предлагал вместе сходить в эту долинку как насчет завтра глаза у Паши были пустые невыразительные и разговаривал он без выражения и спрашивал и отвечал с одинаковыми интонациями как отмороженный Дитрих взял меня за локоть чтобы привлечь внимание и указал собачьи хвосты подвешенные к Пашиному ремню слепой обратите внимание на трофеи этого господина вы по прежнему собираетесь пугать меня собаками не он не будет лягать собаками спокойно бросил Костик слепый погоджуйся пойдем разом все против меня да не повезло выходит мне с Ватсонами вообще Вандемейр имел право тянуть меня на прогулку он же для того и нанял проводника хорошо он проникся нашими проблемами участвует в расследовании но вообще-то рыжий здесь в зоне по делу ладно кивнул я ваша взяла ночью выйдем но только на часок потому что выспаться нужно успеть а завтра в долинку наведаемся кстати Паша там есть заброшенный военный объект построен до второго взрыва на ЧАЭС бункер подземный ход интересно верно угольщик пожевал серыми губами как старик я снова удивился как крепко на него подействовала смерть друга наконец Паша ответил да интересно найду сволочь которая сапога сгубила мясорубку засуну ты уже говорил по частям засуну и это говорил Паша мы же а начну с ног закончил угольщик я нынче ночью тоже с вами пройдусь ладно ночью свалка выглядит очень интересно даже в дождь вернее так в дождь особенно интересно причудливые очертания бугров с там и тут торчащими из грунта металлическими конструкциями слабо выделяются на фоне темно-синего неба а вертикально падающие струи дождя смазывают кондуры за то время от времени от летящей с неба воды срабатывают аномалии подсвечивают серые окрестности разноцветными огоньками и искрами жарко поминутно пробуждается к жизни и сторгает клубы пара будто на вершине радиоактивной сопки проснулся вулкан звуки тоже таинственные треск аномалии шорох влажного грунта сползающего по склонам шелест и стук отдаленное завывание псов шепот дождя прикрывает звуки превращает равномерный гул мы вышли на прогулку около половины первого Дитрих то и дело принимался шуршать ремнями амуниции он был увешан приборами как новогодняя елка игрушками я чувствовал что он возбужден отчасти на ученого подействовал фантастический пейзаж отчасти Вандемера заинтересовал очередное письмо Головина профессор сообщал что они регистрируют возросшую активность миграции мутантов к свалке существует постоянный поток северо-востока зоны а чернобыльская аэс где они плодятся особенно энергично на юго-запад в обход мертвого города дальше на юг потом поток рассеивается часть к лиманску часть через рыжий лес зверей постепенно отстреливают сталкеры к югу зоны добираются жалкие остатки потока так что новички едва лишь компенсируют убыль местных тварей сейчас отмечается некоторое усиление миграционного потока в восточной части зоны однако в темной долине поголовье мутантов не увеличивается что значит усиление потока я решил уточнить и почему они послали военсталов незначительное усиление порядка 3% так пишет головин это мелочи в сущности ничего серьезного однако ученые обратились к военным с просьбой провести разведку пока что военные сталкеры ничего не обнаружили я сообщу головину что в темной долине мутанты не задерживаются просачиваются сюда и здесь их останавливают сталкеры ваши друзья с автокладбища жаловались что мутантов стало больше верно пандемер лучше бы они отозвали своих бойцов а не хотелось бы подставлять местных ребят я передам ваши пожелания головину однако боюсь профессор уже не сможет остановить этих бандитов это верно военные сталкеры никому в общем-то не подчиняются но за исключением своих непосредственных начальников эти могут военным сталкерам приказывать хотя нет гарантии что приказ будет исполнен в точности во всяком случае так рассказывают то есть даже если вояк подняли по просьбе ученых дальше профессора никакого влияния на события не могут оказать костик и угольщик помалкивали я не знаю прислушивались ли они к нашей беседе наконец сталкерская стоянка скрыла за холмами перед нами громоздились развороченные останки каких-то бетонных конструкций дальше винились пологие бугры ложбины между холмов заросли хвойным лесом там тихо и спокойно сейчас конечно ничего не было видать только вспышки аномалии мерцали сквозь тяжелую пелену дождя мы пересекли асфальтовую трассу и ван демейр объявил включаю на прием щелчок тумблера не беспокойтесь слепой только на прием ну что там поинтересовался костик стая собак похоже почти не двигаются никаких возмущений никаких интересных мутантов есть там стая в холмах обосновалась ставил паша мелкие трусливые и верно они облюбовали старый сухой дуб собираются вокруг него кружком и сидят я несколько раз видел если если этот потих с пив не припинется новые собаки древних местных проженут заявил костик так завжди бывает мутанты или обычные хижаки а я уверен что проженут никто никто не ответил паша погрузился в прежнюю апатию ван демейер крутил прибор а мне пришло в голову странное совпадение грач партнер сорняка тот что передал микросхемы для бороды твердил о трехпроцентном росте спроса на кпк профессор головин с базы на янтаре о трехпроцентном увеличении миграции мутантов по восточному пути странное совпадение вообще мир полон странных совпадений и мы живем не замечая их а потом вдруг как попадется на глаза и не идет из головы зудит крутится и требует объяснения додумать эту потрясающую мудрую мысль я не успел из-за холмов за которыми остался лагерь донеслись звуки стрельбы Костик с Пашей сделали стойку как хорошие охотничьи псы я уверен в этой какафонии они улавливали массу закономерностей а я нет насчет ван демейера ничего не скажу он тоже сделал стойку но по-своему развернулся и выставил антенну загадочного приемника на звук пальба продолжалась минуты две пожалуй вряд ли больше отбились константировал угольщик как-то очень легко получилось ага честь дужи швыдку Костик старый солдат наверное желал продолжения банкета ван демейер ляпнул разглядывая свой приборчик люди ведут себя более хаотично и неорганизованно чем псы никаких закономерностей это потому что мы существа более индивидуальные важно возразил я и меньше следуем инстинктам отсюда хаотичность которая на самом деле есть высшая форма порядка потом мой взгляд упал на экран ПДА внимание у нас гости 5 6 персон 6 сигналов приближались к нам с запада все чистые без маркеров которыми нынче по договоренности пометили свои компы сталкеры в лагере чужакам предстояло преодолеть узкий проход между бугров и они будут перед нами первым отреагировал Костик то ж я дивлюсь за мало стреляны не было слепый ты с вченым давай уйти в бетонные руины сховайтесь там и сидеть тихенько Паша то як я здесь та не краще назад оттягнись трошки нехай вони не лекаючись сюди йдуть слепый я що казал бери в антимейра и чеши у руины ну ночной бой в зоне то еще развлечение причудлива подсветка ограниченные возможности маневра да еще такая интересная особенность как сигналы на ПДА ты не видишь ни своих ни чужих но на мониторе расположение определяется легко я решил что для нас самый лучший вариант встретить мародеров расположившись перед узкой лощиной бандитам непременно придется сгрудиться чтобы не угодить в радиоактивные зоны до аномалий справа и слева на холмах тут то бы мы их и приняли я собирался это предложить но Костик рявкнул так строго что у меня все мысли вмиг будто ветром сдуло я ухватил Дитриха за оранжевый рукав комбинезона и поволок руинам не слушая его протестов я целиком доверял боевому опыту нашего терминатора и решил в точности исполнять его приказы Паша вскоре догнал нас на бегу бросил для детей меня не подстрелите я засяду впереди вы справа и слева по ту сторону он имел ввиду что мы расположимся в два эшелона посреди руин среди развороченного бетона притаились аномалии так что позиции можно было организовать либо с восточной стороны нагромождение раздолбанных блоков либо западной откуда надвигались чужаки угольщик вызвался прикрывать нас и принять на себя основной удар я не возражал у Паши оружие было посерьезнее нашего Вандемейр рвался в бой но я едва не насильно затащил рыжего в укрытие с его Макаровым только на большой дистанции воевать не будьте сволочи Вандемейр велел я сидите и не высовывайтесь ваша задача уцелеть но я вы обещали слушаться все я буду слева и убежал искать лежбище сквозь шорох дождя уже доносились громкие голоса бандюки вступили в лощину и подбадривали себя воинственными криками которые сводились примерно к следующему а ну давай щас моих на самом деле каждая фраза была в 3-4 раза длиннее но состояла из таких слов за которые мамаша мне маленькому уши бы открутила я присмотрел наклонную бетонную плиту сбежал по ней и плюхнулся за низеньким бруствером образованным остатками стены располагался я теперь повыше соратников справа подо мной ритмично вспыхивали лиловые огоньки струи дождевой воды стекая по бетону то и дело заставляли аномалию срабатывать выбрав позицию я глянул на ПДА сигнал Костика исчез ни один сталкер даже самый зеленый не стал бы отключать свой комп без навигатора слишком велика опасность угодить в аномалию или подстрелить своего оставалось надеяться что Тарас понимает что делать первыми огонь открыли бандиты они догадывались о нашем расположении по сигналам на ПДА и стали палить наугад ориентируясь по показаниям компьютеров я поздравил себя с удачно выбранной позицией несколько пуль ударили в бетон подо мной мародерам не приходило в голову что я расположился в нескольких метрах над уровнем грунта ПДА отображает лишь распределение сигналов по горизонтали Дитриху с угольщиком пришлось похуже вокруг них наверняка грохотали заряды тем более что одного или двух бандюков оказались дробовики на таком расстоянии дробь не слишком смертоносно зато разлетаясь покрывает большую площадь коротко загрохотал Пашин Калашников потом еще хлопнули пистолетные выстрелы с правой стороны оттуда где залег Дитрих я не хотел обнаруживать свою позицию раньше времени наблюдал за продвижением противника по точкам на ПДА вот они преодолели узкую площину разворачиваются цепью не слишком ловко правый фланг выдвинулся вперед мне показалось что я различаю вот цветах аномалии движения и дал длинную очередь выпустив почти половину магазина меня тут же обнаружили вспышки выстрелов на верхотуре были отлично видны отовсюду и пули затрещали по бетонной стене за которой я укрывался свизгом полетели осколки я чуть отполз и торопливо спустился превращаться во всеобщую мишень мне не хотелось сквозь треск и грохот я различил крики что дескать Ченгачгук ранен и мне сделалось настолько смешно что я скатываюсь по мокрому бетону едва сдерживался чтобы не заржать голос оказывается наш форт атакован этими как их командчами отыскав новую позицию я бросил взгляд на ПДА и снова дал очередь от сдерживаемого смеха гадюка дрогнула в руках и видимо исключительно благодаря этому я снова попал ответом на мою стрельбу стал отчаянный крик я дал новую очередь на этот раз наверное неудачно и снова присел за бетонным бруствером чтобы сменить магазин тут в дело вступил Костик трижды коротко ударил АКМ потом после секундной паузы еще раз и стало тихо в наступившей тишине сиротливо прозвучал одиночный выстрел Бакарова оттуда где я оставил Вандемейра и снова стало слышно лишь шорох дождя до треска аномалии внизу под нагромождением балок я разглядывал экранчик ПДА протирал рукавом и снова присматривался немаркированные точки обозначающие индейцев оставались неподвижны замерли образовав неровную дугу с центром где-то позади нашего убежища спеклись иракезы потом позади дуги зажглась звездочка Костика ну что выкрикнул Тарас не бусе выходит то хлопцы дождь будто только и дожидался победы над деловарами хлынул с новой силой мы выбрались из руин и пошли Костику тот пока что оставался невидимым из-за дождевыми струями и судя по показаниям ПДА обходил мертвых мародеров его сигнал смещался вдоль цепочки ненадолго задерживаясь у каждого немаркированного сигнала о дывы а цей ще живый донеслось из потоков дождя мы сгрудились над телом Паша включил фонарик человек лежал на боку а знаю его буркнул угольщик это Вася Чингачгук падла известная Чингачгук а я думал мне послышалось идиотская кликуха хотя если удуматься у половины наших погонял и такие что хоть стой хоть падай нормальный прозвище разве что у сталкера Петрова да у меня Костик перевернул мародера расстегнул куртку ну шо разборажем аце житя а? я протянул аптечку Паша стал светить а Костик занялся ранами мародер получил несколько незначительных дырок пули прошли на вылет Ван Демейер придержал обмякшего Васю Чингачгука в сидячем положении Костик сноровисто распахнул одежду между прочим я заметил что тоненькая пачка банкнот перекочевала из внутреннего кармана бандита Костику колол сыворотку и стал бинтовать приговаривая это не моя работа слепый это ты его подбил мои уси лежат тихенько как належать раз моя работа отдай бабки какие бабки? на меня Костик не глядел ловко накладывал бинты какие? такие я все видел ты слепый не должен видеть потому что ты слепый наставительно заметил Костик гараст гроши навпил пополам як вы москали кажете тоби завлучный пострел мені взаимодичне обслуговування сам ты москаль Тарас закончил бинтовать а вандемер выпустил Васю тот снова повалился на землю я свяжусь с нашими в лагере сказал угольщик сообщу корейцу насчет Чингачгука кореец это прозвище сталкера который сейчас верховодил в лагере на автокладбище корейцем его прозвали потому что он съел слепую собаку пережидал выброс в каких-то подвалах его завалило поблизости никого не оказалось а у парня как назло консервы закончились он и съел пса которого угораздило свалиться к нему в подвал подобные истории происходят сплошь и рядом надо будет придумать что-нибудь и про Петрова в таком духе ну а что угольщик занялся сообщением это означало что устранился от поиска трофеев молчаливо предоставляя добычу нам зато и тела стаскивать тоже нам выпало между сталкерами существует довольно условный и страшно запутанный кодекс поведения мы не без помощи Вендемейра кстати сволокли тела и сбросили в яму под бетонными плитами обобрали конечно сперва конфисковали ценности впрочем хабар вышел грошовы банда Чингачгука явно не процветала разве что у самого Васи в кармане куртки нашлась капля вещица недорогая но все же да еще автомат Чингачгука Костику понравился он его взял себе а мой решил вернуть мне сейчас АКМ был не с руки я всегда предпочитаю МП5 он легенький и отдача не жесткая как раз по мне неожиданно Калашников попросил Вандемейр мол он умеет с ним обращаться я согласился мы часто контактировали с Нгваной чему-то вспомнил Рыжий мощный человек его рот контролировал около 160 квадратных километров Центрально-Африканской Республики так он собственноручно убил старого шамана и сам стал и шаманом и вождем следил чтобы все ритуалы соблюдались расстрелял несколько человек за то что пропустили богослужения вообще это выглядело как танец мужчины племени становились в круг и плясали за Калашами уточнил Костик он раньше меня раскусил причудливую ассоциативную цепочку Вандемейра именно так с АКМами было две молитвы танец войны и танец дождя это мужские танцы потому что с оружием взрослый с автоматами молодежь которая до инициации с осигаями мы закончились телами и навалились на бетонную плиту чтобы прикрыть братскую могилу угольщик присоединился к нашей троице и общими усилиями мы завершили работу а почему именно войны и дождя отдышавшись спросил Паша Дитрих закашлялся полез за пазуху за таблетками проглотил горсть запил из фляги потом объяснил потому что у них больше ничего не случалось всегда сухо и жарко разнообразие дождь либо война поэтому они в честь войны и дождя танцуют с автоматами калашникова высказывают почтение таким образом это тоже нгвама придумал я не стал уточнять уважение по отношению к чему к автомату или к войне с дождем помолчали Паша сказал Костику но ты гигант я сперва не понял что ты делать собрался ничего такого я не робил посидів тихесенько поки вони на вас не пошли роздивився кто где а потім швиденько всех поклав это я понял Костик нашел укромное местечко пересидел пока бандюки прошли мимо по звукам и вспышкам выстрелов разобрался кто где а потом четыре короткие очереди и все терминатор точно а почему ты не захотел встретить их у выхода из долины ты че слепый и Дитрих встрял слепой если бы мы их встретили в узком месте они бы остановились а потом пошли справа и слева в обход нам пришлось бы вести два боя а нас мало туди я у всех не поклав бы разум согласился Костик ага конечно все стратегии все тактики один слепой ничего не понимает однако Чингачгука подстрелил ковбой слепой знаменитый ганфайтер дождь прекратился так же внезапно как и начался здесь это обычное дело некоторые аномалии разогревают воздух теплые потоки поднимаются над сопками вызывают стремительные порывы ветра способные мигом разогнать тучи или напротив пригнать теплый насыщенный влагой воздух туда где он быстро охлаждаясь рождает сильный дождь благодаря этим восходящим потокам там и тут бьющим небеса в зоне не бывает толковой зимы снежные заряды вторгаясь через периметр несут метели и холод но источники аномальной активности мигом останавливают зиму на пороге зоны не дают продвинуться внутрь и лето здесь дождливое серое вечная осень печальная осень все серое куда ни глянь самое подходящее место для дальтоника если он не слишком дорожит жизнью разумеется с телами бандитов мы провозили с часа два и когда прекратился ливень как раз сели передохнуть в закутке под бетонной плитой с которой я стрелял в начале боя небо очистилось показали звезды я с удивлением обнаружил что на востоке изрядно посветлело вот и сходили на часок часы на ПДА показывали начало пятого уже практически утро да сорвались ночные исследования ван де мейру сейчас было не до науки он совсем упарился тяжело с хрипом выдыхал сырой воздух его нацадные вздохи заглушали треск аномалии внизу ван де мейр на что вы себе так терзаете благодушно бросил костик спокойно б дочекали пока мы вертвики поховаем я ничего отозвался ученый я сейчас лекарство он расстегнул оранжевый комбинезон и полез за пилюлями выжрал порцию запил из фляги и разразился новым приступом кашля кепски справы покачал головой костик чую никуда сегодня не пойдем выбачь пашу наш ван де мейр того хворый угольщик встал по его комбинезону сбежали струки дождевой воды собиравшийся в складках пока сталкер сидел кивнул ладно я уже хорошо видел пашин силуэт на фоне быстро светлеющего неба до лагеря пойдем якщо да поможешь мені цього доволокти костик имел ввиду пленного ченгачгука сліпий збери добыч я нагрузился трофейным оружием набил рюкзак невеликим хабаром который обнаружился в карманах убитых мародеров паша потом Вася увел их в обход что в лагере собрались одиночки никакой дисциплины защищаться сообща это да это еще получается а вот в поход нашу братью вывезти нелегко корейц оглядел пленного о ченгачгук а зачем вы его сюда волокли там бы шлепнули мы переглянулись в самом деле зачем как-то никому в голову не приходило рационального объяснения на кой нам сдался этот бандит что касается меня то у меня просто рука не поднялась на беззащитного человека схватки другое дело а когда он не может защищаться как-то не выходит у меня ченгачгук выжил потому что в нашей группе было два новичка у которых другие привычки а мне просто пофиг это негуманно буркнул дитрих и зашелся кашлем тяжело ему ночь кодалась расстреливать два раза уставы не велят процитировал костик тут наш Вася стал приходить себя приподнялся на локте оглядел по очереди всех уставился на пашу а угольщик сука жалко не достал я тебя сволочь паша сплюнул и молча потащил из кармана сигареты я за колю б тебе глотку зубами рвал я бы тебе на куски нашинковал не унимался чингачгук я б тебя можешь меня в задницу до смерти зацеловать спокойно ответил угольщик прикуривая не знаю что за коля но если такая же гнида как ты то может и я его когда пришил я вас паразитов всегда бью где б не попадались а имена не спрашиваю хоть коля хоть еще какой хрен паша выпустил дым и закончил я вас козлов не различаю многих положил точно может и коля среди них был коля черт кореш мой прошипел наш магиканин не знаю что ты с ним сделал и я не знаю а что с ним такое рассказывай вася предложил корейц облегчи душу раз уж так вышло что ты по ошибке живой остался только если будешь ругаться зоной клянусь зубы выбью не люблю я когда ругаются что там с твоим колей коля пошел собак пострелять есть тут долинка рядом вернулся говорит хорошее место собак обожравшийся ленивая взял с собой шалова и урыли день прошел их нет я с пацанами туда в долинку там поляна костями усыпана вырвалась у меня точно кивнул ченгачгук угольщик дай что ли закурить морда костик подал пленному пачку которую у него же бесчувственного и отобрал я сам видел да полы твои ж цебарки пояснил я теж тугалявина бачу полы и кожи дали ченгачгук закурил покашлял держась за перебинтованную грудь и продолжил а чего казать взял пацанов пошли мы полянка да посреди полянки стоит мой колян стоит не движется в одной рубахе куртка у него была с кольчужкой с подкладкой значит кольчужной он месяц шил помню так нет куртки на нем стоит коля и молчит я ему коля коля ты что взял его за плечо а оно каменное мышцы все свело как судорога вася сделал несколько быстрых затяжек мы ждали вокруг уже собралась толпа лагерь просыпался сталкеры сходились отовсюду я ему коля друг скажи что с тобой поворачиваю к себе а он как стоял так и завалился деревянные прямо ноги не гнуться тут и шалова увидел тот холодный лежит в небо глядит и черт свалился так же рядом и в небо глядит а глаза пустые пульс слабый еле бьется но часто часто коленька говорю что с тобой бандит схлипнул рука сигареты дрожала но никто не смеялся очень страшно мне вдруг стало я вспомнил поляну усеянную костями и ведь целый он а в себя не приходит и сердце колотится как птаха в кулаке на другой день помер тихо так я и не заметил мы его принесли я водкой растер антирада двойную дозу вколол внутримышечно хотя счетчик не слишком на него тявкал но я вколол мало ли не знаю а он помер и компьютер его в чем тростолоченный був спросил костик не было при нем пда ни у него ни у шалова я же говорю разделе до рубахи обоих ты бы за кусты и глянул буркнул я там кладбище мертвых пда расчлененка в полный рост я глядел ченгачгук отбросил сигарету и с ненавистью уставился на угольщика я туда часто стал наведываться и тебя паша видел не раз видел ходишь ты вынюхиваешь высматриваешь ты колю моего не знаю чем и как а ты падла в ответе за колю сам ты падла ответил костик у него так уж друг там загинув паша тому и ходил на полянку с кистками як и ты брешет паша пожал плечами брешет убежденно объявил ченгачгук так что ты меня лучше сейчас шлепни угольщик слышишь лучше сразу потому что я оклемаюсь и снова за тобой приду я за колю заткнись велел кореец и бандит как ни странно послушался а правда парни что с ним делать теперь пусть живет буркнул паша его можно сдать военным заявил ван демер я могу я здесь легально вполне могу а снова завелся вася давай давай что мне пришьют незаконно пребывание в зоне три года ну четыре мне плевать я в авторитете отсижу с комфортом полтора максимум потом условно досрочное за отличное поведение так что я тебе пашка обещаю жди вернусь и уж тогда слышишь я до тебя доберусь если сам к тому времени не загнешься та що ти вырискливий такий як та бабка торговка базарна с досадой буркнул Костик мене аж в ухо заклало років вісім тебе ломить або ж більше терроризм це важкий злочин терроризм Ченгадьгук удивился міжнародний бо ти спокусився на іноземного вченого пояснил Тарас або шакіл це тепер террорист номер один чу а ти за тисячного номера зійдеш бо ти сопля проти абу шакіл зрители оживились это в нашем мирке что-то новенькое ребята вы серьезно не без тревоги осведомился корейц сюда военных не надо ясен пень ответил паша слепой ты ж понимаешь все понимают конечно сюда не надо военных устроим все по умному я вообще не знал как быть ченгачгуком обычно таких не оставляли живыми но если костик с вандемейером так решили в самом деле отдать этого рода военным пусть дальше у них голова болит только разумеется акт передачи магиканина в руки правосудия должен состояться подальше от лагеря тут вандемейер снова зашелся кашлем полез за таблетками выронил пакетик я подхватил ученого под локоть и невзирая на его протесты и уверения что он способен идти сам поволок прочь от толпы усадил в обжитом нами автобусе и велел отдыхать а сам отправился искать кипяток как обычно по утрам кое-кто уже развел костер вода здесь паршивая ее кипятят по нескольку раз кидают армейские таблетки дезинфекторы в лагере на автокладбище несколько раз собирались поставить перегонный куб чтобы солить воду потом выпаривать соль как известно уничтожает кое-какие виды микробов и осаждает некоторые соли тяжелых металлов уже хоть что-то но и кипячение тоже но как и всегда сталкеры-одиночки так и не довели начатое до конца дальше шуток насчет самогона дело не пошло когда я вернулся с кипятком вандемейер уже оклемался распаковал оргтехнику и вовсю колотил по кнопкам раскладной клавиатуры прихлебывая энергетик из банки маньяк трудоголик как дела мне уже лучше слепой бодро отрапортовал Дитрих вижу вижу я хочу вас накормить горячим и не желаю слышать возражения и не услышите я голоден как зверь водочки тоже предложу за победу я не чисто символически от радиации кроме прочей добычи нам досталось несколько бутылок дешевой водки наверняка паршивой мародеры любят хмельное не больше иных сталкеров просто зачастую у них не случается более качественного средства против радиации вот и глушатся кудрянь им просто-напросто приходится употреблять поскольку они то и дело вынуждены укрываться в таких местах куда честные сталкеры не полезет а такие места само собой зачастую фонят не уверен что правда но слыхал такое у блатных появилось жаргонное выражение сквозняк это значит повышенный радиационный фон мол не стой на сквозняке простудишься или так простыл на сквозняке выпей водочки словом я залил кипятком брикеты лапши и вытащил из поклажи пакетики растворимого кофе гадость конечно этому пойлу далеко до настоящего кофе да и традиционный энергетик в баночках тоже получше будет но кофе моя слабость чуть позже явился костик с пашей им тоже выдал по порции водки выпили вместе как я и ожидал казалось дешевка фуфло но градусы в порядке а в нашем деле это важный момент смерть радионуклидом я его не видел в распадке где кости задумчиво проговорил угольщик перемешивая лапшу тот был росту небольшого но плотный кругленький такой я точно разглядел и плечи широкие а чингачгук долговязый тощий не не он а где вы оставили нашего Васю кореец обещал постеречь пока мы решим куда его девать объяснил Паша шлепнуть конечно было бы проще но я его понимаю Васю-то я бы тоже так если бы кого заподозрил что из-за него сапог помер я бы его в мясорубку Паша стал есть а у Вандемейра пискнул КПК сообщение головина с набитым ртом пояснил рыжий сейчас прочту угу угу я объект в долине костей брошен долина костей хорошее название мне в самом деле понравилось атмосферно звучит как проспект трактора строителей сказал и сразу ясно о каком месте идет речь воображение мгновенно рисует пейзаж надо же как-то назвать это место очень долго говорить та самая долинка в которой долина костей короче там была радиостанция предназначенная для усиления сигнала такая вполне могла быть использована как глушилка да слепой да но оборудовали ее совсем недавно в конце прошлого века против спутникового сигнала не годится в любом случае сейчас оборудование демонтировано объект не считается законсервированным его списали так что ничего интересного еще профессор снова зовет в гости предлагает прислать вертолет зачем вы ему вандемейр что-то он очень уж назойливо вас зовет да верно и хочет поподробнее узнать чем именно я занимаюсь разве вы скрываете странно мне то дитрих ничего не говорил насчет конфиденциальности нет конечно не скрываю просто нормальному человеку моя работа узыскующих представляется ну скажем несерьезной не верит головин что я занят счислением ангелов по нормальному вченому янгеле влечит и западло ставил с набитым ртом костик а это я понимаю действительно глупо как-то звучит да вы ешьте вандемейр ешьте что-то вы плохо выглядите у меня сложилось впечатление что профессор головин отъявленный скептик и полагает что счисление ангелов ширма прикрытие на самом деле у меня другая миссия будет расспрашивать выведывать ага поэтому вы не хотите на янтарь ну в общем-то да промямлил вандемейр но придется принять его предложение у меня заканчиваются медикаменты он обещает помочь мне в самом деле стало хуже не рассчитал взял маловато придется воспользоваться лекарствами которые предлагает головин я догадался китриху страшно не хочется показываться на глаза коллегам и объяснять что нанялся к религиозным фанатикам на втуфтовую работу как дитя малое ему же платят так чего здесь зазорного ничего вандемейр вы отправьте сообщение что на ваш лагерь напали уголовники и вы взяли пленного вот и чингачгу сбудем сбудем с рук они вам про исследования а вы в ответ про беззаконие в нашей дикой стране но чтобы разговор поддержать так и отобьетесь хорошо слепой пандемейр выдал бледную улыбку это остроумно после этого ученый принялся за лапшу а я глядел на него как заботливая мамаша на непослушного сынишку который промочил ноги только теперь согласился сменить обувь а еще я подумал что мне придется слетать на пару с дитрихом выручать его когда рыжий по своей дурацкой привычке сцепится с учеными или военными сталкерами не подумайте что этот задира был мне дорог просто он ведь ценный работодатель так я ведь логично излагаю да рандеву назначили на 12.00 шагать на своих двоих Вася был не в состоянии и корейц взялся лично тащить носилки с пленным вождем краснокожих сталкер по-моему чувствовал неловкость из-за того что мы управились с бандой без его помощи так что всячески старался оказаться полезным костик по всеобщему согласию остался в лагере чтобы реализовать наши трофеи оружие ПДА и снаряжение убитых бандюков имелось еще одно соображение хотя мы с Вандемейром пребывали на территории зоны легально но мое оружие все-таки оставалось незаконным так что встречать вертолет мы пошли с казенными Макаровыми да я еще прихватил самый плохонький обрез чтобы не возникали лишние вопросы с чем на нас напали индейцы ствол принадлежал сдаче органам бонус к Чингачгуку все разумеется понимают что трофеев у нас должно быть больше но приличия мы соблюдаем вот вам бандит вот его оружие кроме того на свалке с пистолетиком довольно неуютно а ведь неизвестно сколько придется ждать вертолета ну а остальное снаряжение мы сбросили Костику чтобы лишнее реализовал а за нашим кровным присматривал в нашей социальной стране не принято воровать у своих но тем не менее лучше когда вещички под присмотром словом к 11 мы с ребятами из лагеря притащили носилки на ровную площадку распрощались и стали ждать я с дробовиком забрался на бетонные плиты складированные не весь какие времена для не весь какого строительства среди таких плит мы играли в детстве бегали с деревянными автоматиками петляли среди штабелей и страшно радовались когда удавалось высмотреть врага сквозь цилиндрические отверстия в бетоне вышло солнце сразу стало тепло я расстегнул комбинезон и распахнул рубаху на груди хорошо спокойно точно как в детстве в отдалении возвышаются терриконы свалки торчащие из-под бурого грунта трубы сварные конструкции и прочий хлам их очертания дрожат и переливаются и аномалии на склонах искажают картину и парят после ночного дождя ван демейр расположился у подножия бетонной груды и занялся своим ПДА похоже набивал какое-то пространное послание здесь ученый не рисковал расчехлять оборудование и раскладывать электронику как в автобусе но и времени не терял Вася помалкивал не знаю думал ли он о чем-то а может заснул по дороге он пожаловался что отряд скиноют раны и я на всякий случай вколол ему вместе с обезболивающим успокоительное неудивительно если его разморило крови то он потерял порядочно вот и ослабил около половины двенадцатого вдали заторахтел вертолет пандемия стал сворачиваться быстренько доколотил текст и убрал складную клавиатуру в чехол Вася приподнявшийся было на носилках снова расслабился и сознанием дело бросил Дитриху не кипишой проф который часто я бросил взгляд на ПДА одиннадцать тридцать ну вот и ждите себе до двенадцати вертухаи прибудут по расписанию а до тех пор будут над нами отсвечивать засаду искать эх еще полчасика у меня до кичи это само собой конечно сперва вертолет покружит в окрестностях на нем установлено оборудование куда мощнее наших мобильных комбов и военные тщательно просканируют местность прежде чем выйти на цель то есть прежде чем явиться за нами машину мы не видели но гул вертолетных винтов то и дело становился сильней потом опять удалялся ну я подозревал что у военных имеются свои маленькие причуды пусть развлекаются кстати судя по помехам на мониторе ПДА вертолетов было два вот это я и называю серьезный подход десятью минутами позже я обнаружил что у нас гости на земле три группы сигналов сходились к нашей площадке три пары и одна тройка ярких точек вертолеты высадили десант сигналы медленно сходились к нам по довольно замысловатым траекториям потом на ПДА Дитриха упало сообщение доктор Вандемейр оставайтесь на месте старший лейтенант Сивушов каждый развлекается по-своему я-то думал вертолет опустится и возьмет нас на борт Дитрих ответил ждем без пяти двенадцать военные вышли к нам одновременно с трех сторон и тут же гул вертолета стал явственней машина также приближалась я спустился с бетонных плит Вандемейр поднял руку и несколько раз смахнул военным его оранжевый комбинезон отлично выделялся на сером фоне военные были экипированы по всем правилам в броне в массивных шлемах и масках маски впрочем болтались под подбородком на ремешках более массивную снарягу я наблюдал разве что у долговцев оружие у военсталов было столько что моему жалкому дробовику ручаюсь стало стыдно за неказистый собственный вид и держали они автоматы обращенными к нам только стволы опустили суровые ребята просто загляденье офицер рослый парень представился старший лейтенант Сивушов первый отряд военных сталкеров доктор Ван Демейер кто с вами к моей радости Дитрих не набросился на военного и не стал требовать отдать честь и назвать личный номер я Дитрих Ван Демейер потом кивок в мою сторону мой ассистент документы Рыжий Рыжий полез за пакетом с верительными грамотами но Сивушов только рукой махнул мол не надо все в порядке я протянул дробовик бойцу зачем мне оружие мы под охраной доблестных вооруженных сил а это пленные знакомая морда старлей потыкал пальцем в ПДА подключаясь к базе данных наконец объявил Ченгай Василий Георгиевич офицер улыбнулся впрочем лицо наполовину скрытой маской от этого не стало приветливей дорогой Василий Георгиевич слышишь Ченгачгук ты дорогой за Василия Георгиевича нам положена премия доктор вы сделали за нас работу спасибо если могу чем-то отблагодарить скажите вообще-то я бы предпочел если бы военные не стали пускать дело на самотек мол если могу чем-то отблагодарить что значит если премиальный пополам без всяких если это было бы по-товарищески но я помалкивал да на меня никто и не глядел военные отлично понимали кто я такой и если бы нам выпало встретиться в иных обстоятельствах мне бы туго пришлось хотя за меня премия не назначена конечно я же не вождь краснокожих можете меня отблагодарить если соберете информацию по заброшенному объекту к востоку отсюда не растерялся Дитрих рационально мыслит я скину вам координаты нет вопросов кивнул сивушов если объект не секретный постараюсь разузнать последние слова старлея потонули в нарастающем гуле приближался вертолет вертолет сивуши вдоль да поперек места. Разваленные, приметные деревья, пустоши, усеянные проплешинами аномалий. По земле-то приходится идти медленно, с оглядкой. Останавливаться, сверяться с показаниями приборов, иногда и болты кидать в подозрительные места. Этот полет показался мне еще более странным, чем поездка в малыши с химиком. Сверху все выглядит иначе. Как-то обманчиво, мирно, что ли. С одной стороны, никаких загадочных завываний ветра, никаких тресков аномалий, только мощный внушительный гул винтов. Даже стадо кабанов, пробирающиеся по редколесью, кажется игрушечным и вовсе не опасным. Сверху все спокойно, но и теперь не покидают постоянное ощущение отложенной беды, которая не отпускает ни на миг, пока крадешься по зоне пешим порядком. Вдали стали подниматься высокие строения, но туда мы не полетели. Пилот наконец свернул круче к западу. Машина качнулась, ложась в пологий вираж. Потом показался новый лагерь ученых, укрепленный по всем правилам военного искусства. Старая та база погибла, теперь ученых охраняют военные. И внешне все выглядит, как армейский объект. Бруствер, забор, вынесенные наружу ряды колючей проволоки. И еще сверху очень хорошо видны туши мутантов вокруг границ лагеря. Как по мне, довольно далеко от периметра. То ли там минные поля и звери на минах подорвались, то ли часовые так развлекаются, но мертвых тел очень много. Кое-где громоздятся друг на дружку. Еще бы, бойцы не покупают патроны на свои кровные. Это нашему брату приходится задумываться о стоимости боеприпасов. Вертолет пошел на посадку в сотни метров от границы базы. Мы спрыгнули в рыжую траву и, пригибаясь, побежали в сторону. Сопровождавшие нас бойцы держались справа и слева, то ли охраняли от зоны, то ли нас самих стерегли, чтобы мы чего не выкинули. Меня это положение заставляло нервничать. Но это уже мое личное, неловко себя чувствую в зоне, когда рядом военные. Высадив нас, машина поднялась и стала набирать высоту. Освобождала площадку для второго вертолета. А мы двинулись по хорошо утоптанной и наезженной грунтовой дороге к воротам. Кольи описывали широкие дуги, петляли вправо и влево. И мы не отклонялись ни на шаг в сторону, наверняка обочины заминированы. Впрочем, янтарь – уже достаточно опасная территория, здесь никакие предосторожности не лишние. Профессор Головин оказался седым коренастым мужчиной. Одет он был в халат, явно претендующий на звание белого. Явно, но безуспешно. «Ученые, странные люди, Ван Демейр еще в ничего, близок к народу, так сказать, во всяком случае одевается прилично. А Головину бы лучше носить темное, раз уж он одежду не стирает. Но вслух я этого говорить не стал, чтобы не портить торжественности момента». Головин кивнул бойцам, те испарились, а профессор обернулся к нам и торжественно объявил. «Доктор Ван Демейр, добро пожаловать, милости прошу, так сказать, к нашему шалашу. Не знаю, догадывался ли Ван Демейр, а я сразу понял, наши затеяли торжественное застолье, чтобы не ударить в грязь лицом перед иностранным гостем. Сейчас будет традиционно пьянка». Головин тем временем обратил внимание на меня. «Ваш ассистент?» «Он говорит по-русски?» «Прикидывается, что ли, дурачком?» «Или сталкеров никогда не видел?» Я до сей минуты был совершенно уверен. «На мне разборчиво написано, что я прекрасно говорю по-русски и не брезгую ненормативной лексикой. Вот прямо поверх грязного комбинезона и написано. Текенными буквами, пламенными письменами. Однако Головин вроде не шутил. Я тоже ответил серьезно». «Гораздо лучше у меня получается по-русски молчать». «Профессор, я как лицо ответственное за состояние здоровья господина Ван Демейра, предупреждаю заранее. Пить ему противопоказано». «Учтем!» – засмеялся Головин. «Но ведь сталкеры не пьют, а с радиацией борются, верно?» Улыбка у чудака была вполне располагающая. Да и потом подумалось, чего я так негативно настроен. Пригласили в гости, угощают. Похоже, мизантропия Ван Демейра меня заразила. Профессор повел нас по лагерю. «Вообще-то мне здесь понравилось. Военных почти не видно, да и те, что встретились, вели себя примерно. Наверное, ученые все-таки пользуются кое-каким авторитетом. Мы прошли между сборных металлических ангаров. Я такие штуки видел не раз. По идее, светлые металлические поверхности должны сиять. К тому же оборудование здесь наверняка новое. Лагерь же совсем недавно перенесли. Однако агрессивная атмосфера и ядовитые дожди сделали свое дело. Округлые скаты потемнели и покрылись неопрятными пятнами. За лабораторными отсеками был установлен другой ангар бытового назначения. Туда нас и привел Головин. Внутри уже накрыли стол. Шикарный по местным условиям. Больше, конечно, консервированных продуктов, но все качественное. Баночки аккуратно открыты, а хлеб свежий, не галеты. И, разумеется, водка. Головин представил своих коллег. Маленького азиата Галиева, тощего долговязого Коновлева и румяного седого толстяка по фамилии Серчев. Возможно, балканец, но по-русски болтал не хуже меня, как я убедился, когда после первых торжественных тостов началась беседа. Вообще все было здорово. Пандемейра не пытались навязчиво подчивать водкой, как я опасался. В разгар застолья явился молодой парень в белом халате. Гораздо более чистом, чем у шефа. Наверное, лаборант. Ему еще халат пачкать и пачкать до профессорского звания. Этот принес пакет и отдал Головину. Тот вручил пакет Дитриху. Мол, лекарство. Пандемейр поблагодарил. А парень, который принес подарок, грустно глядел стол и убрался. Лаборантов к обеду не приглашали, и я понял, что мне повезло. Могли ведь и не усаживать с начальством. Впрочем, я вел себя скромно и помалкивал. Как и обещал. Постепенно разговор зашел о работе. Тут я и вовсе заткнулся, потому что мне не то, что сказать было нечего. Я попросту не понимал, о чем они трещат. А ученые после нескольких рюмок раскраснелись, взбодрились и тарахтели наперебой. Всем хотелось высказаться. Большую часть слов, которыми они изъяснялись, я слышал впервые в жизни. И о содержании реплик догадывался больше по интонациям. К счастью, опасения Вандемейра не подтвердились. Разговор пошел не в вопросах биологии, а коснулся проблем слепого пятна. Головин, руководитель здешней группы ученых, как раз специализировался по этой теме. Он и овладел инициативой. Вообще, насколько я понял, экспедиция в зоне занята в большей степени сбором материала и несложными экспериментами. А уж на основе собранной здесь информации выводы делают в столичных институтах. Еще в Новосибирске, кажется, есть ряд учреждений. Не интересовался я этим вопросом. Пока раскрасневшийся Головин излагал свою теорию возникновения слепого пятна, Дитрих слушал, кивал и поддакивал. Из этого трогательного согласия я заключил, что Головин, скорее всего, прав. Будь малейшая зацепка, Иван Демейр непременно кинулся бы в бой. Уж на сколько-то я его успел изучить. Потом тема себя исчерпала. И постепенно всех забил Коновлев, самый молодой из четверки местных. И самый нестойкий, по-моему, его алкоголь одолел. Во всяком случае, паренек распалился и стал ругать Дитриховых работодателей, усомнившихся в священном пси-воздействии. Ван Демейра мне упрекнуть было не в чем. Рыжий стойко выдержал три, а то и четыре реплики по поводу безграмотных попов. Но уж потом тоже стал закипать и вступился за взыскующих. Коновлев высказывался о работодателях Ван Демейра примерно в тех же выражениях, что и сам Дитрих, когда излагал мне свою задачу. Но одно дело, когда ты сам критикуешь начальство. И совсем иное, если критикует представитель, так сказать, конкурирующей фирмы. Ван Демейр принялся отвечать на наскоки Коновлева в том же духе, что предварительные результаты, которые удалось получить в первые дни экспедиции, вовсе не опровергают взыскующих. А ругань – это признак бессилия. Мол, юный коллега ругает взыскующих, потому что слишком похож на них. Такой же фанатик. Только религия другая. Коновлев и впрямь был несколькими годами моложе Дитриха. Почему-то упоминание возраста его задело. Ученый вскочил, красный, всклокоченный, стал орать, брызгая слюной. Дитрих тоже поднялся. Оба тощие, сутулые, умора да и только. Я подумал, ну вот, началось и начал подниматься. Но тут между спорщиками вклинился Галеев. Маленький, невозмутимый, развел короткие ручки, отпихнул петушащихся задохликов и примирительно забубнил, что, мол, коллеги, коллеги, не будем уподобляться. Его поддержал и Головин. Когда все немного успокоились, Галеев предложил пройти в лабораторию и ознакомить коллегу Вандемейра с кое-какими результатами их скромных исследований. Мол, коллега Коновлев не прав в том смысле, что не нужно голословно, а нужно доказательно, что не нужно горячиться, а нужно хладнокровно. И вообще, нужно то, не нужно это. Словом, вместо десерта нас повели в соседний ангар, отведенный под лабораторные отсеки. Там Дитриху предъявили препарированных мутантов, части тел, подвешенных в прозрачных банках физраствором и все такое прочее. Все, чем меня стращали в школьном кабинете биологии, только раз в двадцать больше и отвратительней. Ох уж эти профессора! Ну неужели нельзя было показать нам то же самое тошнотворное достояние науки, но до обеда? Зато вся четверка гостеприимных хозяев пришла в восторг от собственных достижений. И местные наперебой принялись демонстрировать Дитриху, чего им удалось добиться. Тот кивал, слушал, иногда задавал короткие вопросы и поминутно потирал лицо рукой, будто бы лаборатория повергла его в задумчивость. Тогда-то у меня и закрались первые подозрения, но я смолчал. Гвоздем программы стал труп молодого кровососа в ванне. Грудная клетка и череп были вскрыты, а к внутренним органам и участкам мозга тянулись тоненькие проводки, заканчивающиеся иглами и крючками. Над ванной был подвешен сложный агрегат, способный передвигаться по блестящим рельсам в двух направлениях. Снизу он заканчивался несколькими черными трубками, каждая с телескопическим удлинителем. Микроскопы и еще что-то. Тут меня осенило. Лазеры? Да, охотно подхватил Серчев, который до сих пор больше помалкивал. Должно быть, мы вторглись в его епархию. Точечные воздействия высокой точности, а вы разбираетесь в подобной аппаратуре, очень поверхностно. Просто я видел похожую установку в офтальмологическом кабинете. Тоже мне большое дело. Дальше нам стали демонстрировать реакции тела в ванне. Установку с лазером сместили к башке мутанта и, воздействуя на определенные участки коры головного мозга, заставляли бездыханный труб шевелить конечностями, напрягать щупальца и под конец гвоздь программы, имитировать невидимость. Тот самый режим стелс. Имитация вышла не слишком успешной. Тело в ванне начало словно вибрировать, мерцать. Местами оно на долю секунды делалось полупрозрачным. Меня не слишком впечатлило. Я был готов к подобному. Дитрих нам с Костиком демонстрировал такую штуку с подстреленным кровососом при помощи обычного ножа. Просто здесь издевательство над телом было поставлено на научную основу. А ван де Мейер охал, ахал, качал головой и снова поминутно утирал лоб. «Как видите, никаких радиоволн», – торжественно заявил Коновлев. «И никакого пси-воздействия», – подхватил Дитрих. «Мы только начали работу по пси-фактору», – пожал плечами Головин. «К сожалению, для опытов необходим живой и, по возможности, невредимый контролер. Но это маловероятно». «Еще бы! Живой контролер – это слишком опасно. Да и как его захватить?» «Замкнутый круг. Для разработки защиты от контролера нужны опыты над живым монстром. А для того, чтобы заполучить такого, необходимо иметь защиту». Мы, сталкеры, под настроение, частенько терли на эту тему. Наконец, всем надоело. Я под шумок поймал лаборанта и предложил купить каплю. Мы отошли в сторонку, я быстро сладил сделку. Капля не редкость, цена на нее давно установилась. И мелкая сошка, состоящая при ученых, этим регулярно подрабатывает. Так что парить быстро притащил требуемую сумму. У него все было под рукой. Когда я снова присоединился к ученым, дело уже шло к прощанию. Дитрих поблагодарил за экскурсию и предложил в качестве ответной любезности собственные результаты, которые, разумеется, будут выглядеть более чем скромно по сравнению с достижениями уважаемых хозяев. Головин сказал, что был бы признателен за информацию, но считает неэтичным и нелогичным знакомиться с результатами, когда уважаемый господин Вандемейр только приступил к сбору материала. Дитрих заверил, что если наткнется на что-то любопытное, то непременно поделится. Потом нас оставили в покое. Головин отправился к военным. Требовать вертолет для отправки делегации в обратный путь, я отбил сообщение Костику. Мы сговорились, что Тарас встретит нас с оружием. Высадят-то нас снова в глуши, далеко от лагеря. Все с теми же казенными пукалками. Костик ответил почти сразу. Чекать ему. Вернулся Головин, сказал, что машину вот-вот подадут к подъезду. Но прошло полчаса. Ожидание затягивалось. Ученые снова завели свои диспуты, и мне уже надоело прислушиваться. Напоследок никто не хотел ссориться и спорить. Профессура благодушно обменивалась какими-то репликами, которых я уже вовсе ничего не понимал. Я маялся. От нечего делать, набил новое сообщение Костику. Но отправлять не стал. Это я уже просто заранее, чтобы скинуть мейл с готовым текстом, когда будем на подлете. Наконец вдали загудел вертолет. Ученые стали церемонно прощаться. Они рассыпались в любезностях и заверяли его взаимном уважении. Вежливая публика, когда между собой. С лаборантами и бойцами охраны, они, между прочим, разговаривали совсем иначе. И со мной бы иначе говорили, если бы не статус ассистента дорогого гостя, бесценного доктора Ван Демейера. Наконец мы распрощались, и двое бойцов вывели нас за ворота. Мы снова прошли по дороге, старательно следуя изгибам и не пытаясь срезать путь. У машины нас поджидал старший лейтенант Сивушев. Офицер сунул мне пакет, упакованный в темный пластик. Держи, там карта. Ничего секретного, объект списан вчистую. Мы погрузились в вертолет. Машина взрывела, отрываясь от земли. Я спросил старлея, перекрикивая грохот, почему не глушите звук? А зачем? Ну да, тоже верно. Кого им бояться? От кого скрываться? Наоборот, этот звук сигнал всем, кто внизу. Прячьтесь. Пилот взял курс на восток. Возвращались мы прежним к маршрутам, огибая опасные участки. Я отправил Костику сообщение, что мы прибываем. Ответа не последовало. Да и когда вертолет стал снижаться у знакомых бетонных плит, мой ПДА не фиксировал ничего. Сигнала поблизости не было. Старлея по внутренней связи вызвал пилот, и офицер спросил меня. Вас должны встречать. Я кивнул. Там поблизости биологический объект. Может и человек. Но ПДА отключен. Потом подключил микрофон и спросил. Ёжик? Выслушал ответ. Я не удержался. Стало интересно. Что значит ёжик? Значит вооружен. Ну, ёжик он с иголками. А этот не ёжик, не это оружие. Может мутант? Я пожал плечами, перекрикивать шум винтов не хотелось. Мы с Вандемейром на всякий случай приготовили пистолеты. Костик не стесняется отключить ПДА, но оружие при нём должно быть. Мы покружим поблизости, сказал Старлей. Если что, пусть док жмёт ПСЧС. Примчимся. ПСЧС – подача сигнала в чрезвычайной ситуации. Это официальное название тревожного чемоданчика. Мы выгрузились. Вертолет взмыл. Шум стал стихать, но не исчез совсем. Военный, как и обещал Сивушов, держались рядом. Я позвал. Костик! Костик! На ПДА всплыл сигнал. И через несколько минут возник наш терминатор. Оружие было при нём. Где ты прятался и зачем КПК отключил? Та навещу. Нехай войскови гадают, что меня немае. Я схавався и на вас чекал. А почему они решили, что при вас нет оружия, Костик? – заинтересовался Вандемейр. Зброю я поклав в поряд, метров трёх. Їхня аппаратура фиксует окремо меня, окремо зброю. Нибо то я чистый. А если бы они приняли тебя за мутантой шмальнули? – Та я ж под бетоном чекал. – пожал плечами Костик. – Тут хиба ракетою меня пузяли. Тримай свою залезяку. Я вычистил. Эх, казал я, не поважаешь ты зброю. Костик вручил мне гадюку, а мой калаш Вандемейру. – Идемо, хлопцы. – и зевнул. Тут и я почувствовал, что спать охота. Ведь ночью выспаться не удалось. Едва пару часов перекемарил. Покосившись на Вандемейра, я сразу сообразил. Нынче никуда не пойдём. Дитрих зевал так, что кажется, вот-вот вывихнет челюсть. Поскольку Дитрих выглядел сонным и расслабленным, я счёл, что момент для расспросов подходящий. – Но как Вандемейр? – как можно более равнодушным тоном поинтересовался я. – Удалось заснять лабораторию? Дитрих тут же стряхнул апатию и насторожился. – Что вы имеете в виду? А то я не видел, как вы лоб утираете только перед самыми интересными экспонатиками. Небось камеру включили и всё снимали, а? – Ха-ха, я же дальтоник, а не идиот. Зато профессора в лагере явно не дальтоники. А что здесь такого? Я не делал ничего предрассудительного. – Про чё вы тут кажете? – встрял Костик. – Я как камера? – Костик, хватай шпиона. Наш Вандемейр включил видеозапись, когда ему щедрые хлебосольные профессора демонстрировали успехи отечественной науки. Или не только видео. Не отпирайтесь, я всё видел. – Ну и что здесь такого? – Рыжий пожал плечами. – Зато теперь у меня достаточно данных, чтобы отчитаться перед руководством. Они всё равно ничего не понимают. А материал я представлю, что называется броский. Хоть сейчас бульварный журнал. Взыскующим понравится. Конечно, это вовсе не то, зачем меня командировали. Это даже лучше. Так что отныне я могу спокойно заниматься собственными исследованиями. И кстати, заодно удовлетворю любопытство профессора Головина. Ну и вам помогу в розысках. Вы тоже заинтересованы в том, чтобы у меня были развязаны руки. И учёный, расправив узкие плечи, победоносно поглядел на меня сверху вниз. – Уел, ничего не скажешь. Вы сволочь, Вандемейр! – который раз повторил я. Впрочем, на этот раз моя фраза выражала скорее восхищение. – Я ж казал, шо вин шпигун. – Я думаю, Костику тоже понравилась предприимчивость Вандемейра. В этом смысле они одного поля ягоды. – Надеюсь, вы не станете меня хватать за шпионаж, – уточнил Гитрих. – Понимаете, мне же не демонстрировали ничего серьёзного. – Это была именно что показуха, работа на публику. По-настоящему интересная работа с пси. Но мне совали красивые картинки, чтобы отвлечь от важного. Зато вы включили свой приборчик и сделали записи. Не спорьте, не надо. Я не настолько патриот, чтобы протестовать и возмущаться. – А что это было насчёт удовлетворения любопытства профессора Головина? – Как слепой, вы не обратили внимания? Ах да, вы как раз отлучались с этим молодым господином. С лаборантом. – Угу. Так что у вас с профессором? Он занимается исчезновением спутникового сигнала. Вообще его тема – пространственные пузыри, и Головин особо заинтересован в определении точек привязки. Жалуется, что есть сталкеры, имеющие практический опыт, но он не вправе ссылаться на них в серьёзной работе. Ну и кроме того. Видите ли, для вас всё, что связано с артефактами, имеет налёт мистики. Сталкеры, умеющие обращаться с этими образованиями зоны, так называемыми артефактами, напоминают средневековых алхимиков. То есть для них важен ритуал, имеет значение даже слова, которые произносятся при составлении сборки, как заклинания, творимые магами. Ну, не всё так страшно, сборки-то работают. Да, накоплен практический материал, но нет ни малейшего теоретического обоснования. Верно, мы практики. А почему вы сказали так называемые? Чем плохо слово артефакт? Ну, слепой, если вы заглянете в словари, там будет сказано, что артефакт – это нечто, изготовленное искусственно, нечто сделанное, тогда как эти самые образования, которые именуются артефактами, скорее естественного происхождения. А как же теория о божественной природе зоны, Бог создал? Тогда и человек артефакт. По образу и подобию. Слепой. Вы артефакт? Разумеется, я создан зоной. Фу. Да ближе, слепый, к словам чеплятися. Что от вас, Ван Демейер, тому профессору треба? Так вот, возвращаясь к теме. Головина интересует замеры электромагнитных возмущений в зоне слепого пятна. Здесь как раз никакой мистики и исчисления ангелов. Чистая арифметика. Определение координат точек привязки по данной моей аппаратуры. Ну, вы меня понимаете. Однако, официального разрешения на эти эксперименты профессор не имеет. Попросил меня. Я не сталкер. У меня есть официальный статус. Ученая степень. На меня можно сослаться. Неужто Головин не может провести собственные замеры? А я думал, он помыкает там всеми. Интриги. За ним тоже следят, как ни странно. Тот же Серчев, как вы полагаете, в чем его функции? Чем он занимается при Головине? Ну, вам-то он снимать не помешал. Он пытался, вы просто не заметили. Ну, ладно, ладно. Головин не объяснил. Он отправлял сотрудника под охраной двух военнослужащих в этот район. Все трое исчезли без следа. Это было еще до разгрома старого лагеря. Вы слышали о той истории? Насчет лагеря? Конечно, громкая история. Ну, так вот. Тогда факт пропажи лаборанта и охраны замяли, поскольку история с разгромом базы была очень уж... Ээээ... серьезная. Но Головину запретили заниматься замерами в районе заброшенной радиостанции. Если я правильно понимаю, новую экспедицию готовили, но... А, я теперь сообразил. Поэтому у воинсталов карты были под рукой. Это потому, что они готовились. Мне Старлей пакетик дал. Где он тут? Да-да, покажите этот пакет. Зеленый такой, я видел. Черт, зеленый. Я был уверен, что пакет упакован в темно-красный пластик. Зона, возьми мою хворь. В пакете Сивушова оказались планы. Обширные коммуникации в разрезе. Довольно сложные. Бумага свежая. Оборотная сторона ослепительно-белая. Но чертежи выглядели как очень старые. Значит, копия с подлинников многолетней давности. Готовились, значит, военные. Заранее в архивах старье раскопали. Дитрих с Костиком не стали изучать документы на ходу, поскольку там, по словам Тараса, были планы обширного комплекса. А наша заброшенная РЛС на периферии. Ее еще искать надо. Насколько я понял, документы подбирали армейцы из регулярных частей. Это было еще до создания службы военных сталкеров. Ну ладно, а здесь-то что? В лагере. Обратился я Костику. Как успехи? Как коммерция? Та, что? Зброю я пристроил. Инши також. С компьютерчиками лишим. Не одразу гроши отримаем. Цей корейс депомих. С хлопцем к сырняку видеслав. Той и нібито зацікавленный. Хлопцы у сундук пішли. Через добу чи дві повернуться. Тей мейл бороді кінь. А, это все через бороду пойдет. Гениальный механик сперва поковыряется в память этих ПДА на предмет интересной инфы. Потом почистит данные и продаст. Они же там в сундуке сейчас компьютерами стали приторговывать. Расспрос образовался. Бандиты больше не появлялись. Та ні. А Паша как? Тут Костик погрустнел. Звідси починаються погані новини. Павлик знову той распадок наладився. Де кістки. Ну, у той самій. Вот черт! Один пошел. Один. Костик отвернулся. А я що? Я вас повинен був зустріти. Зі зброєю. Як і казали. Павлик той... Ну, пропащий людина. Я таких вже бачив. Тайний раз. Таких з пустими очима. Мы вмолкли. Я, пожалуй, тоже встречал таких ребят. Каким теперь сделался угольщик. Зона ведает, что у него с сапогом вышло. Может, поссорились. Может, Паша обидел друга чем. Тот і ушел, а не на свалку. А теперь Паша себя казнит. Если бы тогда уступил, если бы поладил сапогом, не ушел бы друг проветриться. И теперь живым был. Не знаю, как оно там у ребят вышло, но угольщик теперь покоя не найдет. Его удерживать бессмысленно. Он будет снова и снова возвращаться в долину костей. Тут Дитрих зевнул особенно душераздирающе. Разговор оборвался. И мы помалкивали до самого лагеря на свалке. Там я пошел поболтать с корейцем, рассказал об успешной передаче дорогого Василия Георгиевича в руки правосудия. Когда я притопал наш автобус, Дитрих уже дрых без задних ног. Так что и я завалился спать. Плохо, конечно, что Паша в одиночку пошел в долину костей. Но он сам за себя отвечает. И к тому же он не раз туда ходил. Может и в этот раз все обойдется. С этой успокоительной мыслью я уснул. И благополучно проспал до утра. Проснулся я последним. Дитрих с Костиком развернули распечатки из пакета старшего лейтенанта Севушова. Припирались и тыкали пальцами в крючки из огогулины. Которых на бумаге имелось огромное количество. О кофе, конечно, никто не позаботился. Если не сделает добрая мамочка слепой, так никому и дела нет до кофе насущного. Я сел и почесался. Это минимальный утренний туалет, которым я стараюсь не пренебрегать. Однажды сталкера Петрова спросили, почему он никогда не умывается. Сталкер Петров вопроса не понял. Угольщик не вернулся. Не бачилы. Буркнул Тарас, не поднимая головы от карты. Я врубил КПК и поискал Пашин сигнал. Глухо. Ван Демейр, вы не могли бы. У Дитриха прибор намного мощней. Может, ему больше повезет. Пробовал полчаса назад. Ничего, отрезал ученый. И потом, если он в слепом пятне, то закрыт для нас. Ну ладно. Раз все страшно заняты, пойду собирать сплетни. Прошелся по лагерю. Ничего интересного. К рейд уже ушел. Я встретил пару знакомых. Но парни тоже собирались в рейд. В самом деле, чего терять время? В нашем автобусе совещание закончилось. Костик, расположившись в тени под бортом, сосредоточенно чистил автомат. А Дитрих снова разложил над раном сиденья аппаратуру и вовсю трудился. Выходило, что я один бездельник. Впрочем, это меня ничуть не смущало. Я проверил свой почтовый ящик. Конечно, письмо от Ларисы с немыслимым количеством смайликов. Похоже, сестренка будет теперь слать мне электрические улыбки каждый вечер. Я представил себе, как Ларик сидит, уткнувшись в экран и тычет пальцами, старательно набирая текст. Небось, и губу прикусило. Все-таки приятно, если о тебе кто-то помнит. Вандемейр, а вы со своими переписываетесь? С семьей? Конечно, по четвергам я отправляю им письма. Каждый четверг строго по расписанию, а что в пятницу или в среду, ни-ни? Дитрих поднял глаза от приборов и устало потер переносицу. Мы договорились по четвергам. Это удобно. Жена отвечает в воскресенье вечером, у нее есть два дня, чтобы придумать ответное письмо. Извините, слепой, но мне нужно число...